еще решил носок протестить 310 рублей стоит носок этот носки ладно носок можно зашить сколько нить еще послужат опа а у нас начинается первый полуфинал поехали с этим матч за 3 здесь присутствует вообще как нет матча за 3 в натуре нету матча за 3 ну и а я думал что будет называемый девок да не носок можно зашить просто он там и стал ну из эластана там такая вот ткань сеточка на к растягивается как бы ее сошьешь она уже не так будет как ну ладно не суть вопросов из-за на сквад из-за носков плакать что ли дело даже не в крышке и не в носке и конечно же не в их ценности вот это что новое там они дело в том что когда ты так делаешь ты понимаешь что ты просто конченый как бы конченое чмо вот криворукая и к сожалению не в игре в реальной жизни и время назад не отмотать там за заново не начать как вот и все уже произошло ну кто-то и перед смертью своей так понимает знаете когда фигню делает тоже вот всякую тоже бывает поэтому лучше пусть так так ну что кажется через рипера играет ю термал может быть кэш реактор первый будет ну то стандартная хата гаспул логотип на экране по нему можно догадаться что за уши леново с леново партнерство теперь короче до девайсы у меня не только уши здесь присутствуют их мы облезну там когда-то буду делать обзор еще на них видимо найти уши когда пойму их плюсы и минусы да там все о чем речь о разбитой крышке от сковородки пышка пожрать быстро хочешь готовить надо аккуратнее быть и о разрезанном носке этой крышкой ноги проводные проводные очень даже проводные так прилетает рипер начинает бомбить тут снута хату снут лингами просто на хайграунде стоит и у термал наверх не летит да и снут вперед не идет зачем ему туда идти-то куда-то кошка тут тупо резит что-то еще ну-ка завязывай там сейчас я подойду ты будешь понимать быстро все так раскачивает снут вторую 35 26 уже парабам и у термал какую-то адовую халяву сверхранья третья цэшка играет лаба на бараке реактор на факте а здесь у нас через муф овером билд будет ли снут агрессивничать против того что происходит в данный момент я без понятия если честно может быть будет может быть и нет но это минус рипер как факт почему-то ветерман не попытался улететь а куда вот отсюда улететь здесь клиффа нету ничего нету то есть только домой лететь еликами встречать еликов не было пока а и Здорово, а так Два эволюшена, уснуто пошло Все, не будешь отвлекаться Постараюсь не отвлекаться Инженерка, погодите, одна инженерка Нет, две инженерки Вот что мне нравится в Ютермале Он не делает никак дебильные всякие такие билды Нет, почему, иногда делает И они не дебильные на самом деле То есть он чаще играет две инженерки Если ты играешь в макро То грейды нужно делать с двух инженерок всегда Многие игроки что-то как бы Вот смотрю, там одну инженерку Вообще про грейды забывает Для тиранов это вообще ключевую Ему контролить надо всегда Вот, но через одну инженерку Через одну инженерку Умеет место быть Билды с ранней какой-то Пользователь КсЧимперкс активировал премиум на ваш канал С ранней агрессией допустим Так, плюс два барака пошло Стеночки у Ютермала нет почему-то странно Плюс два реактора пошло Сейчас четыре реактора уже будет работать Факта почему-то простаивает пока Государство заказов не разместило Танки не нужны Пехоты бараки нарожают много Без танков повоюют Вот Ну я думаю, что Ютермал сейчас этот завтык В общем-то исключит Будет все нормально Здесь еще плюс два барака Тоже кэш реакторы будут Лингов Ютермал отбивает Сто восемь, сто двадцать пять Полиметус Ну здесь Роучеводство свое устроит Улучшение завершено Вот наконец-то и танчики тут подстраиваться Начали понемножечку Куретки отсутствуют Да пушки, правда Ютермал Прямо про запас много строя А Смотрите, еще две лабы То есть сейчас еще плюс три барака Три лабы будет Так, четыре Пять реакторов и три лабы Десять мариков, три мародера Продакшн за раз от Ютермала Это его любимый стиль Практически голое био Как бы без танков Вот Ну обычно Ютермал удачно Успешно этим стилем играет На самом деле Здесь вот нескольких ревозеров Он с нуту забирает Улетает Ну так пока встречаются Тут иногда войска То есть происходят контакты Идет битва Но тут явно будет переход В двести лимит Как бы здесь королевы пытаются уйти Ютермал их видит Но Нужно было, конечно, на крипе бы Успеть их поймать Было бы вообще замечательно Видит Ютермал Тут же есть инфесторы И пытаются улететь Микузы мимо Пошли кассы вообще Опа Хорошими деваком тут ровно Миша поддержал ваш канал На сумму 350 рублей На новый носок Спасибо, Миша Да нафиг, короче Носок этот зашьел Даша зашьел А то что-то Накладно слишком Да А вот крышка от сковороды Вот это да Приходит Ютермал в атаку От фаерболов Уворачивается Пытается в смуту армию Вгрызаться Марики какие смелые Представьте тиранов Которые марики сами В рукопашку на роучей Просто идут Вот и Ютермал тоже пошел Но зерги-то этого мне Какие-то там эти Я даже не знаю кто Зерги это опаснейшие Просто создания И марики в рукопашку С роучей не могут справиться Ведь у марика 55 хп У роуча 145 И дэмэджа в 3 раза больше Чем у марика изначального Поэтому как бы ну Тяжеловато Плюс сплотную он тоже Очень больно своими Клешнями дерется Не только плюется в лицо Зеленой кислотой своей Вот и Ютермал разваливается Но у него делается 3-3 Тем временем У снута уже 4 первых ультрала Уже армор уникальный 2-1 грейды и 1 куготь есть Посмотрите Тут 2-1-1 даже уснуто То есть грейды очень даже неплохие Вот а почему Ютермал подходил ближе К роучам сейчас? Потому что были фаербулы уснуто И фаербулы в такой ситуации Очень важны Почему они важны? Даже если они не попадают Это любую расу И протца И тиран его армию заставляет двигаться Теряя важнейший ДПС А для био это просто катастрофа То есть если голые роучи идут Или роучи гидрана Вот это все дело Что делает тиран? Он делает нормальный фронт Просто вот не в такой куче А вот в линию его тягивает Жмет Т А клик вперед И эти все юниты Просто в мясо разносят Так, здесь фаербулчики идут Ютермал не смог улететь Снут принимает дроп По лимитам Ютермал проседать начинает Спасибо всем за поддержку Спасибо, Миша Сегодня стрим будет не дико долгий Но будет стрим в принципе Данного турнира Плюс Гоу ФСК Плюс может быть Блая против Пациента Мы посмотрим немножечко Против Пэйшнса Матч за третье место А потом на Гоу ФСК Пойдем кайтит Ютермал Кайтит просто царский Ультралы вообще-то терпят Даже с армором терпят сейчас Ну очень тяжело их всех раскатить Но Ютермала это получается Сделать эти снут Лезет до конца просто И приходится ему отступить в итоге Ютермал смог отогнать снута Но Ютермала очень печально Что? Что он не пытается перейти Ни во что Контрящего ультралов напрямую Как бы Кайтить он их задолбается Под Микозом в особенности А либераторов новых не появляется Даже танков Которые по ультралам и то Сомнительную эффективность имеют Только когда их массовое количество И тиран их не теряют Они да там Разрывают А вот против Против Либераторов уже конечно Ультралами особо не повоюешь Вот снут идет вперед Ютермал это видит прекрасно Зачем-то двойной дробь здесь погружен просто Но никуда не летит Инфестор всего лишь один Микоз Поэтому мало Так здесь линги сагрались Наломились Снут идет вперед сейчас Нужно принимать бой Инфестора Ютермал отфокусил Моментально Практически здесь ультралы Лезут на биус Сзади роуч и рейдеров Большое количество Очень даже Приходит снут еще раз вперед Ультралов Простите Ютермал выходит Еще раз за планетарки Ультралов покатил Снут все лезет Туда-сюда Снут бегает Я не понимаю что Снут делает Если честно Что он взад вперед то бегает В итоге Ютермал отбивается И отбивается очень четко Двойной дроп Резко летит вперед Но юниты Перестимпачные Дохлые Всеми деваков Не хватает У Снут уже 3-3 делаются Против таких грыдов Уже катить будет Крайне тяжело Ютермал стоит Подумать о либераторах Но он вообще Не думает о них Сейчас и В итоге Как-то это Честно говоря Блин Выглядит как будто бы Ютермал Первую игру Уже вряд ли Сможет затащить Но Здесь ничего не понятно Уровень игры Очень высокий Еще может Ютермал Как-то вытащить Но вот После таких ошибок Мне уже кажется Что хз Микозы Ложатся просто Замечательно Приходит Здесь био Да био много Но Что это био Сделает Вообще Сейчас уже Восемь армора Ультралиска будет Да Все у них Восемь уже Ферумс 2 Поддержал ваш канал На сумму 111 рублей Передаю привет Чатику Егейминга Особенно Березовскому Так Березовский Же все Подох Подонок Или ты туда Настолько Березовский Был азартным Что все проиграл Что до сих пор В чатике сидит Что ли Ладно Шутки шутками Ребята Катит Ютермал Просто Адовую Конечно Он по контролю Работу Проделывает Когда Лотовских Ультралов Когда Лотовских Ультралов Шатают Кайтингом Тирана Это уже Говорит о том Что контроль Явно Ютермала На высоте Но Блин Вот почему Так трудно Почему так трудно Где Вот он Старпорт Стоит Почему так трудно Здесь даже Реактор Свободный Запили ты сюда Второй Старпорт Просто экономика Хорошая на этой стадии Сделай Сделай ты по четыре Либератора Блин Ну как Можно Перекатить Все это Вообще Ну Тем не менее Смотрите Лимит То почти Одинаковый Сейчас Прилетел Дроп Здесь Нескорабочек Ютермал Подрезан Но Это Дроп Больше Для Отвлечения Внимания Чтобы Смута Поконтролить Чтобы Просто Не было Такого Что Смут Постоянно Прессует Чтобы Самому Выйти Куда Попытаться Что-то Подрезать Скрип Отогнать Хотя Будет Что Ютермал Сейчас Делает Но Этим Этим Дропом Не перевернешь Ситуацию В игре Просто Тем более Медивак Отдается Но Но Обратите Внимание На то Что На третий Газа Нет На четвертый Газа Нет То есть Это Газ Ютермала Только На Медиваке И Мародеров Сейчас Идет Остальное Все это Марики Как бы Получается Снут Опять Идет Вперед Много Ультралов Много Микоза Здесь Инфестров И Сейчас Хоть Один Микод Пройдет Сразу Минус Часть Био Значительная Будет Сейчас Микоза Вроде Как Проходит Фаербулы Падают Медиваки Терять Нельзя Здесь Вообще Термалу Терять По сути Дела Ничего Нельзя Но Он Катит На Отлично Здесь Пока Что То есть Нет Пользователя Анаст Кориальто Активировал Премиум На ваш Канал Спасибо Всем Пацаны За поддержку Большое А что Погай Стрим Не понял Часть Уе Гейминга Стрим Ой На И Гейминги Что Ли Спасибо Тому Кто Разместил Всем Привет Тогда Коль Так Фаербольчиками Снут Загоняет Ютермала На Рампу На Вторую Басу Но Здесь Очевидно Что Ничего С ними Не Сделать Идут Идут Вперед И сплэшем Своим Режут И режут Просто Вроде Как Ютермал Держит Пока Удар Единственное Что Уже Продакшн Падает Бараки Падают На них Пристройки Да и Сами Бараки Тоже Недолго Им Осталось На самом Деле Жить Тем Более Снут Доделывают Грейды Скоро Раучер Реудеры Тоже Будут Максимальным Количеством Атаки ГГ 1 0 Нужно Что-то Менять Здесь Обязательно Ютермал Иначе Беда А я Жду Инвайтов В следующую Гру Пока Что Спасибо Пацаны Крышку С носком Уже Отбил Так Они Что Уже Начали Нет Еще Не Начали Слава Богу Теперь Надо На Пылесос Хороший Для Смор Оскоков Пылесос Хороший У меня Есть Но Он На Другой Квартире Как Ну Здесь Маша Здесь Теперь Не Живет Она С нами Живет И Вдруг Семьей Живем Не Здесь Где Я Стримлю Как Поэтому Осколки Ладно Пока В тапках Похожу Потом Уже Уберется Все Это Дело Да Осколки 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 Так Ну Потери Я думаю Близкие Была На самом Деле Так Что-то Случилось Какие-то В игре Лаги Говорят Тайваньский Про Тайваньский Сервер Речь Идет Еще Про Что-то Там Речь Идет Пусть Там Сервер Меня В принципе Это Не Важно Тайваньский Тайваньский Все-таки Его Нет Блайс Партингом Кстати Одинаково По 3150 Баксов Получили За Третья Четвертая Наверное Уже Тыч По Семь Будет Я Так Полагаю Учитывая 16 62 Точнее Примерно Призовой Первое Место Теоретически Ну Хотя Кто Карт Больше Взял Там Больше Достанется Посмотрим Даже Интересно Как В итоге Будет Чем Дает Очков ВЦС Больше Те Турниры Которые Не Договорились С ВЦС Я Не Знаю Кто За ВЦС Отвечает С Близзардами Или С Кем То Еще Как Бо Затей Не Дают Привет Джоли Кинг На Твиче Если В Старкрафте Сюжет Старкрафте Компания Есть Конечно Же И Ее Прохождение Мной Например Ты можешь Найти Ссылочки На Моем Канале Вот Здесь На Гудке Именно Моем Основном Канале Там В Описании Есть И Правда Вот Новая Компания Которую Я прошел Несколько Дней Назад Она Не Добавлена В Описание Канал Она Будет Добавить Привет Азот Озот Снут Законтроливает Рабочего Тут Снута Четко Редко У него Увидишь Чтобы Три Рабочих Ка-16 Один Минерал Таскали Один Рабочий Другой Все Четко Все Везде По два Расставил Рабочих Всех Направил Оверы Летят Без Разведки Правда Играет Прошу Прощения Забыл Счет Проставить 1-0 Уже Ведет Естественно Этот Снут Сюжет Нормальный Сюжет Сюжет Неплохой Особенно В первом Старкрафте Во втором Там Уже В конце Кэш Поднамудрили Ход Ход И лот Но Все равно Прикольно Получилось Ролики Там Все дела Все Это Имеет Место Быть Компания Для любителей Старкрафта В принципе Просто Кто-то У нее И не играет Чисто Мультиплеер Играет Субтитры Наши рабочие атакованы. Да. Да вот как-то так рипер прыгнул хитро, да. Ну что, ребят, летает реперок, карась смотрю в чатик. Вчера я сказал не так, я сказал туда не ходи, сюда ходи. Мехос Марик попадет, ГГ писать будешь. Короче, по советской классике. Залетает у нас реперочек на мейн, продолжает схарас, но в этот раз хоть что-то там, рабочего подрезал, пару лингов ютермал подрезал, но линги сами отдались дома, здесь маленькие их подрезали, да, как бы не рипер. И это билд в ранний стимпак, не мудрит больше ютермал сверх ранними базами там. Так, я сейчас, я сейчас не играю, не комментирую. Турнир, кстати, на твиче, на твиче я не переименовал-то, блин, забываю постоянно, что на твиче отдельно надо там все делать, блин. Все-все переименовал, привет, Сидлияр. Запрыгивает реперон на мейн минус реперон в итоге. Привет, милка. Здесь что-то Снут попытался сделать, ничего не сделал. Кстати, роучи уже у Снута 13, плюс еще четыре строится, это явно какой-то пуш идет. В это время ютермал заходит на стиме, Снут вообще не готов. Снут уже вперед хотел пойти, но вперед не пошел и ютермал, кажется, что-то понял или он ничего не понял. И сейчас не на руку ютермалу можешь сыграть тот факт, что он танки не любит. И если Снут сейчас пойдет вперед, проатакуют, например, может больно быть. Но Снут не собирается вперед идти, Снут тут дома сидит и ютермал пару роуч подрезает. Привет, крадок. Короче, ну это в стиле Снута, на самом деле, он настроил роучи просто немеренно. На самом деле, для обороны корейцы бы столько строить не стали, столько не нужно, много, потому что он двадцатку там в какой-то момент настроил, сколько у него потеряло. Хотя нет, у него 17 было, роучи 14, ну куда 17, тут 17 не надо. Но с другой стороны, вот вчера мы смотрели Блая, например, он тоже роучи построил, там для обороны, для чего-то и все. И у него 40 рабочих всю игру, там 45 остается. Снут же рабов добавил в какой-то момент, но вот сейчас на 55 тоже застопорился, хотя нужно больше, он больше строит всегда обычно. Вот, возможно, сейчас будет четвертую отменять хатку у нас ютермал, марики посыпались просто как дождь из медиваков, их здесь очень много, ДПС просто гигантский, поэтому хата падает в секунду, Снут даже не стал ждать, пока марики ее фокусить будут, он сразу отменил, потому что там можно не успеть отменить, знаете, какой ДПС. Сейчас вот, если бы ютермал залп полными, полными, всеми мариками сделал бы, то я думаю, Снут тоже мог бы не отменить, но у него просто там первый раз часть выстрелила, второй тоже часть, не все марики одновременно. Ну что, смуфровывающим армору Снута делается, а через один эволюшн, кстати, это новый такой стиль Снута, он частенько через один эволюшн играет, я замечал, и, судя по всему, это будет какой-то прессинг со стороны Снута. Почему? Потому что он рабов-то вообще не добавляет, на 56 рабочих сидит. То есть, если Снут здесь провалит, пуш, ой-ой-ой-ой-ой, медивак, четыре марика летят, они под ударом, ютермал понимает, что королева в любой момент могла бы стрельнуть, он дропнул мариков, но медивак не уводит. Ну что за тупость-то такая, ну, если ты доконтраливаешь, мариков дропнул, ну, выбинди-то через шип, медивак, сюда его пошли, потом вычинешь. Нет, взял, отдал, как бы, а чё мариков-то дробить? Терял бы и мариков тогда. Так. Минус хата опять, но Снут отменяет в очередной раз, здесь ещё 2-ной дроп идёт, мультитаск от ютермала просто дикий идёт, он не даёт Снуту вперёд пойти, у него дома вообще ничего нет, у него 5 мариков, танк вообще здесь. Так, здесь забегает ютермал, почти что развёл Снута, но Снут на всех направлениях, в принципе, отбивается. Вот сейчас единственное королеву отдал, но в этом ничего страшного нет, здесь медиваки улетают и Снут четвёртую базу спокойно занимает, рабов как было 55 так и остаётся, но сейчас будет добавлено, я думаю, где-то 65-70 станет, потому что Снут четвёртую раскачает, ведь у него выход идёт милишные уже грейды плюс инфестейшн, то есть это явный свитч ультралов, но как-то вот инфестейшн мог бы быть и раньше, мне кажется, потому что здесь уже грейды 2-1 почти готовы, а хайв даже не почти готовы, но второй армор наполовине, а хайв ещё даже и не заказан, то есть он только через секунд 8-10 будет заказан, если Снут сразу же его закажет по готовности инфестейшн. То есть у Ютермала очень большое такое тайминговое окно сейчас образуется для атаки био плюс танки до ультралов, но смотрите на лимиты, 150 практически на 200, то есть Снута намного больше и при таком раскладе тяжело даже в роучи реводжеров ударить био танками, потому что ну гигантский лимит у Снута. Ютермал опять же, то есть он делает и выход основной и сейчас в общем-то разводит Снута, ко второй базе идёт группой из двух медивак-мариков, ну тут один, правда медивак неполный, ещё и на фаерболах Ютермал стоит, тут он в контроле другом направлении, вообще не законтролил здесь, ну а зачем туда вёл юнитов-то, непонятно. Зато четвёртый, я не знаю, это четвёртый уже Снут, блин, я не знаю, другой игрок наверное бы брал здесь Ютермал, потому что уже наверное четвёртый или пятый раз Ютермал отменяет хату, но в этот раз она погибла, потерялось 300 минералов, вот, но не судьба, короче, Снуту четвёртую на двенадцати взять, продакшен, это так уже мародёров, много струй, бараков сколько, давайте посмотрим, бараков семь штук, я вижу здесь не восемь, танки подстраиваются, здесь какие-то контакт идёт с Ютермалами, Ютермал пофокусил тут инфесторов, дроп на мейну, блин, Снута всё поставлено так, но он уже готов к Ютермалу стилю, он просто везде оборону расставляет грамотно и ни на мейне, ни на двенадцати дальше Ютермал продвинуться не может, но вот он идёт в общем-то сейчас по центру, но посмотрите на лимиты, 180 на 180 фактически сейчас, очень странно, что Ютермал просто не возьмёт весь свой лимит, как бы не соединит и не нанесёт просто удар, ведь не так уж много здесь инфесторов, хотя вот сейчас трёх сторон, посмотрите, эффективно получается дроп на мейн, на четвёртый Снут громит роучи реведжеров, на третий громит роучи реведжеров также инфестор уже тут подставляется, хотя нет, Микосу спел кинуть с Снута, Ютермал соединяется в итоге по частью дропа с мейна, выходом через центр и остатками с двенадцати часов, то есть три армии соединились, пожитки от трёх армий соединились в одну и Ютермал их кидают всех здесь улетают вообще, как Артур Менкс поступает, кто скиданул всех и улетел, короче сейчас танк по своей базе стреляет, начнёт в знак протеста ну нет, всё идёт в атаку, 145-142 по лимиту всем юниты пали смертью храбрых и пришли на смену им новые и танков уже шесть штук, а шесть танков вот таким миксом его просто невозможно разобрать без ультралов здесь одни роучи, их мало, лимита уже Ютермала больше роучи все дохлые просто, и похоже очень на 1-1 хотя, да и био тут держится, и 3-3 почти готово да, это 1-1, ребята, абсолютно точно, ГГ ждём третью ну что же ждём инвайта, ребят, ждём инвайта вторая пара, напомню, у нас второй полуфинал у нас Циан который очень неожиданно для многих в чатике писали да, ну партинг, партинг изи, турнир возьмёт все бичи как бы, тут все ни о чём партинг типа завезёт и коэффициент был, между прочим, партинг Циана но Циана там около 5 там, короче, с чем-то, по-моему вот и Циан 3-2 партинга причём не какими-то там в ПВП-то чизками можно, как я люблю очень сильно ПВП там с роба, одна базовую тему ещё что-то, как бы и давно ещё любил ну не только любил, конечно, любил и макро поиграть ну вот, ну нужно и то, и то уметь делать но Циан именно в средней стадии, в нормальном макро таком партинга переигрывал партинг его какими-то чизками побеждал ну одну игру там Фениксами, правда, раз Шакал тоже дал макро развёл всё-таки, когда преимущество гигантское было вот этот Циан как раз таки будет биться Скарлетт вот вопрос во втором полуфинале сможет ли Циан оказать какое-либо сопротивление Скарлетт вообще потому что ПВП это ПВП, а ПВЗ это совершенно другой расклад вот ну, конечно, Циана 377, там тоже коэффициент очень жёсткий в группе Циан играл только с Силки и сыграл с ним 2-1 то есть он как бы одну карту отдал слабенькому Зергу поэтому вопрос как бы тут тоже вот, с Тиранами у Циана проблема это факт с процессами более-менее нормально проиграл, как раз выиграл партингового экспресса похоронил ну так надо думать, что на кого ты ставишь-то на колбасёра партинга патимейки руличный денсер вейперы узкие штаны подвороты ладно, что-то меня понесло, ребят так, 1-1, голосовалку, ребят а что у нас там пока? Юра здесь есть Паша здесь есть там голосовалки, шаблон есть пусть, просите, пусть напилят, не ленятся мне что-то в лом ну сейчас никто не сделает, сам сделаю тогда ну что, ребят привет, телевизор привет, телевизор что значит за пилин и ск 2-1, на ск 2 есть стрим ск 2 привет, телевизор я его даже врубаю вполне легко так, чуть голосовалку никто не пилит, обленились все совсем желтых много наверное спят еще давайте запилим, короче, все расчет 1-1 равный смут голосуйте, кто победит, за красивую игру там и т.д. и т.д. потом посмотрим результаты ой, у тебя телевизор все нормально, ребят опять же, билд в ранний стим больше не мудрит Ютермал ну со Снутом, что мудрить вот первый Ютермал сыграл в халяву третью ЦЦшечку сверх раннюю то есть он фактически вторую, третью почти одновременно ставил там с небольшим разрывом на новом Кетисберге и проиграл, потому что со Снутом в макро играть это ну вот очень тяжело когда ему дашь его микс сделать у него там такой просто невероятный опыт вот сейчас уже игры через роучи реводжеров инфестров, он там свичи знает всех удачу делать и брудов и ультралов там и т.д. вот, а Ветермал био там своим играл в голову если ты играешь халяву на то все технологии играть ну запушить не получилось ну то что поделаешь здесь линги прибежали потери пока нулевые там и там так на Твиче много вопросов смотрю людей на Твиче уже много сейчас стало собираться вот мой основной канал поэтому лучше его сохраняйте ведь не всегда стрим идет на Твиче я кстати думаю что теперь я просто не буду менять и админов на Team Liquid там задалбывать просто когда стрим будет с рестримом идти а на Твиче, т.ч. на Team Liquid всегда твич буду оставлять пусть люди видят как бы и и заходят так, прошу прощения я не закомментировал даже как рипер погиб сейчас пока в чатике посылал там всякие вещи канал свой на GoodGamer так, две инженерки пошло стенка мягко говоря они очень прямая но ничего страшного выйти здесь можно и полетел дроп 7 мариков вперед почему 7 мариков почему одинарный странно как-то получилось но после одинарного еще пойдет и двойной наверное но тогда может третью цешечку побыстрее выйти надо инженер очки готовы можно ограничиться начинать этот дроп еще пока без тимпака но можно забрать что? можно забрать овера раз ну хату уже полным хп конечно а овер тоже с мувом уже здесь ничего нельзя забрать тогда получается сейчас только королевы дроп могут забрать больше здесь ничего произойти не может поэтому уходит после термала отсюда видя снутовских юнитов вот эти овера законтроливают улетает куда ты лезешь то 8 рейнджа ты что творишь то? 8 блин рейндж кто придумал вообще им 8 сделать? ну типа от либераторов чтоб такие карты как как этот как его сумеречные башни не были имбом и с рейнджом либератором чтоб могли королевы там доставать да до них потому что если просто старгейт хотя бы может построить то зерга например вообще ничего не может построить так на твиче нормальное качество как высокое на гудгейме может быть даже чуточку получше но премиум все равно качество гораздо лучше чем на твиче так королева все уничтожает уничтожено кстати пришел ее термал просто подбревает снуту сколько почитаем 5 королев подряд и залетает на мейн а снут без королев не снут это его стиль он сейчас все время играет масс королев ну кстати ну подрезал королев экономика то живая на четверть рабочих больше 59.45 в принципе снут живет маленькие тут бьются с роучами еще продолжают еще пару роучей ютермал подрезал полетел на 5 на мейн грейды а щиты уже есть я думал щитов еще нет пока щиты есть и что-то залетался тут ютермал сейчас просто королева фокуснет если б вот эта подошла вовремя я думаю что медивак погиб куда-то пацана то сбросил бедняга вообще растерзали не повезло что сюда а не вниз прыгнул привет алукарт всем привет ребят один медивак вот в этот раз лечить лечить чинить повез ютермал ну молодец повез чинить видит здесь что дрон поехал или не видит ничего дропнул криптумор практически выбил на одном хп он успел вкопаться это просто чудеса какие-то от криптумора здесь зашел реведжер чуть сам не отдался но ютермал раньше времени улетел и зачем-то опять сюда же дропают что ты делаешь ютермал объясните мне что он делает какую-то фигню делать здесь забегание проходит ютермал пытается дома отбиться здесь пытается еще дропнуться 89 на 136 по лимиту в пользу я считаю что положение ютермала здесь практически ну катастрофическое два раза больше боевого лимита но вот этим стилем снут не выходит на таких стадиях если он прочувствует сейчас выйдет он вообще убить может ютермала но по грейдам провал по грейдам 0-0 снут 1-1 ютермал снут только 1 армор делает ютермала 2-2 заказан то есть если будет 2-2 в 1 армор биться тиран и к этому моменту подкопит био лимит плюс танки для снута может это плохо кончится то есть сейчас у снута все просто великолепно у него больше на 50 лимита 72-57 парабам если хочет макро играть надо эволюшн добавлять один еще вот кстати только я сказал добавляет снут и эволюшн вот нужно грейды делать посильнее если нужно и второй армор там закате атаку здесь приходит 2 газа 3 дрончика пришло минус 3 дрончика а может быть и даже минус 2 новых газа конечно это 2 дрона тоже минус фактически но видит ручьи и снут ой ветерман прости передропаться на хайграунд с хайграунда можно этот газ забрать пострелять точно снут отменяет и спорку заказывает блин какой снут каждого рабочего экономит молодец и ух еще один фаербольщик пошел вернулся в термал 2-1 Снуд заказывает, но Снуд хоть 2-1 и заказывает 2-2 на 0-1 будет сейчас тайминг и Ютермал с этим 2-2 может вообще перевернуть, но с другой стороны у Снуда почти 200 будет ли Ютермал на эти 200 лезть своими 150 лимитов здесь танчик уже прилетел Ютермал блокаду такую сверху делает кстати тоже от корейцев такого редко увидишь чтобы в такой ситуации вот именно танк они привезли, они скорее всего Био будут задрогывать это уже такой европейский больше стиль но все-таки до корейцев до корейских тиранов еще трениться нужно минус королева, но уже неплохо Ютермальчик играет конечно Снуд что-то бегает зад вперед Ютермал его наразводил просто в хлам, делает выход сейчас ко второй базе Снуда, фаербулы пошли танк от фаербулы, уворачивается катит, Био, но стрелять не успевает вы видите, только башни крутят сейчас стрельну, стрельну, но не успевает кату четвертую Ютермал забрал этим необычным дропчиком один танк и чуть-чуть Био Снуд не пытался даже на ХГ забежать там отогнать, заходит на вторую базу Ютермал, 159 на 180 2-2, грейды в 0-1 кстати по грейдам просто просто космическое преимущество Ютермала танк забыли, бедняга минус танк, 157, 179 по лимиту, но все, уже нету космического преимущества, у Ютермала уже 1-1 рейнжовая у Снуда уже второй армор почти готов, но у Ютермала 3-3 делается так, здесь дроп на вторую, королевы с энергией полной практически были не успел затрансфюзиться Снуд сейчас нужно забирать хоть что-нибудь мародеры остались здесь биться, минус мародеры здесь Ютермал крип выбивает дальше идет, танк до сих пор разложен здесь почему-то не увез взял бы он в дохлый медивак, улетел бы домой не стал улетать у нас и в итоге мы имеем что? мы имеем 3-3 базы, Ютермал четвертый уже занимает, планетарочку тут ставит пытается прогнать овера маленьком рейнжа не хватило и дэмэджа ну и Снуд понимает, что ситуация-то у него плохая, нужно что-то делать в этой ситуации пытается агрессивничать, но эта агрессия показушная, она не нацелена на получение тут победы или какого-то преимущества вообще в данной ситуации почему? потому что Снуд делает сейчас Great Aspire, вот он на мэнни пошел и у него уже есть караптеры, их правда 3 штуки всего а вот еще 3 заказано, 3, потому что это смешно бруда, а вот 6 брудлордов уже что-то может сделать вообще попытаться что-то странно их позиции, Снуд берет базу постоянно почему не взять здесь просто вот он сейчас здесь и будет брать медиваки Снуд разбирает, Ютермал отдал не слабый такой кусок бива, я думаю лимит около 20-ки здесь было 2 медивака и практически полные они были и Ютермал, кстати, брудов совсем не ждет у него правда по грейдам будет 3-3 в 2-1 это все равно, что 2-2 в 0-1, да, как бы на 3 грейда больше но, но у Ютермала ни одного нет, ни викинга ничего вообще нет и сейчас нута бруды 6 штук неожиданно вылетит они могут Ютермалу больно сделать вот они морфятся здесь все и как раз Ютермал-то сюда под брудов и идет но правда лимита такое количество, что бруды 0-0, вот я не знаю, против Био 3-3 если Мариком получится дойти до брудов они разорвут их, конечно, но здесь много под брудами юнитов есть и конечно же еще и Микоза достаточно много Ютермал понимает, что надо бежать отсюда и просто убегает, танки снимаются с осады, Био на Мую отступать пытается, сзади пытается нагнать здесь часть от дропа юнитов стояла прикрывают отступление танков здесь мародерчики я не знаю, специально Ютермал отдал нет, ну надо было проатаковать да убежать, наверное зачем он до конца имя дрался, не знаю по 2 викинга плюс 2 старпорта Ютермал строит прямо на своей третьей базе а бруды-то уже прилетели и начинает бомбить, в это время тут забегания от Ютермальчика идут, крип он подбревает и кстати, вот эта база в необычном месте Снута оправдывается вообще вполне то есть Ютермал о ней не знает у него, смотрите, нет никакой информации о ней и она уже добываться начала между прочим Ютермал думает, что Снут тут с 3 баз давит и вот эту пытается занять а нет, у Снута базка есть грамотен в этом плане Снут делается армор воздушный Ютермал атака первая 3-2 грейды Снут делает то есть по грейдам он Ютермала будет догонять то есть со временем Ютермал свое преимущество по грейдам и преимущество в целом начинает терять теперь и по базам 4 в 4 вроде как и пятую Снут сейчас скорее всего здесь займет так что Снут ситуацию очень хорошо выправляет вот здесь фаербольщики пошли еще вот, ну что приятно что Ютермал больше вот буквально недавно буквально недавно Ютермал играл только Био то есть он только Марик прошу прощения здесь помимо этой битвы пытается отменить четвертую одновременно дропчика на мейне здесь правда Био он газ почему-то вообще газ демодженый втянут лингов эти юниты втягивают и даже Марик этот выживает пусть это бомбит здесь Ютермал королева вылезла сразу минус Грейтер Спайер попытаться сбрыть нет не попытаться уже здесь ничего сбрыть здесь пришли Реведжеры и Инфестеры все отбивает здесь Снут от выхода отбил Ютермал с 73-155 Снут по лимиту опять проседает там уже госты по 3 викинга строятся все-таки макро Ютермал хороший да вот я не договорил я буквально недавно Ютермал буквально недавно Ютермал только играл стиль Био просто Марик и Мародеры там Смаз, Бараков все он строил и больше ни хрена не строил а сейчас уже Ютермал очень и очень круто играет макро то есть это говорит о чем что он не деревянный тиран он умеет новому учиться и очень неплохо даже так выход от Ютермала идет Снут пытается биться сверху приходят Реведжеры, Роучи, Бруды прогнали Ютермала, Ютермалы тут сплетанулись гастами по снайпер-шот не получилось викинги отдались на спорках часть викингов в итоге Ютермала захлебнулась атакой и больше нету 170 на 150 в итоге 139 на 144 и лимиты равные вообще практически то есть Снут держится и Ветермал продавить никак не может здесь мы основные Реведжеры пошли королев как обычно уснут у него бывает 30 штук там у него 12 сейчас ну часть, а здесь три стоят интересно они прям с этой хаты и строились наверняка да Снут просто подряд их строил и все чтобы ну посмотрите в итоге хата это автономная фактически да такая автономная область такой некий Калининград Снута я не знаю отрезан от основной территории ну вот он начинает плодить крип и то что между ними сейчас будет просто слито воедино как бы и еще и королева этой обороны в какой-то мере была да этой базы вот Коготь добавляется сейчас вообще-то уже с когтем будут а ну это кстати Коготь ни под каких ни под ультралов Коготь то под брудов идет чтоб брудлинги посильнее грызли еврейская автономная область это у хэпи еврейских автономных областей раньше было много настроить прокси ццшечка убить не может то есть как бы вроде прокси бас миллиард вроде должна быть просто там армада а нихрена не происходит да хотя причем десета как бы да это ж одно название еврейская автономная область это не значит что она кошерная и там хитрая все в ней ну что сразу строится крип как раз дальней базы ну центр отсек теперь можно вообще все респы занимать а здесь танк на восьми киллах который тот был стоит и говорит не надо здесь базы ставить пацаны тут сидели уже я не знаю они уже все там перебрали весь танк я не знаю тормознухи попили может быть даже уже что им там делать было если учитывая да там может вот стояли а ничего не происходило в тылу узерга и главное снуд не собирается убить его этот танк хотя наверно марики когда улетали им стимпака немножечко оставили тут же был еще медивак с маленькими мародерами да дарт пельмень я про то говорил что евреев там не большая часть населения не только про это а так поверь мне например Псковскую область я думаю по этому показателю еще всех опередит как тут все распиливается пилиться как бы мало кто так может ну что и термал тут тоже занял пачки причем это орбиталки везде главное забегание отсюда никаких не идет сейчас никуда пассивная игра началась смотрите просто стояние началось европейское стандартно здесь оверы крип льют а танк стоит себе спокойно что нибудь прибежит сюда не вообще так ну что тут что то я не знаю ну для снуда хотя снуд грейды делает помаленьку кстати ютермал забыл вообще то есть снуд делает уже второй армор на воздух почти готов а а у ютермала только одна атака воздушная тут уже наверно каток можно использовать какие нибудь слизевые ванны там поделать экипажу танка а че еще там делать вот пришел снуд и наконец то минус танк этот произошел в это время ютермал лезет на через свою треть четвертую базу в базе снуд которая максимально близко к ветермаловской находится но потерпел тут фиаско практически отступает дабы не потерять еще много много юнитов но все таки намекоз попал тут ты сюда не ходи туда ходи марик намекоз попадет гг писать будешь как вчера я говорил вот но здесь не только марики здесь есть специалисты они же госты и специалисты как раз таки специализируются на то что подстреливать все это зверьё и посмотрите сколько снайпершотов пошло много снайпершотов просто немерено но часть снайпершотов была сбита часть гостов я вижу штук пять было сейчас просто уничтожено фаерболами юнитами зергов ну тут еще брудов на морфил много и гостов вайперами притягивает офигеть вообще ну госты ценноценные очень юнит 200-100 нифига себе это дороже чем танк гост стоит если что гост стоит я не знаю дороже него только батлкрузеры уже там даже дороже чем баншаун рейвены батлкрузеры круизеры там дороже да снайпершотов было сбито ребята пробивается крип сейчас свитермалом но это смертники естественно они идут просто чтобы выбить крип токотолку выбил крип а здесь королева и сейчас она еще накакает крип потери давайте да просите вы потери посмотрите вот они потери проанализируем немножечко их ну вы видите много всего потеряно рабов у ютермала два всего за игру уснута 30 это тоже не так уж много ну тут королев 33 уснута вот нужно выделить 79 мародер 167 маленьких понятное дело 27 викингов уже ютермал когда-то успел потерять и один из гостов ну по ресурсам на 5000 ютермал больше чем зерк теряет то есть он очень эффективно дерется я вам скажу и здесь одни орбиталки ну вот я не знаю с корейцами такие номера не проходят европейцы иногда вроде похвалил я их но вот как-то вырубилась соображалка ну есть инфа очевидно же что тиран будет брать эти респы сейчас но почему что-то туда не послать просто элементарное забегание лингов может 3 базы убить просто 30 лингов по 10 сюда туда и сюда и все ну и термал просто я не знаю тысячу несколько тысяч ресурсов теряет чтоб хату за 300 отменить конечно же на этой стадии ни в коем случае не надо столько юнитов на отмену хаты посылать потому что у зерга есть ресурсы у него есть другие добывающие базы он просто восстановит а у тирана то кончаются ресурсы на карте не бесконечные ресы вот в чем прикол ну хотя 5000 разница как была так и сохраняется привет мико что там происходит уже так пробивается с порочка донат не знаю он и не знаю в кистье а ну а и и и но Термалу уже, я не знаю, ну посмотрите, я перехвалил ее Термалу, говорю, раньше он играл только в био, ни во что свич не делал, а сейчас делает, но, то есть, Термалу, он следующий шажок сделал просто после игры в био, но нужно еще шаг делать, то есть, если ты во что-то свичишься, на него грейды нужно делать, у Термала одна атака на воду, все, больше ничего нету вообще. У Снута, правда, тоже два армора, только воздушных, больше нет ничего, Термал убил Хайф, на мэне ценнейшее здание, эволюшена нет, ну хотя грейды тоже еще у Снуту нужно делать, ой, снайпершоты с инвизами бруды просто разваливают, Ютермал, бедный Снут вообще всех брудов потерял, кроме одного, провал полный, 150 на 200 по лимиту, увидели это просто звуки эти приятные для тиранов всех, я думаю, они очень приятны, вот, да и мне тоже нравится, как они пиу-пиу делают, еще свого, правда, в воле это все имбовое было, и на мэне не падают, сейчас, и Снут сейчас не сможет брудов строить, почему, потому что у него упал Хайф, а сейчас еще и Грейтер Спайер упадет, то есть, брудов все, не будет больше, Снут вообще, ты что улетел-то, Грейтер Спайер оставил самое главное здание вообще, куда-то полетел в хату вообще, где ничего нет убивать, ну и Термал, блин, ну тормоз-то, блин, куда-то полетел, но все равно у него вся карта, на самом деле, а у Снута тут осталось, он, короче, в Калининград переселился, как в свое время била гвардейцы в Крым, вот, ну скоро, скоро, короче говоря, Ютер Малой отсюда выселит этого товарища, товарища буржуя, 270 по лимиту Ну все, и Термал идет в последний бой, брудлордов нет, только земля, только Микоза, здесь много гастов, есть несколько викингов, да, кидается зеленка, Ютер Малой отсюда, где снайпер-шота-то будет вообще сегодня, нет, вижу снайпер-шота, но потом гасты что-то вообще через Аклик начали драться, Ютер Малой умудряется слиться здесь Снуту, потому что что-то сплетел-сплетел, снайпер-шота не кидал, но тем не менее, такие размены ему в плюсе, такие размены ему в плюсе, Шпиль на Крипе уже, во-первых, во-вторых, очевидно, что он бы жил еще очень-очень долго, и снуд бы мог эскараптеров брудов наморфить, он до сих пор может эскараптеров наморфить брудов, но у него экономика слабейшая сейчас, хотя три новых базы есть, если снуд, кстати, обратно восстановит вот эту базу, к примеру, у него еще есть все шансы, потому что Ютер Мал, это вот здесь кончается, у него вот три базы, вот, у него три новых базы, больше у него нету, кстати, то есть есть варик, к снуду выиграть еще вполне, ресурсов-то у Ютер Мал, а три базы, как у снуда, три базы, и здесь база на территории снуда получается, ну как бы сейчас она уже не совсем снудовская стала, ну что, пытается Ютер Мал давить, снуд здесь все направления отбивает, по лимиту в плюсе же 160 на 150, ребят, что творится, снуд собрался вытащить эту игру, бруды куда летят, королевы, блин, викинг подрезает бруд лорда, не надо снуд терять ни в коем случае, шпиль-то живет, тут все живет, снуд даже на роуч вороне крип восстановил сейчас, вообще царь просто, и еще пниду сюда сделать, 1500, посмотрите, у снуда ресурсов, до хрена вообще, газ добывается везде, здесь кончилось все вообще, здесь тут лейер, нужно лейер бы сделать новый здесь снуду, или здесь, чтобы, или здесь, я не знаю, чтобы хайф из него сделать без Т3 технологии, как он биться-то собирается, здесь прилетают либераторы, которых снуд сразу же забирает, у него троечки, все гриды, представьте, вы видите, как королевы со всеми тройками разбирают юнитов без гридов, здесь 4 танка, не грейшных, ютермал забыл вообще, снуда нет вижена на них сейчас, они могут погибнуть, нужно увезти их, ну ютермал решил, что лучше их отдать, типа сейчас эту базу подрежут, дофига ты тут подрежешь, тем более танками с 0-0, заходят, все, минус 4 танка просто на муве, не самое лучшее, мягко говоря, не самое лучшее применение для танков, здесь осада опять же начинается, бруды вперед идут, брудов не надо только подставлять, бруды подлетают под викингов-то, е-мое, что ты делаешь, что снуд, куда ты попер, сейчас снайпер-шоты пойдут, все-таки пойдет, идет вперед снуд, принимает бой, фаер-пулы, госты успевают снайпер-шотить, но не все, правда, бруды падают, падают роучи, реведжеры, снуд отходят, 2 бруда только выжило, что-то не вижу роучи, реведжеров до заказа, лингов заказывай в конце-то концов, на лингов 3-2 грейды, есть, кстати, на адреналин есть, 3-2 линги, есть адреналин 1700, но где лингов, почему лингов-то снуд не строят, а, у него пула нету, походу, да, у снуда нет пула, блин, вот говорил я, что и термал-то, формаз, но боюсь, что ни один он здесь подтормаживает, да где же пул-то у снуда, неужели, блин, не хочет эти минералы снуд применить, где пул-то есть, а, есть где-то пул, где пул, а, вот он, пул стоит, пул есть, ну, значит, целенаправленно не хочет лингов строить, ну, это, мне кажется, зря. Так, опять у термана с другой стороны заходит. Пошел микоз. Принимает бой снуд, ребята, минус все викинги, масс королевы, био не справляется, 176 на 160, здесь дропчик на, на новый мейн снуда приходит, это уже, ну, новый морозный мейн на карте, мороз я имею ввиду, здесь снуд отдает королев, что-то нужно отступить назад, из-под био, ё-моё, здесь все краснющее, правда, кстати, и снуд даже здесь неплохо дерется, часть юнитов отступает, дроп все-таки отбил, 165-157 по лимиту, все еще держится, ё-моё, потери, 57-54, все еще жесткие, посмотрите по юнитам, 48 королев, 288 маленьких, 146, черт прямой, 42 викинга, дичь какая-то, 16 брудов, 91 роуч, 21 инфестер, 43 ревенджера, 4 вайпера, говорит о том, что снуд больше не хочет вайперов делать, да ему они здесь и не нужны особо. И ютермал-то понимает, что вот эта база будет играть решающую роль, то есть кто вот эту базу законтролит, тот и царит, потому что она последняя вообще остается. Приходит снуд, говорит, не надо тут мою худшую территорию трогать, и минус ццшку моментально делает, здесь у нас контроль как-то идет, так, ютермал пытается лейр убить, он убьет лейр мародеров, много ДПС, но к транс-юзе идут от королев, в это время ютермал тут по центру, снуд пытается поймать, часть юнитов поймал, часть не поймал, уходит снуд, отбивает лейр сейчас, ютермал не смог пробрить, и все, он успеет перегруппироваться и принять вот этот выход тоже. Смотрите, начиналось все с био, и кончается все био в итоге. Так, секундочку. Так, прошу прощения, мама звонила, надо было ответить. Да, ребят, игра 34 минуты уже идет, игра почти 50 минут, ну как бы 34 пока, где-то 50 увидел, я не знаю, а на 24 тоже можно было таскать, почти 50, что, уже половина. Так, ну все, снуда 200, 170 ютермала. Снуд бьется, здесь королева погибла одна, но остальные живут, и все в порядке. Ютермалу не дает просто эту базу занять, смотрите, ютермала кончается, все здесь уже кончается у него. И снуд ставит хату здесь. А шпиль как жил, здоров, был так и живет до сих пор. Вот фокусни-то, а ютеркут писал, ютермалу удобно против брудов играть. Говорить, что ютермалу в такой ситуации он не фокусил спиль, потому что ему комфортно против брудов играть, это все равно, что полагать, что кто первый раз в StarCraft зашел, первый раз в жизни его начал играть, и чтобы он сразу на ГМЛов попадался просто. Что он там поймет, как бы много ли он там поймет, и как быстро он в мамку вспомнит всех вообще. Примерно и здесь то же самое. Так, здесь один медивак выжил, да фиг с ним медиваком, нужно базу дальнюю отбить, нужно успевает ее отменить, и в общем-то сейчас база будет, сейчас битва будет вокруг этой базы происходить. Так, ну что, здесь туда-сюда все бегает. Многовато здесь королев. Уже 140 на 200, и у термала, и у термал уже и не может 200-то отстроить нормально. 3 800 ресурсов уснуто есть. Ну, газа, кстати, у термала много газа, а у снуто много минералов. Им бы какое-нибудь торговое соглашение подписать, но как-то во время войны невыгодно, да? А кому бы выгоднее это было? Я даже не знаю, что случилось? Что у термала случилось? Какой-то темный экран у термала. Может, у него уже в глазах помутнело от того, что такую каточку-то сливает? Ну что, 145-200, ребята. Ну тут уже, похоже, снут перевернул. Но это не конец, это был 5, помните об этом, ребята. Ну это может по морали у термала очень сильно ударить. Ну, а как, блин, что я могу сказать здесь? Было много юнитов, помимо био-термала. И танки были, но нету грейдов. Тут у термала должны были быть все тройки грейды. В такой игре, ребят, помните, делайте все грейды на все. На все абсолютно надо делать грейды. Полуфинал и БО-7? Охренеть, а я не знал, что БО-7, если честно. Ну тогда получается, мы вообще и на гуку из ката из такие игры будут. Успеем ли? Ну не успеем. Так ладно, придем на решающей стадии, ничего страшного. БО-7, приятный сюрприз, чтобы БО-7. Гитлер США нефть закупал, не только там нефть, там и напрямую финансовая поддержка шла от многих компаний и банков и т.д. и т.д. Так, да нет, я думаю, что... Не, есть вероятность, что такие игры еще будут, но не факт, что они будут. Здесь вообще-то Ютермал 160 кое-как отстроил лимит, пытается Снуту не дать занять вот эту новейшую базу. Самая... Вот вроде как бы кажется, игра прикольная получается, крутая, но с другой стороны Ну вот не хватает все-таки уровня. Три просто орбиталки, незащищенные... Вот только здесь планетарка. Незащищенные базы, которые Снут даже не пытался пошатать Ютермалу. Ну у Снута такая позиция, нафига мне его шатать, если я просто в лоб здесь побеждаю, побежду в лоб просто. И по размену, то есть по потерям, смотрите, 69 на... Уфа! Уже на 7к разница. То есть, а что это значит, что Тиран нам почти, ну не на целую базу, но почти на базу, да, потерял больше, как бы, и Снуту, значит, Снут, значит, победит при условии высасывания всех минералов. Вот только на это нужно смотреть. Когда вы играете долгую игру, помните, нельзя просто там 10 зелков разменивать на хату, например, как многие. Почему? Когда минералы кончатся, это все боком выйдет. Из потери у тебя больше, значит, ты дрался менее эффективно, значит, при равнодобытых минералов и газе ты проиграешь. Вот и все. Пользователь маргиналя активировал премиум на ваш канал. Спасибо, маргиналя. О, наконец-то шпиль упал, уснуто. Но у него есть хайф уже, он может новый шпиль запилить. У него есть 5300 на 1100, а у ютермала нет ничего. У ютермала нету 166 минералов здесь осталось, но здесь тысячонки две осталось, может быть, на вот этой базе, плюс здесь чуть-чуть осталось, ну, здесь совсем чуть-чуть осталось, действительно. Ну, и все, ютермал уже готовит последний штурм. Так, ну, даже не тысяч, здесь полторы тысячи осталось, чуть больше, 1700-1800. Как узнать во время игры, кто больше по ресурсам потерял? Если ты умеешь играть, то ты это будешь чувствовать просто, как ты дерешься, конечно же. Ну вот, цифр таких нету. Потому что если ты, если ты не понимаешь, как бы, играя игру, что ты, ну, там, в каких-то моментах проигрываешь, где-то ты проиграл бой, например, и что то, что ты больше потерялся, не понимаешь, что ты просто деревянный, и ты просто жмешь кнопки, как бы, все. Значит, тебе, ну, на самый высший уровень не дано. Так. Кринделька Руби лег, стандартный, заезжает, смотрю. С калькулятором играй. Да не с калькулятором просто, то, ну, если играешь онлайн, сажай кого-нибудь рядом, пусть считает, записывает. Так, тут столько лингов, тут там тролливали. Какому-нибудь надо этого лундеркинда, который в уме просто все сразу будет складывать. Так, 147, 191. Я не знаю, на месте Ютермала я бы уже пытался бы в размены играть, вот по этим направлениям, снутр шатать. У него столько крипа, он моментально сюда переместится просто. Ну, а здесь все, ГГ. Микос по гастам пошел, Микос по био, принимает бой, снут, фаерболы падают, да, много гастов, но без воздуха. Вот сюда, бью термалу еще, с грейдами, там хотя бы две атаки, там 2-1 или там, я не знаю, 3-0 воздух, три атаки. Просто викингов штучек 10-12 можно было попытаться сейчас победить, но в этой ситуации с одним био, без викингов, без всего не победить. Все, ресурсы кончаются, последние. Пытаются на снайпер-шотах здесь вытащить у термал, но, блин, не вытащить ему уже на снайпер-шотах. Поснайперил морфившихся брудов, но там еще бруды есть, 4 штучки, их не снайпернуть, энергии не хватило. ГГ, ребята, снуд побеждает. Иди к казино. Как переключаться между минеральной зоной и базой в начале игры? Не понимаю смысл вопроса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Главные ошибки у термала вы видели все ошибки в игре? Например, одна из ошибочек маленьких, казалось бы, которая переросла в гигантскую, недобитый Грейтерш Спайер. В итоге снуд отсиделся, там брудов построил, с него все как бы. Не делал грейдов на технику, на викингов, на все. Вот это ключевая, ну вот, ключевая, конечно, тема, ну вот, если ты свитч делаешь, делай грейды, там, если будет все грейженое, в какой-то момент, Ютермал вообще, в общем-то, на самом деле, мог бы свитч полный сделать, проще, как бы, уже минимум био, только госты, как бы, в основном воздух, викинги, либераторы, я не знаю, бандши с скоростью, даже батлкруй же мог выйти. Викинги. Так, ну что, хоста пока нету, значит сейчас будет создан. Игра более 30 минут шла. 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 Горячая клавица на паузу, если пауз-брейк он сверху. Над пейджап, где принтскрин, где намлок рядом. Она работает во втором Старкрафте. Параллель идет европейская лига. Что еще за европейская лига? Что еще за европейская лига? А по поводу того, что батлы используют ираны Disney Blizzard, что должен сделать? Дестераны должны их начать использовать. Ну все, пошел ванвайт. Игра более 30 минут шла. 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 Так, все, наконец-то зашел. Игра более 30 минут шла. Так, не знаю, кто там почему редко появляется. Людей у нас много, достаточно 1300 человек на всех плеерах вместе. Спасибо всем за внимание, ждем продолжения. Честно говоря, я думаю, что батлкрузерам, может быть, нужно сделать дэмэдж, как в первом Старкрафте, просто не вот этот пулемет экстремный, как бы. Там они посильнее были, то есть у них был зазалп дэмэдж большой. Ну-то они могут быть против других юнитов, каких-нибудь имбовыми, там я не знаю. Нет, ребята, привет всем. Это они еще далеко не финал. Это первый полуфинал. Снуд против Ютермала. Вот только что была гигантская просто игра, очень длинная. И Снуд ее вытащил чудом просто. После Снуда будет Сан Скарлетт, а потом Победитель с Победителем. Так, я думаю, что все оправдано на твиче, ты меня спрашиваешь. 8 ультралом арморы оправданы, адреналин лингом тем более оправдан. Они раньше на поздней стадии вообще как бы не котировались. Да и сейчас как бы, в отличие от первого Старкрафта, например. Ну а ультрала, я считаю, абсолютно верно. Повышение армора. Почему? Потому что в Ходсе ультралы были вообще полное говно, я извиняюсь. Полное говно. То есть там даже контролить не надо было. Стоит 20-30 мародеров, стимпак нажал, об них 10 ультралов просто разбились. А в Старкрафте написано было вот в этих советах для нубтов, что типа ультралиск-то контрит оказывается мародеру раньше. Сейчас всё не так просто и думаю, что верно всё. Просто тиранам? Блондицы, привет. Да, Скалец следующий будет играть в полуфинал. Но ещё здесь пока 2-1 только счёт, або 7 до 4 побед. То бишь... Так, что-то ещё я хотел сказать. Просто... А, просто тираны, просто тираны как бы, они по-прежнему многие чисто био пытаются только убить и всё. Там, Марика мародёров построил, медиваки, ты нажал и давай туда-сюда мышкой тыкать, как бы типа покачу сейчас я. Не покатишь ты уже теперь. Нужно строить либераторов. Делать им рейндж, между прочим. Нужно строить, я не знаю, там гастов, юниты, другие там, гриды, я не знаю. Много ещё и не применяется сейчас вообще в принципе. 2-1, поехали, ГЛХФ. Может что-то просто нужно ещё делать? Конечно, конечно, многое в Старкрафте, да, там менять, чтобы все действительно юниты применялись, да, там как бы и... Вообще, ну, что, просто воздух применяется иногда. То есть, на самом деле, тоже вот сейчас лейд только зерговский, фактически зергами применяется. В него выйти попроще и так, ну, и как-то так вот. А у Протса только темпистов в основном строят, карьеры там в ПВП мы видим, только редко иногда в ПВТ по началу строили там. Батлов мы у тиранов не видим особо. Лорден Кинг пишет, что у зергов есть грибы. Блин, а у тиранов стимпак. И чё? Тираны скажут просто, кто лучше затусуется. По странам это хорошо, что можно сортировать. Давайте смотреть продолжение, ребятки. Ну, что? Через... Не, через... А, нет, погодите. Через Випера играет Ютермал. Я что-то отвлёкся с вами, общаюсь, чатик читаю, а игра-то уже идёт вовсю. Уже две минуты с лишним она идёт. Снут, семнадцатая хата, газ пул стандартный. А, нет, погодите, какая семнадцатая хата? У Снута пул первый был здесь вообще заказан. Он через пул первый играет, и два линга вообще забегание делают сейчас. Ютермал прилетит, увидит, что хата понял, что только-только готова. Должен понять, крипа мало здесь слишком. Опытный игрок, нормальный игрок, он такие моменты должен понимать. Два линга делают забегание. Здесь есть Марик, во-первых, у которых ЦС-шика уже практически достроилась. То есть это забегание ни к чему не приведёт. Скорее всего. Ну, Марика сгрызёт здесь. Ну да, Марика сгрыз и КСМ-ку. Но это абсолютное окупание лингов. Просто двух, даже одну КСМ-ку выгодно сгрызть. А с Мариком так и вообще. И подавно. Здесь Риппер пытается дрона отменить на третий. Дрон заказывается, становится споркой. Огибают линги. Красавчик. Снут Риппера принял. Здесь линги тоже живые. Но Гелёна два выезжает. Братана своего потерял. Линк и убегает. Ну, кстати, посмотрите. У которого два убийства. Он и Марика, и КСМ-ку. Вообще проворный парень. По праву выжил, да? Тот Чеплыш, который последний укус не сделал, тот и погиб. А этот убежал. Опытный пёс. Матёрый. Собака. Ушёл. Так, ну что, продолжают нут рабочих строить. Давайте будем следить за этим лингом. Сколько он в этой игре проживёт. Интересно, бывает ли нут. Ну, навряд ли как в предыдущей игре бывает линг, который от начала до конца может дожить, участвуя в боях. Ну, чудеса ведь случаются. Бывает. Так, третья хатка достраивается. Вот здесь какой-то выход. А, четыре гелика едут вперёд. Можно было какие-нибудь пометочки оставлять, знаете, чтобы он цветом другим был бы, например. Так, смотрите-ка, всех пожгло, а этот живёт. Половину, точнее, пожгло. Привет, Кингалвес. Привет всем ребят. Банша прилетела. Снут рядом с ней находится. Баншу сконтролил. Где братан-то этот с двумя убийствами? Потерял его, всё. Ладно, сейчас посмотрим, кто останется. Здесь из этих лингов. Давайте всех проверим. Нет, это вот. А вот он, смотрите, жив-здоров. Ну, какой, а? Явно он двух гелионов здесь не сгрыз, этот новый линг. Явно это тот. Я думаю, что больше ни у кого двух нет убийств. И вперёд попёр. Так, ну а что, я вас всех приветствую, ребята. Спасибо за внимание. Помните, что поддерживать неплохо мой канал. Танк поставил точку. Каким образом? Отключать от блоки по возможности. Подписываться на премиум на ггплеере. Качество великолепное. Стримы из игры идут прямо по этому. Вообще замечательно. Ну и реквизиты в описании есть. Напрямую, либо через клеер. Гг. Банша улетает. В итоге по потерям что у нас? Ну, снуд больше потерял. 10 ронов он в этой игре потерял уже. Ну, парабам 63-51. Стром он в плюсе. Здесь третий цешечка у термала на золото летит. Грейды у термала лучше. В этот раз он с либераторами, кстати, играет. С двумя. Прям сразу. Так. Один газ почему-то уснут. Только на третий добывается. У него и так, кстати, газа с перебором. Вот муталиски пошли уже уснута. Пять первых. Второй армор. Второй эволюшн сейчас. Так. Шпиль. Крип есть. По левой части много. Сюда вот в центр надо больше. Сколько муталисков будет уснуто? Три есть. Шесть троиц. Ну, девять будет муталисков в ближайшее время. Здесь у нас что? Здесь у нас что-то марика кто-то побил немножко. Обнаруживает снуд двойной дроп. Но термал внимателен и муталисками сбить так просто не собьешь все это дело. Милишный стиль с муталисками от снуда. То есть это мута, линги, бейлинги и свитч быстрые ультру, я так понимаю. Но. А есть бейлинг мусы? А, есть уже мут бейлинг мусы. Я даже не заметил как он делался. Так. Влетел снуд на мэндис. Выход от ютермала идет. Выход очень даже не слабый такой. С 38-34 по лимиту. 2-2 грейды делаются. Снуд, кажется, спалил выход этот и пошел отбиваться. Хотя у него ничего здесь нет. Он не мог спалить. Он просто почему-то полетел в этом направлении сейчас. Ютермал заходит. Начинает крип подрезать. Ну, кстати, вот здесь вот позицию можно хорошую занять. Посмотрите-ка узкий проход здесь вообще. Либераторы раскладываются. Плюс камни здесь. Пробиваемые. Снуд пытается в тыл забежать. Ютермал назад уступает. Либераторами встречает мут. Вот если бы эти две вперед не летели, а под стэку бы Либераторами залпы делал, еще бы и био рядом было. Вообще, можно было бы больно Снуду сделать. Снуд идет вперед. Ютермал бой принимает. Так, здесь минка делает залп. Миска Беллингов подрезает. Здесь сплит пошел от Ютермала. Сплит вроде как неплохой. Сзади часть био заходит. Но вот здесь вот маловато. Группа как бы в итоге Снуд ее разбирает. Просто муталисками всеми юнитами. Ну, а подходит новая био сзади. Минки делают залпы. Ютермал, в принципе, неплохо. Относительно здесь разменялся. Подрался относительно неплохо. То есть по лимиту он сохранил до сих пор преимущество. А самое главное, по-боевому у него оно остается. Причем на 20 он стабильно лимит впереди. И даже чуть больше. И 2-2 грейды на подходе. То есть 10 секунд. 2-2. 10 до атаки. 15 до армора. И все будет замечательно. Так, опять прессинг со стороны Ютермальчика идет. Ну, Снуд здесь готов. Здесь небольшая группа юнитов. Вообще не знаю, что Ютермал здесь задержался так надолго. Так, Минка неплохой залп сделал здесь. Прогрызает Снуд. Все там дальше. Еще одна Минка есть. Не знаю, видел Снуд или нет. Да, заметил Линга. Одного увел Минку. Минку залп выманил сейчас и убивает ее. А Ютермал выходит сейчас по центру. Сейчас максимально близко. А вот она на расстоянии. Прямая линия к этой базе получается даже. Идет назад немножко. Минки делают залп. Но Линки по крипу вперед отбегают. Так что Минки с флешем и тираном своим же юнитом наносят в общем-то дэмэдж. Пользователь в Путин активировал премиум на ваш канал. Еще один залп пошел. 103-74 по лимиту. Здесь у нас, в общем-то, закупочка делается. Минкам скоро будет готово. Но, мне кажется, Ютермал затянул этот прессинг. Он просто не ждет ультралисков сейчас. А здесь через 4 секунды уже уникальный армор на ультру будет готов. Здесь вот был очень неплохой сплит. Мародеры подставились и в итоге никто практически не погиб. Залп по мутке Минка делает. Здесь ультралы просто... Ну, как бы часть муты сразу выживает. Здесь ультрал неплохо решает. Минки еще раз наламываются. Минки неплохо сминают здесь. 5 минок осталось. Вот здесь вот Снуту бы под это минное... Точнее Ютермалу как-нибудь под это минное поле бы вернуться назад бы. Но не вернуться просто. Здесь и медиваки под ударом вообще. Все здесь под ударом. 137-147 возвращается. Снут назад. Оверсиров я не наблюдающий. В принципе, сейчас мута пролетит. Здесь по минам просто. Ультрал проходит. Ультрал получает залпы просто. Ультрал чуть не погиб. Посмотрите, столько мин здесь. Все, 5 минок потеряно. Но много дэмэджа они нанесли, конечно. Ничего не скажешь. Но опять же, вот Ютермал только сейчас. Либераторов начинает строить. И ситуация по грейдам вообще очень и очень хорошая для Снута. У него уже 3-2 есть милишные. То есть, 8 брони у ультралисков. А маленькие только с двумя атаками. А с двумя атаками у них 8 дэмэджа. То есть, 0 остается. Даже получается, не каждый выстрел они дэмэдж наносят. Или как сейчас во втором Старкрафте? Наверное, стабильно единичку они наносят. Получается, в принципе, не важно до сколько атаки. Это, кстати, хороший вопрос. Раньше, мне кажется, в первом Старкрафте когда Армура была равна с атакой, то там не каждый удар наносился дэмэдж. Ну да, возможно 0-5 в виде того, что через удар как бы дэмэдж наносится. Скорее всего. Ну что, все-таки наконец-то пробрил Ютермал эту хату каким-то чудом вообще. Ну что это ему дают? Ничего особо не дают. Либераторов надо увезти. Их 4 муталиска шатают. Что за смех вообще? Здесь еще 2 либератора есть. 129, 157. Снут уже вперед идет. У Ютермала вообще нифига нет. Только бункер здесь. Ультралы приходят. Минки залпы делают здесь. Да не туда-то разложил либератор. Такой он разухла, а то разложился-то я не понимаю. Так, здесь еще один либератор живой. Мил новая новая ходит. По лимиту-то, кстати, у Ютермала есть лимит. Но Снут очень жестко прессует. Но Ютермал чудом здесь каким-то отбивается даже. Сейчас отгоняет Снута. Снут ждет прирост. Здесь какой-то дроп полетел. А, одна минка. Это, наверное, вот куда? На четвертую. Я не знаю, куда она полетела. И зачем Ютермалу там одна минка нужна. Сейчас 3-3 доделается. Полегче Ютермалу станет. Но по лимиту как Снута больше. 169-128 по лимиту. Ой, минка с закопочкой прям моментально окопалась. Но по оверсиру самая цель вообще, по которой не нужно было стрелять здесь. Здесь планетарка. Здесь линги ничего не сделают. Это очевидный момент, да. Хотя с адреналином с 3-3 они дэмэджа нормально наносят. Ой-ой-ой, как тут пробежали линги не очень. Удачи 191-136. Ютермал все куда-то лететь пытается. Куан там все лететь пытается, я не знаю. Снут идет вперед. Ну, у Снута одни ультралы практически. Хотя не уже караптеров. Сколько здесь? Четыре? Ну, четыре не так уж много. В принципе, если био будет прикрывать, можно и нормально подраться. Либераторы раскладывают. Сейчас пытаются с караптерами вывезть Снуты Либератора. Не получается у него это сделать. Здесь еще разложились Либерти. Ё-моё, посмотрите, минка. 22 линга. Это вот с одного удара было сейчас убито. Сверху удачный залп. Забегание одновременно идет на четвертую базу. Здесь один Либератор есть. Этого явно мало. Нужно штучки 3, чтобы там разложены были. А лучше вообще все пришли ультралиски будут. Без ультралышки Снут наламываются. Так, Либератор раскладывается. Да, без ультралов. И Планетарка объясняет лингам, что без ультралов они вообще никто. Линги отступают назад. Здесь два Бэйна пытаются зайти. Бэйн и минус. Так, неужели Ютермал не видел, что здесь еще масс юнита вообще у Снута? Сколько Либераторов? Либераторов 8 штук и 3 строят. Сейчас их вообще масс будет. Просто Рэндж бы еще делал бы. Снут был бы молодцом. Так, уходят КСНки. Понимают Ютермал, что здесь уже ничего не сделать. Либераторов хоть разложить для приличия. Либератора не раскладывают. Сейчас контратака пойдет, значит, тогда. А здесь уже масс масс Караптора есть. Минки копаются. Линги забегают. Далпы просто жесткие. Линги все в фарш. Но Либераторы под ударом Карапторов. Био без медиваков. Сзади подходят ультралы. В итоге Ютермалу нужно было обороняться. Это очевидно. Да, это 3-1. Здесь справа какой-то дробчик. Но он уже ничего не изменит. Трансьюз. Даже королеву не убить. Да. Нужно вот эту хату было Ютермалу спасать свою. Если бы он ее спас, был бы шанс. Ведь 8 карапторов у него было. Ой, этих Либераторов. Плюс 3 строились. Было бы 11. Уталом этим всем вперед делом пойти. Но к такому количеству уже не раз говорилось о том, что нужно и рейндж делать. Раскладочки. Гага пишет Ютермал. Ну, на плюс морали после той игры взятой долгой. Ждем инвайт. Сразу пошел инвайт. Не тянут время. Да и правильно чуть тянуть. Гага пишет Ютермалу. Гага пишет Ютермал. Гага пишет Ютермал. Не тянут время. ено. Угагаю. Так, опять кто-то там не жмёт. Так, 30 рублей на Яндекс от кого-то приходит, никто не написано от кого, не добавить поддерживающие. Пуми, привет, у тебя жара за окном? Нет, у меня за окном прохлада. Сегодня 18 максимум у нас. Короче, даже прохладненько мне как-то. Я вам так скажу. Так, ребят, ну будем надеяться на Ютермала. Почему? Потому что, конечно, я бы хотел больше, чтоб он выиграл, ведь там Скарлет с Цианом, а я сомневаюсь, что у Циана какие-то шансы там вообще есть, как бы, против Скарлет, да. И мы можем ЗВЗ в финале получить, что, конечно, не очень хорошо будет. С другой стороны, побыстрее, может быть, как-то будет. Такие перепады у меня нет, никаких перепадов температуры. Вчера 25 было, сегодня 18. Осенние дожди какие-то начались. Вчера не было уже, все, осенняя погода начинается такая. У нас тут на Северо-Заходе. Издей в Рудвару. играть. Скорее, нет, чем, да. Ну что, ребят, камни прогрызаются. Надеюсь, на второй базе. Короче, четвёртая, не, пятая игра у нас получается. Если у Термал проигрывает, то это всё. До санкарта у нас. Опять же, бил через ранний Steam. Так, туда-сюда летает рипер. Ничего не уничтожил, пока Ютермал. Он хоть по лингу пострелял, я не знаю. Ну, Снуд доконтролил. Гранату чуть не кидают. Всё, минус рипер в итоге. Чё-то непонятное Ютермал здесь сделал. Чё вот он здесь летал вообще? Ну, Ютермала вырубилась. Голова проиграл ту длинную игру и теперь поплыл, чё-то. Снуд ставит золото. Лейер почти готов. Ну, короче, 31-46. Про вам не знаю, как-то не очень хорошо. Не очень хороший старт для Ютермала. Рипер ничего не убил, даже одну собаку паршивую не подрезал. Отдался. Сейчас, да, будут медиваки, будут дроп. Ну, куда тут дропаться-то? Тут пешком он сюда до золота может дойти, отменить. Либо прямо вот отсюда, наискосок, на мейнсаде здесь дропаться-то, да, мгновенно можно практически. Так, вылетел Ютермал вперёд. Почему-то Марика всего 12 штук, правда, летит. Не пойму, почему так мало-то. Всё дропается. Ачивка у Садона есть, у Ютермала, да? Есть, походу. Не стал убивать. Ладно, шутки шутками. Будет второй дроп-то у нас. Не, медивак не строится второй. В это время Ютермал заходит на КГС, ну, подводит тех лингов просто и всё. Ну, так неплохо тут Ютермал мариками подконтролил. Даже трёх рабов убил сейчас. Пытается подрезать королев. Ну, за это пытается подрезать Ютермал медивак. Да уведи ты красный этот медивак, ё-моё. Ну, куда же ты его вперёд-то ведёшь? Зачем его давать-то? Ну, тем не менее, смотрите, что Ютермал здесь натворил. 66-62, парабам уже ровно, как бы до заказа не было. Дроп за минеральную линию, золото добываться не будет. После не очень хорошего применения рипера, великолепное применение первого дропа. Вот если бы там мариков было не 12, а 14, 15 или 16 полный медивак, я думаю, Ютермал вообще бы убить бы мог бы его. Снутая имею в виду. Так, марики с королевами дерутся здесь. Ютермал подконтролил, отогнал. Что там ещё медиваки? Медиваки строятся, 1-1 делается. Третья ЦЦ-шка есть. Нет, третья ЦЦ-шки, это двухбазовый прессинг будет со стороны Ютермала сейчас. Хорошо, Лингов тут наподрезал Ютермал к Снуту. И улетает абсолютно спокойно. Ну, а в это время выход собирается. Ну, танк нужно заранее разложить. Я не понимаю, зачем его вести вот так вот именно. Причём Ютермал так сейчас верит в свой тайминг, так он понимает, что всё замечательно, что даже не делает реакторы на новых бараках. То есть он просто Мариков оттуда строит, из трёх новейших бараков. Так, скан пошёл дальше. А почему ближе-то не кинул? Криптумор в тылу будет сейчас. Криптумор. Нужно просканить назад Ютермал. Не знаю, понимает это или нет. Ну, у него есть, кстати, энергия. Нет, сканы все вперёд. Зачем ты вперёд тасканешь? Так, Марики заходят в золото уже. Танк подлетает ещё ближе. Только одни муталецки фактически у Снута, которые не могут с Мариками вообще драться в таких количествах. Ещё куча Мариков подходит сейчас. Ютермал просто разбирает план. Кажется, это 2-3 сейчас. Ютермал отыгрывает игру, по-моему, одну. Я думаю, что Снуту здесь уже ничего не сделать. Против Ютермала. Марики подрезают спорки. Марики подрезают всё. Танк полетел выше сейчас. Уже на мэйне танк этот оказывается. Может, с рабочими? Да, с рабочими Снут последний бой принимает. Либератор живой. Да куда ты бьёшь, что у Версира? Надо бить Снут Алиска. Снут Алиска бить не получается. 78-65. Снут еле-еле, но здесь держал атаку эту. Но прирост сюда подходит. Плюс, так, Либератор живой. Всё в порядке. Либератор бомбит очень неплохо. Либертор лезет слишком сильно. Двух дохлых муталисков отфокусил. Вот надо и Реведжера было фокуснуть, наверное. Так, треть сэшка заказана. Ресурсов подкопилось. 1-1 грейды есть. Да, 1-1 есть. Нужно продолжать грейды делать. Снут пришёл. Ну, тут бункер есть. Всё в порядке. Ну, на золоте хоть добычу установил. На мэне вообще рабочих нету. Так, ну, муткой ничего не сделаетесь. Какие-то дробочки пошли. Снут, кстати, смотрите-ка. Боевого лимита отмасил даже больше, чем Ютермала сейчас. Ютермал наконец-то заказывает второй армор. Сообразил, что надо заказать. Снут пытается дроб поймать. Кстати, поймает. Сейчас Ютермал как-то не туда улетел вообще. Разгрузился. Пытается улететь. Есть бусты на медивайке. Есть же бусты. Всё, надо сваливать. Что и делает Ютермал. Ну, может, одного муталиска подрежет. Ну, хорошо. Снут дроб поймал. Вот, что полный дроб убил. Кто такой Андрей Невсковец? Сейчас какой-то целью интересуешься. Так. Ну, здесь хоть королеву убил до пару лингов. У нас Ютермал продолжает. Да, видишь, золото занимает. Ой-ой-ой, провал от Ютермала начинается. Не могло всё быть настолько хорошо, чтобы не было провала просто какого-нибудь где-нибудь. Дроб поймал. Короче, начались дропы по всем направлениям. каким-то чудом. Я просто не понимаю, как это произошло. Но уснуто столько же лимита, сколько у Ютермала. Причём у Ютермала больше рабов. 60 на 40. То есть на 20 лимита почти. Не, на 10 сейчас уснуто больше боевого лимита. Короче, нужно предельно аккуратно выдержать Ютермал. Если он отдаётся, он проиграть вообще может. Ну что, Ютермал выдвигается вперёд. Первыми принимают бой мариков. Несколько штучек из дропа. Авангард такой. А сзади подтягивается основная армия. 4 танка плюс ещё один. Плюс много-много био. Танки как-то криво здесь сидят. Пройти мариком тяжело в итоге. Видите, лаги небольшие пошли сейчас. Но, надеюсь, они кончатся очень быстро. Мехоза нет. У Ютерма... Уснуто, простите. Это самое главное, что здесь нечем развалить. Просто хлам всех вот этих мариков. Танки просто невероятно. Лингов изничтожают сейчас жёстко. Марики тоже выживают. Большая часть. Подрыв отзоров приходит Ютермал. И всё-таки это 2-3. Ютермал побеждает сейчас, ребята. Есть шанс на камбэк. Молодец, Ютермал. Так, ну что, все в игре. Продолжение следует... ну что ждем продолжение зрителей 4 4 с лишним тысячи было один раз на гг плеере 400 не на g4 было ровно и плюс там человек 200 на твиче максимально к хэппи что-то играл не помню что ну-ка хэппи на самом деле играл и успешно что-то зрителей всегда раза в полтора больше было той иногда и в 2 если сейчас был не у термала хэппи здесь наверно трешечка то было бы я думаю я не знаю что там хэппи история не история я выскал бы это закрытый лист просто закрытая страница уже перевернутая ну что 3 2 ребятки галактический процесс у нас следующая карта хорошие книги или нет это уже не мне решать ну что либо камбэк от пью термала 33 решающая либо снуд проходит финал здесь и сейчас но с камбэк то у нас это и следующая игра будет очень долго у нас это первое бусин идет конечно прям два часа сначала турниру уже сколько время прочь до 4 мы уже больше двух часов уже гуф войска через 40 минут начнется ему ищет на гуф войска вообще могу не успеть просто-напросто в этот раз уснута опять же кстати пул первый пул газ уснута здесь опять же реперс репера будет сму встречать предыдущую игру предыдущую игру и термала выиграл по когда играл по такому билду только что она была сейчас посмотрим что здесь будет рево честно секунду зайду кое-куда проверил нефиган это еще 170 человек прям это уже не слабо 1250 1400 с лишним человек ребят почти был таракан освощи сложности ну неплохо зовите всех сюда турнир то в принципе очень даже неплохой жаль нету не было здесь никого на этой стадии здорово репчик клаудиус всем привет ну еще порядочная думаю на сал смотреть хотя скарлет против циана может быть противоположность пусту вот этой игре как бы я практически уверен что такого долгого полуфинала там не будет насчет финала вообще сложно сказать он может быть и завозе с высокой вероятностью смут здесь проходит смут здесь проходит завозе там 90 процентов будет финале что но я не знаю сан скалит что одолеет я не верю честно говоря вот но еще здесь не вечер пока пользователь колен сант активировал премиум на ваш канал спасибо колен сант спасибо всем ребят за премию за поддержку сегодня приемчиков уже шесть человек ну что же премиума не так активно последнее время но я думаю осенью зимой будет ситуация меняться к лучшему хотя посмотрим что осенью зимой будет честно говоря вот предыдущие пару лет я помню по крайне прошлый год летом как-то мертвенько было что по людям как бы что по стримам по турнирам да как бы что по всему вот там по финансам вот в этот раз ну хотя сейчас в игры больше начали пускать плюс китайцы начали турниров много делать как раз они с ними все нормально да вот гуфу искать и разрешают тримить но наших что-то мало тащить теперь но будем надеяться что будешь утащить браток ведь играет тренинса много кто сейчас играет молодых много команд правда нету он будем надеяться что осенью движуха будет нормально ну а как еще осенью ведь осенью все самое основное близко на финальные дрим хаки наверно будут финальные хотя вот сейчас я даже не знаю посмотрите раньше получается что раньше был были кстати кто-нибудь по-любому шарит раньше ведь были вот эти м и пятидесятитысячные дрим хаки а потом финальные ему финальный дрим хак а теперь ведь помимо финальных иемов дрим хаков есть дрим хаки и мы которые вместо в цс сезонов просто их организует либо дрим хак либо им 2 пользователи димитар активировал премиум на ваш канал 1 и м финал неинтересный вопрос просто будет ли в этом году финальные крас дрим хаки и мы наверняка же будут и как раз все это обычно происходит осенью как бы в районе там октябрь-ноябрь плюс близкон там еще как-то так спасибо всем за премиум неожиданно еще завезли а вообще 480 это уже 8 человек попытался дропнуться ветерман ничего не получилось ну пытаясь какой-то контур забегание сделать ну смотрите вот сейчас какая ситуация сейчас ситуация очень похожа на игру которую термал отдал вот эту гигантскую по времени которая была чем она похожа по грейдам сейчас будет ситуация что скорее всего 2 2 будет в один армор ну если термал правда по готовности арморе сразу 2 2 закажет так отступает мариков не теряет но ничего не убивает своим карасом еще двойной дроп полетел не будет только дримхак мария ну вот он это и есть я имею ввиду что вот не совмещенные с вкс будет ли финала отдельные какие-нибудь других турнирах на эти-то турниры деньги близарда дают на вкс и совмещенные дримхаком и я так понимаю и и его этим и селом а раньше то вот на них они сами как бы организовывали ладно посмотрим турниров много нас а турниров на самом деле много печально другое то что никто из снг как бы не то что не тащит а даже как бы и не участвует то практически нигде будем надеяться ситуация это меняться хоть как-то будет все уж давно и на это надеюсь но без команд ничего не поменяется никто сейчас за свои деньги не поедет в европу и так далее тем более если раньше можно было это более менее делать то сейчас новыми курсами валют это вообще практически не ну нереальная тема так залетая тройной дроп на мэн сейчас к снуту 10 порка и 3 королева минус полный медивак практически ну че нет часть мариков все таки дропнулась но нужно ли ее термалу настолько агрессивно действует вопрос просто хороший еще один дропчик прилетает темпаче ты ее термал 3 дрона погибает вас здесь что-то очень долго жили хотя можно было попытаться их разобрать здесь полный медивак улетает тут пытается и термал пытается сныкаться чтобы медиваки не подрезу снут в это время забегая на вторую базу проходит очень так неплохое но 4 рабочих сегодня 10 термал сбрил не более того это явно не это мягко говоря не много явно немного в этот раз я термал завтыкал вместо 2 2 заказывать только 2 атаку суту уже армор делает ну правда 0 1 на а 2 1 в принципе тоже неплохо я скажу но лучше бы гораздо было с 2 2 вот второй армор заметил ее термал и заказал 10 плюс барак много пошло 12 часов отменяет естественно отменит уводит дрон и ветерман забирает все марико подожди подождал молодец здесь тоже все за контроль улетел здесь один единственный медивак висит знаете мертвая зона восемь бренша у королев они четвером здесь стоят как бы и ну не может улететь ветерман и как сейчас если был внимательный можно попытаться прорваться было бы но королевы быстро назад вернулись а в это время опять на второй базе забегать пользователь кладиус активировал премиум на ваш канал пробралась сегодня 10 человек уже на премиум подписались больше чем вся поддержка взятая реклама спасибо всем ребят смотрите на здоровье стримов много и много стримов будет и из игры ближайшее время тоже скорее всего но из самого наверно топового ребят да не из самого а сто процентов и не наверно точнее а сто процентов из самого топового двенадцатого четырнадцатого сентября это дрим как дрим как монреаль этого c с третий сезон финал там наших к сожалению нету были близки там стрэндж проходу но не прошел два и там вообще как-то провально отыграл те отборочные вот ой-ой полный медивак сейчас накрыл фаерболом с тут очень неприятно в это время ю термал пришел уже под вторую базу если позицию здесь займет будет просто великолепно крипа здесь нет ничего нету танки приезжают сиджится танки заходит ю термал ну тут уже микоз есть здесь уже много инфесторов достаточно таки танки нужно подвозить вот сюда чтобы они позицию хорошую заняли я так думаю стараться ну будет с двух сторон наламывать такое ощущение сейчас складывается здесь двух сторон ю термал дерется био прикрывает но правда танки без прикрытия остаются сверху то развалят а танки то кто защищать будет увозит ю термал 4 штуки и танков сейчас назад био живет 155 168 битва очень удачная для термала это 100 процент расклад два армора в 2-2 опять же ситуация а что эти два армора ручим атака нужна у них за атаку 2 дэмэджа дается армор что этот смешной дает ничего не дает вообще так минус минус инфеста терна инфестора выкинули инфестерна сейчас продолжается битва танки дэмэдж наносит великолепно просто реводжеров громит ю термал не знаю фокусит он там что-нибудь или танки сами стреляют скорее всего не фокусит не вижу я особо фокуса здесь никакого 3 инфестора под ударом нужно инфесторов не отпускать какие там роучи инфесторов не отпускать инфестора ушли 157 140 кажется 3-3 сейчас будет и кажется будет решающая игра комбечит ю термал ультралом только-только армор заказан сейчас даже если сейчас он вы хоть один ультралец он будет мягонький его просто развалят биохлам но ультралов я продакшне даже и не вижу и термал пошел дожимать под прикрытием четырех танков которые снизу просто выдают гигантский дэмэдж залпы идут просто жесточайшие как раз нут постоянно бегает под этими залпами королевы под ударом все к ударам лингов добавляют линги абсолютно верно против танков решают если танками не фокусить вручную линги то будет сплэш по своим юнитам по юнитам по чужим то точнее танков давать но это минус нут ребятки это 33 это решающая игра вот эта интрига вот эта дичь вот оно как августа до 12 14 я и не говорил что сентября если я сказал что сентября то это я неправильно сказал главе я правду думал сказал сентября возможно что сентября это не таванражина так что сентября работа дело до вот этой кито и не было так разов на москву надвигается со шквалистым ветром пишут ну держитесь там москве ну что ребят последнее решающее редко редко последнее время такие матчи я вижу чтобы так вот ну в корее иногда было до такой близки игру но такой принципиальной борьбы европейских игроков давно не видел обычно как бы либо либо 0 там 41 отлетает либо 14 либо другой там ну максимум 42 ну что же 833 ребята как эта игра кончится не расходитесь это ведь только первый полуфинал этого турнира впереди еще скалит против сана полуфинальчик и впереди финал будет ну ее термал я на я в реально на верю в ее термала понимаю что многие болеет заснуто но хочу я финале не зеркалку и не завозе пришел уже приуныло это завозе вообще в европе вот корейца может не хватает завоза немножко вы что у них зерги сейчас не особо да там тащит но посмотрим вы что у них Так, Red Manfred, какая статья расходов на собственное дело? Что ты за бред несешь? Что еще за статья вообще? О чем ты говоришь? Не понимаю. На СК2Т всем привет. Везде привет. Кто сказал, что будет ЗВЗ? Но если Ютермал выиграет, то точно ЗВЗ не будет. Даже если Скарлетт проиграет. Вот в чем прикол. Но я маловероятным вижу проигрыш Скарлетт следующим матчем. Через Рипера Ютермал начинает. Ну хоть в этот раз. Смотрите, кстати, две игры Снут играя через пулл. Первый, между прочим, проиграл, если вы не заметили. То есть иногда даже можно искать. На самом деле в билде не надо искать в таких играх суть проигрыша. Но для статистики, да, можно это подметить. Так, подстраиваются королевы. Ну что, Рипер прилетел и улетел сразу назад. Почему он улетел? А, смотрите, Ютермал даже не понял, что это не пулл первый, походу. Он ему вот сейчас боялся, улетел назад так сильно, что ли. Похоже на то. А это ведь не пулл первый, это пятнадцатая хатка была. Так, запрыгнул, увидит королеву. Ульшиню, и третья хата Снута пошла сейчас. Ютермал облетает, третью спалит. Сейчас поймет, что делать ему нужно. А что ему нужно делать? Ему нужно на стиме будет делать вылет и пробревать. Видит Старпорт, Снут пролетает. Вот, смотрите. И, конечно же, понимает, что это забил сейчас. Идет. Рипер залетает на мейн. Зачем ему на мейн залетать? Здесь Роуч Ворон, кстати, заказан. Роуч Ворон ее, Ютермал не спалил. Пытается улететь и улетает. Такой Рипер шустрый, а? Такой привет. Полетел. Пролетел. Попукал на базе УЗРГ. Воздух испортил всем. Настроение испортил. Как сегодня мне испортило настроение разбитое. Кастрюлю. Это крышка от сковородки стеклянная. Которая мой новейший носок разорвала. За три сотки. И ногу мне порезало. Ну, уже прошло. Уже отпустило. Игры, потому что замечательные идут. А как игры замечательные идут-то, а пофиг вообще. Плюс две инженерочки. Стенка интересная. Носок выживет. Ну что, КСМ-очка на разведку едет. Здесь залетают два медивака. Куда они залетают? А куда дроп-то будет? А, здесь уже мастровый чихует. Ой-ой-ой. Ну, Снут видит, где медиваки летят. Здесь овер висит. На, овера забирать, конечно. Нет смысла дропаться. В такой ситуации. Что и делает Ютермал овера забрал сейчас. И улетает назад. Понимает, что тут же на мейн удачно не дропнуться. Ведь там Снут будет ждать. Ну, вот летает медиваком в ренже спорок сейчас. Не скрытно это делает Ютермал. Ошибки какие-то, ну... Ну, он, кстати, не думал, может, то, что спорка здесь. Если бы не было спорки, никто бы не видел этот дропчик, я вам скажу. Так. Несколько маликов отдаются здесь на выбивание крипа. 103-75 по лимиту. Да, по лимиту, конечно, гораздо более удачная игра для Снута здесь получается. Но опять же, грейды у Ютермалов плюс идут. У него грейды намного лучше. У него армори, правда, не заказано пока. Нужно бы армори заказать, чтобы 2-2 заказать побыстрее. Здесь опять дропчик. Третий идет, где ручки-то все бегут. Так, ручки камни пробивают. На третьей базе есть. Так, двойной дроп прилетает. У Снута 16, ручки. Ютермал спускается вниз. Вижен, криптумор больше. Криптуморы больше не дают. И можно заходить на третью. Чё бать? Блин, вот Ютермал ходил-ходил. Мог бы сейчас атаковать одну группу, пока Снут не подтянул вторую. Но в итоге, короче, у него ничего не получилось этого сделать. И полетел дроп прямо через линга. Как же у Снута все стоит здесь четко. Просто на халяву пролетает. Линг все видит. Короче, ничего никуда не дропнуться. В итоге. И 103 на 160. 103, чёрт побери, на 160. Ну что, собирается в атаку идти, что ли? Я не понимаю. Ютермал, куда-то летишь. Заметь же ты. Замечает. Ютермал, слава богу, улетает. Армори завтыкал. 2-2 не будет вовремя. Закан. Здесь там танки уже поехали вниз. Но Снуту так просто вперед не выйти, я вам скажу. Почему? Потому что Ютермал здесь очень неплохо все законтраливает и своим мультитаском держит Снута дома. Так, здесь что-то ровущие реводжеры пытаются мариков отменить. Выходит Ютермал, реводжера одного подрезает. Здесь у нас дропчик был. Где он вообще погиб, что ли? Не понимаю, где дропчик. Танки без Сиджа сейчас Снут делает забегание. Кстати, опасное очень забегание. Здесь и нечем отбить-то Ютермал его, что самое интересное. И Снут в улын пошел, что ли? Похоже на то. Снут идет вперед сейчас. Танки под ударом, марики стимпатчатся. Что ты делаешь, Ютермал? Куда ты полетел? Ты что так? Просто базу взять и отдать, что ли? Ё-моё. Неужели Ютермал так сейчас базу просто отдаст? Пытается здесь контрзабегание делать. Здесь танк Сиджа. Нужно ЦЦшек поднимать. ЦЦшек поднимает. Рабочий уходит в это время. А вот он дропчик. Блин, этот дропчик спасает пока что положение для Ютермала. Почему? Если Кнут вперед пошел, он бы убил его. Здесь нужно улетать, наверное, иначе будет беда. Ютермалу в лоб не отбиться будет, скорее всего, от Снутовского выхода. И у Снута хайф уже пошел. Дропается опять Ютермал, сканет. Снут туда-сюда бегает. В атаку пойти не может. Ну, хайф у Снута. Ну, хайф хайфом, но базы-то 3 всего. Вот в чем прикол. Базы всего 3. Блин, и вот недостаточно сил в этом дропе, чтобы убить Снута, например. Достаточно вообще здесь демеджа нанести. Опять Ютермал вниз спустился. Опять Снут идет вперед. Опять распличена вся армия в хлам вообще. С тем паче Ютермал понимает, что в лоб не отобьется. Здесь на рампе пытается отбиваться. Возвращает медиварь домой. Депошечки-то закрой, ё-моё. Депошечки не закрывает. На третьей базе, кстати, экономика не падает. Это самое главное, что экономика не падает. У Ютермала дропы возвращаются сюда. В это время что? В это время ничего не происходит. Снут занимает четвертую базу. Все, что нужно Ютермалу сейчас понимать в тайминге. Ему нужно подкопить Био и попытаться Снута до ультрала пробить. Но как это сделать? Так она 70 лимита отставания. 65 на 142 боевого. Более чем двукратное преимущество сейчас на стороне Снута. Ютермал делает странные дропы. Четыре марика не сели. Сейчас куда-то идут. Куда ты ими полетел-то, ё-моё? Мариками этими. Так, инфестора может подрезать. Хорош, но эти марики окупились. Они инфестора просто с энергией, у которого хватало намеку, с энергией подрезали сейчас. Дроп очень долго облетает. В это время дропчик на третий. База проходит. Ну и термал-код бежит на вторую. Куда он бежит? А, он в центр бежит. Зачем он в центр бежит? Объясните мне, пожалуйста. Снут делает атаку 46 на 200 по лимиту. Идет вперед. Нужно всеми улетать юнитами. Просто убегать, как только может. Беги, как только может, ютермал. Танк дропает один вниз. Забери же ты его, танк не забирает. Пробивает. Ну, проход вообще. 2-2 у ютермала доделалось. Еле-еле сейчас грейды био отдаются. В это время дроп на мэне. Его королеву отбивают. Надо стимпак поражать. Стимпак-то не жмёт. Королев убивает ютермал. Еле-еле тут снут давит. Вообще сейчас очень жёсткий фокус идёт. Фаербуллы по своим юнитам попадают. Снутовский снут косячит. Здесь королев ютермал разобрал 105 на 160 по лимиту. Третья база пока живёт. Танки ютермал отвёл. Куда ты там танки-то увёл? Хорошо танки наваливают вообще. Здесь на мэне падает инфестейшн. Но выходит прирост. Ютермал забирает дроп. Улетает 97-162 по лимиту. Всё ещё очень плохо у ютермала. Ультралы первые пошли. Даже если он здесь отобьётся. Я не знаю, есть ли шансы у него вытащить. Мне кажется, что уже маловероятно, что здесь что-то ютермал вытащит. Танк разгружается. Танк успеет забрать. Танк не успевает забрать ютермал. Опять снут давит. Опять к крампе приходит. Но залпы танков охлаждает его пыл. В это время опять же контр-дропы идут на четвёртую базу. Четвёртую можно минуснуть. Шансы на победу ещё есть какие-то небольшие. Четвёртую минусуют и утермал улетает куда-то. Здесь ультралы бегают. Пока мягкие и вообще без уникального армора в заказе. Снут сейчас вообще-то действует. Это плохо. Да. 96-169 по лимиту катастрофы, конечно. Но у снута микс мясной очень. У него очень много роучей. Грейды отсутствуют практически на роучей. Есть только на ультрала в хоботе из атаки. Дропчик на мейн проходит. Дропчик неплохо здесь шатает. Ну, сейчас ютермалу медленно надо. Медленно выползать на третью базу. А здесь снут контролит. То есть он мало того, что СС-шку сейчас спалит, так и не сможет её занять нормально. Ещё двойной дропчик пошёл сейчас. Здесь у нас что, дропчики? Где летают-то вообще? Вот они летают в районе мейна здесь. Ну, снут не готов опять, кстати, дроп отбивать. Разгружается снут здесь в районе левого нижней базы. Угла этого здесь хату убьёт максимально быстро. Грейды, правда, 2-2 у ютермала и на 3-3 ресурсов не хватает. Он не делает 3-3. Боевого лимита 84-118. Боевой лимит нормальный очень даже у ютермала, я вам скажу. То есть с этим лимитом можно биться вполне сейчас, с этим боевым лимитом. Дропами пытается разводить одновременно и на центре пытается разводить. Но пропуская 3 часа сейчас базу, то есть он как бы не может её отменить ничем в данный момент. Здесь у нас снут выдвигается на золото. Уникальный армор готов ультралом, но есть гасты танки, правда, не на позиции совсем здесь танки эти. Сканет ютермал, базу уводит, понимает, что отбиться здесь он не может никак. 3-дрона ещё ютермал подрезал снуту. Но снут подрезал за это медивак с 3-мя мариками и подрезал медивак с 6-ю мариками. Ну вот это вообще таких ошибок ютермалу сейчас ни в коем случае делать нельзя было. Так, здесь разгружается что-то ютермал. На третью будет урыв. Разгружается, загружается. Марика одного отдают, пытается улететь. Танки вниз не спущены все вообще. Сцешку третью желательно бы поднять сейчас. Микоз по гастам, микоз по всему. Этот 4-3 снут. ГГ пишет ютермал и снут проходит дальше. Вот такие вот дела, ребята. Вот такие вот дела. Сейчас скалит против цвана. Будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Что и говорить Добавил субтитры Что выиграет Скалит или Снуцан выиграет Короче, ждем продолжения Сейчас они там включат их А я пока отойду Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Так, все, я здесь, ребят Сейчас будет перерыв 6-8 минут, об этом говорят Но хост уже создан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Залило все к чертям. Дождя с июня не было, а где ты живешь там? Дождя с июня. 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 Обсуждают, ребятки, для туч. Ну да, для туч, видимо, далековато. Короче, говорят, еще реклама идет. Сейчас я посмотрю на улицу еще раз вернусь к вам. Короче, затопило все мясо. Дождя с июня. Дождя с июня. Так, кингалыс. Личный тебе премиум. Ну давай, сейчас возьму. Дождя с июня. Так, кингалыс. Так, сейчас погоди, дайте премиум. Дождя с июня. Дождя с июня. Пользователь кингалыс активировал премиум на ваш канал. Так, нет, на год премиум нельзя делать на личный, личный премиум только по месяцу. Но я видел обсуждение, что хотят делать типа как подписки месяца на три, на полгода, там что-то такое. Вот. Ну просто иначе как бы, ну иначе может триммер закончить свою деятельность и премиум пропадут. Я, в принципе, не собираюсь заканчивать. Могли бы топовым стримером сделать такое, наверное. Например, хотел бы. Так, Ютермал получает 6750 баксов за третье и четвертое место. Посмотрим сколько получит тот, кто из второго полуфинала вылетит. Ну и Ютермала как бы у него нормально везде все сыграно. У него в группе идеально 2-0, 2-0. То есть у него как бы не было потерь в группе вообще, потому что К2-1 делятся два к одному деньги. 3-1 выиграл, Блая потерял одну карту. Ну и здесь три взял как бы еще. То есть по максимуму фактически взял в полуфинале. Ну и кроме Блая тоже по максимуму. Я говорил около 7000 где-то будет, наверное. Ну да, призовой здесь хороший очень. За первое тут по ходу вообще будет четко все. Так, сколько СК2 на нынешнем уровне популярности продержится? Да на нынешнем, я думаю, еще очень долго. Я надеюсь, что этот уровень будет увеличиваться, потому что еще даже Блескона первого не было. То есть на самом деле все будет, точнее все, многое будет зависеть от Блескона. Почему? Потому что если европейцы на сосуд просто вообще в хлам, то тогда конечно популярности особо не будет. А вот если они достоинства... Пользователь один раз активировал премиум на ваш канал. Тогда я думаю, что будет все очень даже неплохо. И подстегнет других игроков даже играть. Ну все, начинается игра наконец-таки. Один раз премиум. Спасибо. Так, поехали. Обновленный Брудвар игроки уйдут. Обновленный Брудвар никому не нужен. Все, кто хочет играть в Брудвар, уже в него играют. Вот. И посмотрим, что вообще это будет за... Что ты такое? Нужно узнать сначала. Так. Это три прокси-гитация, ребята. Просто он не церемонится вообще. Фактически скалят золото первое ставят. Ну что? Как это поздний пилон. Блин. Цена вообще на пробку раньше выводить. Что это за пилон-то такой вообще ни о чемный? Ну да, три сразу генита закалал. Сем они три сразу-то, если можно было вообще все четко сделать. А четвертый будет интересно? Сейчас бы еще по такому биллу. А! Это три генита плюс газ еще. То есть как бы здесь... Да капеллон поставил кибернетку некуда впилить. А! Кибернетчика дома будет. Кибернетчика будет дома. То есть это зилки адепты получается у нас. Семнадцать-семнадцать. Парабам. Блин. Хороший щис. На самом деле пробка нормально выехала. Так. Третью скалет будет стоять? Да. Будет и третью скалет ставить. Гиты подстраиваются. Приезжает пробку. Скалет решила проверить. И абсолютно в тему решила скалет проверить. Кстати, как-то само собой это получилось у скалет. Ну и на самом деле не так все хорошо здесь у Циана. Сразу же становится. И если бы скалет не проверял, а было бы все по-другому. Здесь плетка на мене. Я бы на месте Циана, но он уже неправильно все делает. То есть вот увидев, что скалет увидел, я бы на месте его что бы сделал сейчас? Я бы убил бы просто золото. Даже гиты бы не бустил. Просто шесть зилков плюс пара адептов и бустил бы максимум рабочих. Как бы выходил бы просто в никсус. Все. Это идеальный расклад вообще. Зилки четырех лингов зарубили. Это был косяк от скалет абсолютно очиный. Два адепта. Ну, кстати, проблема еще в чем, что адепты здесь и не нафиг особо-то и не нужны при таком раскладе. Здесь бы сталкеры нужны больше были бы, чтобы плетки убивать. А адепта зачем вообще? Скалет еще золото решила отбить что ли? Ну, эта пробка здесь ездит на патруле зачем-то непонятно зачем. Выпрыгнули брудлинги. Адепт сейчас четыре штучки уже будет. Очень неудачно как-то скалет здесь контролит лингов. Роуч Ворон заказан. Так сейчас лоб можно убить скалет, смотрите-ка. Е-мое, здесь же пять делков и четыре адепта. Куда они там поперлись эти адепты? Будет врыв-то сейчас от сана, я не знаю. Да вот стань здесь адептами да прессуй вообще. Не знаю, что он боится-то. Что он боится-то, ебаня? Да здесь Роуч Ворон сфокусить можно было даже сейчас. Мне кажется, это, кстати, даже идеальный, наверное, просклад был бы сфокусить. Адепт под плетку телепортирует. Это ужасная ошибка со стороны пробка. Заходят сделки, королева под ударом. Здесь адепты отгниваются вообще. Приходит еще один новый. Делки заходят внутрь базы, уже скалят. Адепты разваливают. Надо дронов валить сейчас обязательно. 6 дронов минус, 7 дронов минус. Еще плюс адепт приходит. Королева там полудохлая вообще ходит. 10-23 парабам. Это катастрофа очень по рабочим, если честно. Адепты уходят с мейна. 10 дронов уничтожено. 9-24 парабам. Ну, я не знаю. Мне кажется, что здесь отдать такую игру практически нереально. Тем более варк уже готов. И что здесь скалят делать, я без понятия. Ладно, вот даже если Циан сейчас 1-0 поведет, это хорошо, допустим, для него. Естественно, хорошо для него. Лучше 1-0 повести, чем 0-1 проигрывать. Чис применим еще. Такой совсем нехитрый. Но проблема в другом. Сможет ли Циан в какой-то более стандартной игре показать, что он готов побеждать. Так, скарлет рабочих восстанавливает. Здесь Руч пытается отступить. Отступает. Ну, залп получил от адепта. Что тут говорить? Еще подходит несколько юнитов. Адепты врываются. Зачем они туда врываются? Я не понимаю. Не, не будет туда Циан, естественно, врываться. Приходят еще 3 сталкера. 6 сталкеров уже плюс 4 адепта здесь получается. Да, плетку надо, конечно, убивать и все. Плетка максимально быстро падает. Двух адептов скарлет фаерболами забирает. Циан вообще не контролит. Контролить все-таки нужно иногда. Так, минус королева, минус Роуч. Минус калит, ребятки, 1-0. Зашел билдец-то, зашел. И сталкер еще за контролем. Царь. Так, хорош тут капс лочить. Теперь взять Odip. Нulайн, ты чи его-ку dels butt. Чайм прицеливаю. Связан так. Держи спушку. Чайм прицел билдец. привет коврач более стандартный фотон rush нужен ну фотон rush это да я сомневаюсь что циан его готов продемонстрировать нам почему то и 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 ну там конечно и термал виноват в предыдущем полуфинале который который был фаворитом против смута но проиграл люди стенка есть интересная стенка к дальняя от них подальше ускалит хатка готова точка сбора на вторую адепт ну а скалит третью собирается видимо стоящий ступцент наблюдает контролят пилончик поставил пробкой надо уйти сейчас обязательно он остается чтобы посмотреть точно что же это будет такое будет и хата здесь запилен маска лет хату не спешит ставить на самом деле адептик приходит удачу пробка стояла просто забыл отвести видимо и все-таки хата заказывается не получится адептам убить пробку дрона точнее прошу прощения иллюзию на мэн очередную сам посылает видит мув делается сейчас соответственно уходит лишь стандартно по разведывал выступает назад по рабочим плюсе как проб все должен быть плюсе на такой стадии ноту скалит 8 дронов и сейчас уже скалит плюсе по рабочим будет но сейчас примерно равная ситуация будет 34 33 плюс их здания строить сейчас парабан тоже проседание идет естественно на здание то рабочие нужны так минус еще один link ну что делается плюс один ага смотрите-ка чо цанта творит после 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 трех гейтов и скорости атаки адептам 2 star гейта и атака на воздух это какой-то необычная армада какая-то от сана и от интересно фениксы это будет вообще ну скорее всего фениксы потому что ну на другого не на другой ни на что ресурсов не хватает скалит залетает овером медленном но от медленного товара можно чем-нибудь принять бы было до пошли фениксы если честно говоря бил сразу странный какой-то получается третьего вообще база нет пока другой страны узкали здесь ничего не раскачано вообще так два феникса готова и два строится сейчас один овер снизу из феникса феникса адепта нет все таки это феникса адепты какие-то видимо будут здесь еще одна овер санта проверь ты дальше то пролети вот наконец-таки нашел ловера спалил да вот же он висит заметил сконтролил подрезает максимально быстро всеми фениксом плюс один может спалить нет успеет до плюс один уничтожить уничтожает овера приходит на третью отдает адепту просто на ровном месте зачем-то чем адепту отдавать так так прорывается сюда скалит хотела стенку уже пилить здесь ничего нет кстати надо было врываться получается да так попускал попускал иллюзии закончил с этим делом нет 3 плюс 2 пилончика пошло здесь нас феникса летают начинают шатать все ну фениксов реально много у циана не знаю к чему это приведет третий нектус запиливаю здесь кто адепты пытаются зайти в итоге с масс королевы масс роучи куда ты приходишь то циан а он королев собрался зашатать смотрите королев расшатывает чтоб фениксов не мешали кстати говоря надо уйти адептами срочно линги их право шатают очень жестко королев забирает всех часть адептов уходит но я считаю удачный размен вполне здесь для пропсов был королев просто избивает в гигантских количествах циан подрезает одного дрона есть здесь спорки но феникс умудряются между всеми спорками просто на точке сбора пролетать и что самое интересное например на второй базе там всего одна спорка прикрывает оверы демиджен оверов можно и нужно пошатать что циан и делает кстати санта как играет а по моему он скалит просто унижает в этой игре сейчас на плюс морали китаец в китае адепты заходят в очередной раз королев нет вообще ускалит еты добавляются но не рано ли ты врываешься то блин куда ты врываешься вообще зачем так рано лезть сюда так заходит циан прям под ровущий под королев и под спорками дерет зачем ты под спорками то дерешься е-мое но адептов слишком много они все убивают по земле кстати и фениксов хватает неужели циан здесь хорошая заготовочка я вам скажу адепты на мэйне уже образуются сейчас феникс и роучем не дают нормально подходить убивать сплеток нет только спорки одни на халде там скалят адептами на мэйне стоит против лингов против против всего очень неплохо фениксов сюнованного полетает ручей то надо убивать ручей убивает сан поднимает и королев и все 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 поднимает зашатал еще одну королеву с лингами дерет неплохо на третий урыв идет на халде разрывает просто минеральную линию сейчас один из дронов уничтожено все четыре шестьдесят пять парабам здесь фениксы отдаются надо улететь фениксами сейчас все что нужно циану это просто намазить еще много много адептов и убить пойти за за каким вообще ему нужны вот эти роботикса я просто не понимаю ему нафиг не нужны эти роботикса ему надо пойти убить здесь и сейчас него градов на землю вообще нету какие сын 3 вообще здесь а ну хотя здесь бейлинги но с другой стороны да здесь бейны можно фениксами летать ой и оверы как подставляются емать знаете какая какое стадо вообще оверов здесь летает одного феникса циан теряет ну нормально ладно пошатал немножечко еще раз полетал по два иммортала строится уже но грейды на землю отсутствует опять же то есть у скарлет уже 2 армора тут отсутствует просто 4 нексус пошел так потери на данный момент не в пользу скарлет естественно но юниты очень дорогие феникса по крайней мере адепты не такие дорогие но все равно они естественно зерковских дороже намного и их немало погибло в замесе скарлет тут порочки везде перекапывать пытается пару дронов циан подрезает сейчас ну пару дронов учитывая предыдущий весь дэмэдж для скарлет это уже не так уж и страшно о смотрите реводжеры появляются можно реводжеров было бы поднимать много инфестров есть у скарлет ё-моё циан попадается под инфестров но зато поднимает парочку хотя бы но теряет всех фениксов вот это был провал только что все смотрите вместо того чтобы пойти адептами добить циан берет всех фениксов отдает по грейдам проседает и в итоге скарлет сейчас делает переворот у него гряды хорошие два когти в отличие от циан у которого ноль вот сейчас атака будет что атаку делает хорошо но у циана есть четыре нет с другой стороны у него есть технологию есть архоны у него есть экономика то есть он может 200 спокойно построить циану нельзя дать скалетку там ультру вытянная не знаю в данный момент так сверху тут забегание с одного направления забегание лингами здесь тоже линге забегать три фотонки плюс архон сейчас быстро объяснять что не надо тут забегание нелепых делать вторая атака циана пошла скалит инфесторами сейчас не туда поворот делает нужно зашатать инфестора бы конечно было бы но ну все там микоз выкинут один все в порядке здесь роуч пришли на отдавались циан двигается вперед здесь мазеркор плюс три фотонки на четвертый нексус врыв идет сейчас беллингов большого количества надо было фотонки шатать они в рабов прорываться на самом деле скалят сейчас циан обратно повел все отдал короче в хлам сейчас просто нужно до варпусе штормовичков делать шести штучек это будет плюс три еще архона их станет пять штук уже 5 это реально много спасут ли беллинги если будет сплит беллинги не спасут я в этом уверен если сплита у просто не будет то беллинги спасут будет сплит зелков назад отведи не прыгает и всеми ну как ё-моё блин вот это происходит то так да куда ты зелков то ведешь уведи ты часть назад вот иммортал архоны пусть идут вперед конечно сам все правильно делает пошел замес зелки вперед не идут это правильно сейчас часть прыгает беллинги заходит спасает зелков от беллингов сан посылает те войска сейчас в контратаку но два кухца скарлетт решает просто колоссально и это минус циан ребятки это гг это 1-0 скарлетт просто провал вообще такую игру отдать это просто что-то ребята такую игру отдать а вторая атака доделают все минусы морфу а сплит был абсолютно не идеальным сейчас тоже на самом деле то есть вроде как циан вперед посылал сейчас юнитов и которых нужно но зелки потом все равно на беллингов прыгнули зелков нужно назад вообще было увести адептов маловато в миксе то есть вот в таком миксе я понял уже не раз играя против такой хрени на ладере нельзя просто архона зелков делать тем более как грыды такие слабенькие нужно делать адептов тоже туда почему шкалинги врываются адепты их великолепно убивают пока зелки где-то сзади стоят и архонов побольше можно было бы да и шторм можно было сделать циану что от шторм такой ситуации решает шторм очень сильно решает правда на крипе даже шторм уж не завершать беллинги просто возьмут ворвутся и все и 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 А, Мазеркор. Нет, он с Мазеркором можно истать. Уверен, что успеешь телепортнуться. Все, уходит Сан. Своих болингов. Одного Firebloom Skullet подрезала. Здесь на Слингов Мазеркор приходит на четвертую. Ну, добегался в итоге обороны. На четвертую нет никакой. Отдал в четвертую базу. Вот если бы не терял бы, может быть, что-то и произошло бы. Но четвертую потерял, ГГ. Великолепная игра со стороны Skullet. Очень жестко она затерпела сейчас. Достойно похвалы, на самом деле. Потому что это было очень непросто вытащить сейчас. Очень непросто. Но считаю, что Сан ошибся. Сплит был далек от идеала. Продолжение следует... 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 Ну что, третья игра начинается. Поехали! Ну что, один-один, ребят. Но достойно ЦАН отыгрывает. Достойно отыгрывает. Не нравится, что он делает пока что. По-моему, очень-очень неплохо получается сейчас. У него, то есть вторую игру вообще чудом он умудрился отдать. Скалит там. Вообще удивительно отсиделось просто. Без технологий, без всего. Просто там был претинг жесткий. Ну полез с архонами. Надо было не спешить с этими архонами. Еще бы несколько доварков, адептов. Там вообще бы нормально было бы. Но ЦАН очень хотел вперед наломиться. Прям-таки. Так, сейчас я, кстати, на Гоу Ху Иска сеточку гляну. Наверное, что уже есть она. Блин, успею вообще на Гоу Ху Иска-то. Ну, Стрэндж играет, вижу сегодня. Стрэндж нижней самой части. Димагу вижу. Блай, естественно, нету. Хэппи Зэрк. Хэппи Зэрк. Что, Хэппи Зэрк, стартап начал играть? Не знаю, написано Хэппи Зэрк было. Привет, Строфарес. Да, Блай, кстати, сейчас играет у нас онлайн-турнир под названием Тинк от Бейстрат ТВ. Держите меня в курсе счета. На данный момент 1-1, уже говорили об этом. Будем надеяться, что достойно Блай отыграет. Тем более, он сейчас на Азии, и одинаковый у него пинка абсолютно с Пейшенсом. Я думаю, что для его, особенно Чузов, это хороший момент. Так, гоняет пробочку лингами, сейчас у нас скалит. У Циана пошел в Вайлай, точка будет более стандартно, смотрю, начинает. Два линга прибегает к Циану, он пробок уводит, сейчас сталкер выйдет, но сталкером прикрыть. Рабочих-то назад веди, ну что ты делаешь-то, я ему долго как-то вводит, в итоге теряет минералов несколько десяток Циан, просто на катании своем нелепом. Ну, хоть пробок не отдал, и то хорошо. Так, отступает Адепт. Ну, два дрона зашатал здесь, посмотрите, пришел Цианкок. Тут у него все удачно вообще все время происходит. А не одного дрона и пару лингов он зашатал. Еще плюс три Адептика, гейтов три штуки будет очень скоро. Стеночка с двумя пилонами, правда не люблю такие стенки, конечно, не очень надежные, но не думаю, что здесь Беллинг Баст будет. Здесь Овер Скарлетт, кстати, залетает, можно сбивать и нужно сбивать. Сейчас вылетит Мазерпор, вот Овер опять вперед полетел, Скарлетт недоконтроливает. А, просто вперед полетел, что ли? Да, просто вперед Овер летит зачем-то. Минус Овер в итоге и соплай блок. У Скарлетт забегание лингами идет, еще второй Овер будет подрезан на Мэнни, естественно. Адепты в легкую сейчас лингов встретят, но куда-то они ушли, еще не понятно, Циан тут F2, что ли, сильно много жмет. Пошло Роба номер один. На Мэнни Овер тоже уничтожен. Короче, начало для Циана считаю в плюс вообще. Пошло Роба номер один. Так, тут Скарлетт принимает, вроде как Адептов уходится на центр сейчас. Ну, Парабам зато Скарлетт меньше и в три базы, ребят, что самое интересное. ЛР только-только будет готов. Циану Гейпи нужно добавлять, два добавляют, здесь стеночку на третье делают. Так, стеночка вообще закрыта, здесь пилон и здесь пилон. Хотя здесь... Здесь же пройти можно, что пилон-то сюда не ставит, Циан, не знаю, еще не ставят. Роба почему-то одно. Делается блинк. У меня такое ощущение, что сейчас будет блинк-пуш с одним там, с одного Роба с имморталами. Так, Блай проигрывает 1-2. Ну, понятно. Печально, ничего не поделаешь. Ну, а Скарлетт Роучи Реведжера пока накапливают. Плюс, так, Беллинг Нест, Роучи Реведжера, Беллинги. Тут такой микс будет, соответственно. Так, Роба Бэй пошел. В этот раз Циан, кстати, в Колоссов, по-моему, решил сыграть. Смотрите-ка, и умеет во все, во все играть практически Циан. Это об этом только говорит. Минус Оверсир, Оверсир разбивает абсолютно верно. Но будет ли это Колоссы? И будет ли второй Роб... Да, давно надо Роба второе было пилить. Сейчас просто несколько... А, Ускалитт Ашпиль, кстати, Ускалитт. Привет, Акира. Может, это вообще дестабилизатор будет? Пока только Призму наблюдаю. Это выход интересный. Цаана идет здесь. Пытается встретить Скалитт. Филды пошли. Но нет, тут филды будут сбиты быстренько. С Призмой Харас полетит. Плюс два пилона. Руба Бэй тысячу лет, как есть. Плюс один тысячу лет, как есть. Плюс два не заказано. Колоссы не заказаны. Дестабилизаторы вообще. Что за дестабилизаторы это вообще? Куда, е-мое? Я смотрю, как просто... Мне просто уныние берет. Куда вот их строят вообще, этих дестабилизаторов? Ты видишь лингов там... Ну, хотя он реводжеров видит. Он реводжеров хочет убивать, да, там, дестабилизаторами. Ну, основная масса... Ну, хотя, в принципе, не основная. Тут тяжело понять, что основная масса, да, как бы. Но стиль-то здесь фактически милишный идет. Это тяжеловатый стиль такой. Для дестабилизаторов вообще нереально практически его пробивать. Так, прилетает призма на вторую базу, прям под спорку, прям под плетку. Адепты бомбят плетку вместо того, чтобы пробух убивать. Поэтому это не объективно очень происходит. Ой, фаербулами своими лингов скалит себе, но убивала. Приятного мало. Плетка падает. Даже адепты со скоростью атаки плетку даже пробили сейчас. Так. И все равно вот видит, видит мутку и все равно строит дестабилизаторы. Да какие дестабилизаторы, колоссы здесь нужны, чтобы прикрывали вот этих юнитов, блин. Еще топорно так играют, я не знаю, многие пропсы. Это дестабилизаторы, куда они вообще, вот что, что они могут сделать здесь. Куда они, можно убить реведжеров. А дальше-то что, по лингам крайне тяжело ими попадать. Против мутки, тем более против мутки нужно сталкеров контролить, там филды врубать, ставить этих, ставить, гвардин шилд врубать, филды ставить. Так. 170-190, Сан заходит на четвертую базу. Почти попал, кстати, сейчас по куче лингов, но просто элементарно сказали, в другую сторону побежал, и все, по лингам уже не попадает Сан. Залпу Бэйном, но Бэйна тут отгоняет он. Идет вперед, сталкеров очень много становится. Сейчас, если он с такими лимитами, если он нормально будет попадать, по реведжерам, хотя бы по реведжерам, все будет нормально. Сюда бы несколько шариков еще было, вот в этот микс, и было бы замечательно. Так, контр забегания лингами идет, скалит максимально быстро, выбивает призму, будет ли Сан лезть дальше. Да, варп адептов идет на четвертую, Сан адептов очень много, и, возможно, даже Сан здесь отобьется. Здесь три фотонки на этой базе, здесь линги крайне неудачно грызут фотонку, три фотонки отобьют, все здесь. Здесь, причем, адепты тоже отбиваются эти. И Сан идет в размены, Сан очень удачно в размены идет, обратите внимание, он выбивает сразу там и вторую, все, муталиски наламываются на третью, здесь столько оверчажей, просто скалит, принимает сейчас вообще Сан. Нужно до варп делать сталкеров дома и отбиваться просто. Здесь нужно отступить сталкерами на ХГ. Сан будет отступать-то вообще, нет? Нет, пока никуда он не отступает, но агрессивные блинки вниз делает, подрезать. Так, по ревозерам попал, сталкеров погибла значительная часть, но мутки-то тоже не так уж много, но мутка с двумя атаками уже сейчас будет, это жестко сейчас, конечно же. Здесь принимает бой в лоб сейчас Сан сталкерами, под фотонки надо сместиться, под фотонки не смещаются, мутку в хлам вообще убивают, поэтому лучше иногда в атаку варпать вообще. Полный провал какой-то там происходит, лимиты уже ровные более-менее. Мейн ускалит живой, причем еще ресурсы на мейне до тех пор добываются. Здесь минус мотеркор. Вон, кстати, 1200 газа, архонов нету. Все, сделай архонов вовремя, было все окей. Архонов вообще не делает пропс. Ну, это называется что? Это называется соображалка вырублена. Опять же, вторую атаку нужно обязательно отменить в этом шпиле, что Цианы делают. Но линги сгрызают сталкеров на халяву просто. Так, последнюю базу, Циан присутствует уже, Скалик. С Н3 отдаются, здесь не с Н3, ничего терять нельзя, абсолютно ничего. Муталисков 28 на 13 сталкеров. Нет, это пишем, ГГ, выходим. Ну, просто по глупости свои игры отдают. Видно, что Циан умеет все делать, но Скалик четче гораздо делает, без ошибок практически. А Циан ошибается очень много. В итоге просто в лоб сейчас Скалик отобьется, и это будет ГГ. Добычи нету, рабочих нолю просто ворпануть не на что. Собственно, печаль, печаль. Не рассчитал Циан свои силы сейчас. Просто не рассчитал свои силы, это называется. И дестабилизаторы здесь, вот в этом выходе, они вообще практически не нужны были. Да, они что-то там убивали, но если бы здесь было с этой армией колоссов бы столько же, сколько было изначально для стабилизаторов, штуки 4 хотя бы, то тогда бы Циан бы разносил бы вообще бы в хлам бы просто все. Просто в хлам бы разносил бы. Так, сталкеры уходят вниз. Он бы убивал бы без потери, сталкеры не гибли бы даже. Так, здесь сплинкает спробов. Так, давайте посмотрим, сколько сентрителей осталось. 3 сентрителей, а сталкеров 28 мутались. Ну, он тут так. Вот было бы 3 архона, а не 3 дестабилизатора. Можно сказать, да, может Цан в лоб попытаться подраться. Но в лоб он сейчас не может выходить или никак подраться. Мутки слишком много. Ну все, мута сейчас сталкеров перехватывает. Игг, Цан напичься. Он думает, что это последнее, видимо, здание. Ну, это не последнее здание. Там хата еще есть. Пытается уйти. И крайне неудачно он под муту здесь попадает. Это ГГНчик, ребятки. Это ГГНчик. Видит хату, которую не может никак убить. Полный провал. Я думаю, после таких игр может поплыть процесс просто китайский. Мораль снизится. Вроде как бы ты выигрываешь, но потом ты берешь и проигрываешь просто. Вот. Продолжение следует... 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 Давай, у вас пайк Ну что, на ксилнагу пришел К третий заход Но вот в этой игре Вот в этой игре реально все хуже Гораздо, чем в предыдущих у Циана То есть, как бы, ему здесь практически уже Нереально выиграть В предыдущих же он отдавал игры просто Телепортируется прям в лингов Не закдешился Телепорт, еще раз, надо уходить адептами Я бы на его месте вот сюда, на мейн бы на самом деле ТПшечку делал, почему Проще зерга было бы сдержать Так, адепты телепортируются Отступает назад, скалит еще Улын какой-то делает, что ли, похоже на той Да, это улын идет линга Роучи адептами Линга реведжера Роучи адептами Сиранов стримил, сегодня сетку Смотри, привет, Винтери Морфис оверсир, то есть Соответственно, дарки здесь бесполезны Становятся В общем, скалит наглую, просто прессуют Роучи адептами Роучи адептами Роучи адептами Ну что, идет прессинг Сан пытается отбиться, ребята Масс фаербола, стенки уже нету Проблема в том, что протас здесь будет нести потери А зерк нет Так как ему нечем на фаербол отойти Ему нужно принять бой, чтобы выиграть А зерк просто издалека закидывает Как дальнобойная артиллерия такая Пошли филды На оверчарже Циан скалит выманивает Фаерболы новые пошли Несколько юнитов здесь зажимает Ну, боюсь, 30 лимита разницы Как бы не даст Циану нормально отыграть Упс, скалит еще фаерболы Кетлингов постоянно отводит Ну, кстати, тоулын получается Сейчас Иммортал первый выйдет Но я думаю, Иммортал здесь ничего не перевернет На самом деле Так, фаерболы пороба еще прошли Еще один оверчарж выставлен Пытается скалит уже врываться Вглубь армии туда Циановской По Имморталу фаерболы пошли Про юнитом прошли Вот Иммортал есть, но он здесь нафиг Как бы, не знаю, что он не нужен Конечно, он нужен Он дэмэж выдает по двадцатке Но он ни по кому бонус, например, здесь не имеет Ну, 70 на 88 Циан практически отбился Только не лезь вперед Куда ты лезешь-то, е-мое Куда ты лезешь-то? Зачем ты туда лезешь? Ну, все, Циан плывет Сиди дома вообще Тут улын идет Очевидно, что экономика слабая Ресурсы есть Сиди, отбейся Выйди на третью Попытайся Нет, он куда-то прелся Тогда четыре адепта отдал Игру отдал фактически Скалит идет отдаваться Своими улынами Ненужными, как бы И Циан Опять же вперед ломится Куда? Куда? Так, Ченжлинг здесь бегают Китай Рабочая нация Им дота по душе Не пойдет Мне сказали Зря Беже стараются Как воду пернул Это называется Бессвязный текст просто Причем здесь Какая рабочая нация? Какие близы? Причем здесь дота вообще И рабочая нация? Нация, блин Так Ну что, Скалит продолжает Прессинг сейчас Мазеркор минус Ну вот это явно уже Недоконтроль на фаербуллах Мазеркор отдавать При таких играх Абсолютно не нужно Ну вот Не знаю Не знаю В таких играх Надо наказывать Скалит Необоснованный Считаю Необоснованный Улыбка бы Да Он обоснован был тем Что преимущество было большое Но гораздо проще Было бы через макро Его реализовать Скалит полезла Еще и Циана пробивает Сейчас 3-1 Скалит Ну вопрос Сможет ли Циан Хоть чуть-чуть Комбэкнуть Ведь Например Ютермал смог Но это Ютермал Все-таки Ждем Продолжения Ребята Пока что 3-1 Са написался в туалет Пробежал Всё-таки Ребята Всё-таки Ну, хоста пока нет, так как Циан ушел. Ну, а мы ждем продолжения. Я пока за Гоуфо СК слежу, конечно, но чувствую сегодня Гоуфо СК. Вообще, что, успеем постримить? Ну, например, Димаго уже проиграл Тейлсу. Стрэндж бьется в четвертом туре соло, и, возможно, с обидчиком Димаги будет сейчас биться. Также Нерч принимает участие в Гоуфо СК, к примеру. Если Стрэндж нормально отыграет, я вообще... А, нет, и Лейзер тут еще идет, Рейнер. Ну, есть, да, оппоненты, но вообще Нерч самый жесткий. Теоретически Стрэндж против Нерча может быть финал Гоуфо СК. Может быть, к нему-то мы успеем, не знаю. Так, что там, Блайк все, отлетел уже или как там? Как, с каким счетом игра с Блайк кончилась? Вот, ребят, 1600 человек нас. Помните, что надо поддерживать меня, мой канал. Отключать от блоги, подписываться на премиум. Ну, и по реквизитам в описании, либо напрямую через плеер. Точнее, наоборот, через плеер или напрямую по реквизитам поддерживать. Так, я не спрашиваю, какое место, мать его. Я спрашиваю, как закончилась игра. А это разные вещи били. Ну, тебе, Антох, спасибо в любом случае за информацию. Но нужно понимать, когда по-русски говорят. Чему Димага не может набрать форму? Я уверен на 99% в том, что Димаг не может набрать форму, потому что, во-первых, у него не такая мотивация, как раньше. Во-вторых, он то играет, то не играет. То есть, он то тренется, то не тренется. Что-то его отрывает, как бы, наверняка от этой. Я поэтому и не хочу даже заморачиваться, в принципе. Играю там, ГМЛ есть, пусть будет. Как бы все, чтобы понимать, что происходит. А там на высший уровень, чтобы выйти, это нужна предельная концентрация. Нужно уезжать, как бы, из дома сидеть одному, чтобы там не дергали, никто тебя там. Вот. То есть, в любом случае, не со зла, как бы, но это, ну, помех будет, как бы, много. Что с хостом-то? Что-то они пока не создают ничего. На самом деле, просто прикол в чем, вот, если бы, если бы, вот, этот, ну, вот, ХОЦ, вторая часть второго Старкрафта, плюс отсутствие команд в СНГ, как бы, да, это все, всему помешало очень сильно. Почему? Потому что, как бы, сейчас, вот, если бы до сих пор хоть немножечко сохраняли уровень, те, кто, да, раньше играл, как бы, сейчас идеальное время, чтобы бабки брать. Просто, хотя бы, ну, вот, СС проходить, это уже, как бы, нормально. Не говоря о том, уже, чтобы выступать, следать, что происходит. СМС-ки идут. Так, Александр Алексеевич, 150 на Сбер присылает. Спасибо большое тебе, Александр Алексеевич. Никто, и мы не наблюдаем. Переда, каб 22. Да. Да. Да, еще 3.1 в пользу Скалит на данный момент Все, пошел инвайт наконец-то Спасибо, TVDoc Я не знаю, надолго ли вы тут Но я здесь до конца До конца этого турнира И GoFuSK тоже до конца Но возможно этот турнир Не меньше чем GoFuSK вообще будет идти Желание закомпачить на профсцену Ну тут двоякая такая тема С одной стороны Как бы прикольно было бы куда-то полетать Пошатать кого-нибудь А с другой как-то уже и не хочется То есть на самом деле нет Потому что Если бы посещала реально То тогда это всеми руками забыло бы Ну что, пятая игра, ребята Вполне возможно, что последняя в данной встрече Но еще будет финал, естественно Но может быть и не последняя Пользователь Изотоп активировал премиум на ваш канал Спасибо, Изотоп Спасибо всем за поддержку Так, ладно Все, на тупые вопросы отвечать не буду Давайте игру смотреть А тупые те, которые вы можете сами выяснить Без лишнего флуда в чатике Гейт кибернетчика Здесь еще, видимо, здание какое-то будет Гейт кибернетчика Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь пару лингов забегало. Что они убили? Ответ ничего. Они просто были уничтожены сталкером плюс рабочими. Скорость таки адептов у Циана делает с 3126 парабам. Но пока все более-менее нормально. Третью хату спалил. То есть адепт на мейне ходит. Рядом с мейном залетает. Здесь вообще ни одного линга даже нет. Будет телепортироваться? Нет, не будет телепортироваться. Здесь, кстати, можно было бы сейчас просто линги где-то сзади были. Можно сюда зайти. Здесь дрону попытаться забрать было. Хотя не стал он просто давать. Ушел на этот предкрутой бобрик. Спасибо. Все в порядке. Самочувствие нормально. Все вообще день нормальный. За исключением того, что при старте стрима я хотел быстренько пожрать. Пока накладывал еду со сковородки, разбил стеклянную крышку. Она упала в дребезги, разлетелась. Короче, разрезала мой новый носок за три сотки. Крутой. Порезала мне ногу до крови. И мне пришлось убирать. И вообще, как бы, почувствовала себя криворуким мудаком. Вот, как обычно и бывает в таких ситуациях. Но тут ничего не поделаешь. А так все замечательно. Так, носок для хождения подобных, просто сплавовский. Вот. Дома решил протестить, как он на ощупь. Так-то он для хождения дома-то особо, ну... Дома за двадцатку просто, ну, купаешь двадцать пар и все, как бы. Пользователь спики активировал премиум на ваш канал. Спасибо, спики. Спасибо тебе, спайк. Что-то по премиуму сегодня в порядке. Крышка фиг с ним, а крышку новую покупать будет. Сок тоже все еще надо убирать. Потом все это пол надо мыть там, короче. Да, хорошо, что машет. Ну, теперь мы отдельно живем с Дашей, с машет. Потому что если бы здесь маша еще живая, это вообще катастрофа бы была просто. Вот. Потому что эти там осколков, я уверен, здесь миллиард. Просто, потому что настолько там много их было от этой крышки. Сраной. Вот. Ладно, все, хорош про крышку, ребят. Так можно до бесконечности флудить. Здесь-то игра уже вовсю идет. Смотрите-ка. И по лимиту очень неплохо, между прочим, выглядит здесь Циан. Двенадцать семь, сто два. Пять с лимитом все лишь разница. По рабам немножко отстает, но по-боевому опережает. На чуть-чуть тоже совсем. Есть одну робот, делается блинг, делают загейты. Есть форжа, в ней ничего не заказано вообще. Вот. Так. Ну, началось небольшое такое стояние сейчас. Ничего не происходит. Что там на телефоне происходит такое? Так, плюс пятьсот на Сбер. Кто-то мне на новый носок, походу, запилил, да? И на крышку для кастрюли. Но что-то там без никнейма. Так что отписывайтесь, кто. Буду благодарен, чтобы добавить. Спасибо вам за поддержку большое. Вот. Спасибо, ребят. Приятно. Очень много стримов в последнее время. Но я рад, на самом деле, что есть, в принципе... Что есть, в принципе, много турниров, куда можно попасть. То есть, есть что постримить и что поделать. Плюс сам стараюсь иногда ФП поиграть. Ну, а здесь Сан, Скаллет, посмотрите-ка, прессует очень даже удачно. Но опять дестабилизаторы эти попёрли. Опять дестабилизаторы. Полетела призма, а здесь диверсант идёт, правда, уже полудохлый. Сколько он времени-то здесь стоял? Смотрите, Скаллет всё видит здесь вообще. Зилки, чейджинги бегают везде. СМС? Нет, это СМС вторая. А, видок. Отсылаю денежку за стримы. Спасибо тебе, видок. Сейчас запилим у тебя. Так, Нидус от Скаллет пошёл. Один Нидус принимает сейчас моментально Циан. Второй Нидус под третий Нексусом пошёл. Так, в двух направлениях Нидусы делаются. По третьим Нексусом есть. Начинают роучи выпрыгивать. Дестабилизаторов ну очень много уже строится. А на мэне-то Нидус кто-то шатает. А, здесь Уверчарш плюс Талкеры есть. Приходит Сан. Дестабилизатор просто жарит сейчас. Смотрите, как гидра с роучами затерпела. Здесь Нидус минус. Пытает Скаллет в другом направлении сейчас пройти. Дестабилизаторы свой газ только шатают. Больше ничего они не шатают. Непонятно, как Циан здесь отбивается. 40, 70, 65, но в любом случае он плюс дерётся. Это факт. Так, здесь юниты ушли немножечко назад. Скаллет. Так, здесь Сталкеры блинкнулись вниз. Люркер Дэна пока что нет, обратите внимание. Хорошо, просто хорошо. Разрывает всю эту группу Циан. По лимиту в итоге сравнивается. Дестабилизаторы всё новое-новое строятся. Три есть, плюс два. Сейчас будет, будет. Учисто пять их. Призма где летает? Призма летает на третьей базе. Шатает рабочих. Нужно увести. Призму не надо её терять. Она, кстати, с мувом. Призма-то. Всё, надо выход делать на эту Призму. Довар ввести. Циан молодец. Очень чётко облетает. Кусить АПМ. АПМ-то 240. Не такой уж большой у этого китайского процесса. Размер не главное, вы сами знаете. Главное качество. Так, подбревает сейчас овера Циан. 175-68. Да пробивай ты камни. Иди вперёд. Чё ты встал-то, ё-моё? Только похвалил вообще, ё-моё. Не дай мне людей обмануть. А то окажется, что размер-то решает всё-таки в итоге. Потому что Циан камни просто не может пробить. АПМ-чик какой-то стопорный. Сейчас стал неплохо. Дестабилизатор сейчас попадает по нескольким юнитам. Скалит заходит в спину. Агрессивный блинг на... Кайграун куда ты по своим бьёт? По своим бьёт Циан. Призму теряет. Но неплохой дэмэдж, тем не менее, наносит и так. Переблинг. На оплётку попадает. Здесь дронами Скалит пытается отбиться. Залпы-то будут по юнитам. По Скалит-то вообще куда они дестабилизатор отстрелять? Будут вообще стрелять. Дестабилизаторы вроде как криво стреляют. Очень криво сейчас Циан стреляет. Скалит подходит. Провал полный сейчас со стороны Протуса, моё мнение. Да, он тут как бы ещё пока Пуш не похерил свой. Но минус дестабилизатор и минус всё в итоге, ребята. 26-120. Ну куда ты? Ё-моё, ну что ты? Как ты вообще-то делаешь? Я не понимаю, блин. Только похвалил вообще. Только похвалил сразу. Вот. Ну золото. И 65-48. Чуть ли не на 20 рабочих Протуса больше. Блин, я что-то накомментировал. Сегодня аж горло, я моё, заболело. Фу, спасибо всем, ребят, за поддержку, короче. Так, здесь всё переплывает. Сюда. Крутой Бобрик поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей. На крышку и носки равно. Спасибо, крутой Бобрикте. Много уже носков можно мне запилить будет. Ну нормально. Сам же, говорю, надо более жёсткий протест. Надо линейку носков от поме начинать выпускать. Противоударная, чтобы крышка не резала. И рекламу такие хочешь, там кто-нибудь крышки будет сбрасывать, а я стоять, ногу подставлять здесь буду на стриме через вебку так. И одновременно Старкрафт комментировать. Где все скажут, да, вот это мультитаск вообще. Так только ГМЛ может. Короче, ребят. Идёт выход далее. Сан пытается дожать скалит. И кажется, шансы велики. Но 10 люркеров, где они, чёртовы люркеры? Вот они люркеры где. Опасная ситуация складывается вообще. Так, ребят, сейчас вас чуть похоже всех добавлю в поддержавшие. Спасибо всем. Вот. За поддержку. Но нужно стримить игру. Нужно смотреть. Здесь что-то экшен какой-то жёсткий. Скалит спину, пытается зайти. Свою люркеры уходят наверх. Сейчас дестабилизаторы стреляют. Два люркера сразу минус. Залпы ещё идут. Отступают. Пытаются на отступление. Хорошо на отступление. Здесь очень неплохо харасит дестабилизаторами. Но один всего остался. Но самое главное, что не дал окружить свою армию основную. Загружаются адепты. Призма с мумом полетела. На четвёртой базе обороны нету никакой. Нужны обсерверы срочно здесь. Так, сейчас часть ручей ускалит забытой. Я вообще их не видел. Что они здесь делают? Не знаю, что делают вообще. Эти мужика-то крутой бобрик приходится. Крутой бобрик быстро. Странного какого-то типа воздушку добавил. Но иногда весело бывает. Пролетает сан и видит, что здесь дестабилизатор его, кстати, уже висит. Кстати, что прикольно. Что у него там внутри-то находится? Какая-то там прямо сфера жёсткая такая. Визуализация такая. 183-180. Полимет у золота бывает. Там пятый нектос уже пытается занять. Но микс-то, блин, микс-то какой-то жидкий. С люрой в лоб не подраться. Дуин, когда был провал. С люрой-то не подраться в лоб. То есть нужно архонов больше имморталов. В лоб только зомби-тос может драться иммортал и архоны. Но здесь ставочка циана на что? На то, что у него мобильная очень армия. То есть он будет бой не принимать. Он будет сталкерами убивать всех лингов. Там Роучи, у кого рейнджа мало. А дестабилизаторами шатать люру просто он будет. Сейчас попытка четвёртую отменить. Четвёртую циан отменит. Сейчас я уверен. Скалит, пытается окружить в очередной раз с разных сторон циана. Дестабилизаторы залпа делают. Пошли ещё залпы мимо вообще. В кассы куда-то идут они. И ещё раз мимо кассы идут эти залпы. Нужно отступать назад. Не надо терять из дестабилизаторов. Тоже нежелательно, конечно, циану бы здесь всех терять. Но он всех, собственно, и не теряет. Так, здесь адепты на третий базе. Чи не на третий, на девяти часах, прошу прощения. Десять дронов минус. Так, кто тоже вроде ладер стримит? Я не понял. Я теряю просто нить разговора, потому что комментирую. Вот, тяжело возвращаться иногда. Так, здесь сталкерами крит, циану вычищает. Адептами заходят. Вот это на третью, реальную третью заходят, скалят. Сейчас минус все дроны максимально быстро здесь будут уничтожены. Просто восемь дронов как с куста. Десять дронов как с куста. Адепты пытаются сменить ещё позицию. Заходят на вторую, либо на мейн. Сейчас нет, ко второй телепортир здесь встречает. Скалят моментальных. Архонов циан добавляет. Ну, смотрите, вот, всё круто у Промсов, всё круто делает. Ну, где, чёрт побери, грейды? Где грейды? Почему три атаки, блин? Есть грейды в игре, помимо атаки, они тоже нужны. А, бобёр. Так, в чём здесь? Ты про какого бобра-то говоришь? Я-то про крутого бобрика. Который поддерживает меня и мой канал. А кому Стрэндж проиграл, ребята? Так. Залетает. Опс. Залпы пошли дичайшие. Просто люра отдаётся. Ё-моё, как там люра жёстко отдаётся? Дестабилизаторы прям под ударом все. Фаербулла Аскали заходит, но Циан расстреливает планомерно всех люрков. 60 на 170. Это 2-3, и Циан берёт игру. Блин, красавчик. Красавчик, я не ожидал, что... Пользователь Ариман 6 активировал премиум на ваш канал. Что сегодня Циан так будет играть, реально я не ожидал, ребят. И что сегодня такие будут крутые игры, я тоже нифига не ожидал. Так. Пошёл инвайт. Захожу в игру. Спасибо всем за поддержку ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, действительно Стрэндж проиграл соло, ребят, на гоуфу СК. И проиграл он, к сожалению, в... А, он в РО-16 проиграл. В БО-1 он проиграл. Ну, ё-моё, я уверен бы, в БО-3 он хрен бы проиграл этому соло. Ну, а что? Убить партинга и слить скалит. Ну, ты тут недооцениваешь, во-первых, скалит и переоцениваешь партинга, потому что партинг сейчас, что он вообще? Он нигде, а скалит она шатает людей. Спасибо всем ещё раз за поддержку. Премиум 15 человек уже премиум, всё, не это круто. Что и говорить. Пользователь Python, подчёркивание, ВБГ активировал премиум на ваш канал. И даже более того. Ну что же, приятно, что китайцы в этот турнир позвали. Пользователь Элст-Пизаро активировал премиум на ваш канал. Так, ребят. Опа, здесь уже всё идёт, а я что-то, блин, это... Косячу. Знаете, скалит Блая врубает сейчас. Ставит хатку на второй байд, на золоте Циана ставит хату. А Циан не выводит 8 пробок, он выводит 4. Но почему 4-то? 4 дают достроиться этой хате. Я ещё что-то не понимаю вот этого момента. Как он её убить-то собирается? Он собирается её Зилком убивать, на самом деле. Вот. Спасибо, Кайтэм. Стараюсь. Интересный турнир. Хату скалит отменяет. Я считаю, что это провал для скалит, на самом деле. Так. Хату скалит заказывает сверхподнюю. Всё, что нужно Циану, это сейчас базу запилить. Почему он на золоте собирается впилить её? Вот это даёт. Вот это даёт. Адепт заказан. Почему адепт? Какой адепт-то? Зилок идёт вперёд. Говорит, линги, вы чё, оборзели что ли? Сейчас я вас порежу ножом. Ха-ха-ха-ха. Для него-то это нож, а для лингов-то это просто меч гигантский. Проходится. Ну, неужели пробку нормально, вне крипа не отвести? Как-то, блин, вообще, блин, просто. Вот. Ага, спасибо, крутой воврик. Не заметил я. Я тоже сомневался, что правильно напишу. Просто уже этот текст с поддержкой наверх уплыл, чтобы Ctrl-C сделать. Вручную писал. Ещё 3326. Ладно, всё, хорош пригорать, а то это уже надоедает мне самому, на самом деле. Лица, она хорошо очень играет сегодня. Поэтому слишком с перебором критики тоже не надо. Муфу скалит заказан, но муфта сверхпоздний. Так, здесь адепт приходит и шатает в лёгкую просто дронов. Так, чуть не убил одного из них. Можно отступить вот сюда, куда-нибудь сныкаться, например, прикрыть минеральную линию золотую с этой стороны. Опять же адепт заходит. Опять дрон под ударом. Куда-то телепортируешь. А, он через мейн прямо уходит. Вот это адепт-путешественница. Адепт-путешественница, я бы сказал. Так, стеночку циан здесь закрывает. Золото начал добывать. Но вот я опасаюсь прессингов каких-то отскалит сейчас. И в первую очередь опасаюсь вот с этой стороны, вот отсюда, если будет какая-то атака, камни-то не пробиты. И здесь можно сзади всё заблочить вообще. Отскалит. Так, королева Роуч Ворн. Отскалит у лейн пошёл. Смотрите-ка. Четыре королевы. Это не спроста циан видит, что три штучки уже есть. Запиливает роба на золоте сейчас. Скорость таки адептам делается. Имеет смысл, думаю, и запилить и Даркшайн данной ситуацией. Почему? Потому что лейера нету. Атака будет до лейера. Но даже если циан будет идеально сейчас варпить адептов, и уже он один гейт не открывает, я говорю, идеально, то будет, возможно, всё нормально. Да открой ты гейт, варпани ты, блядь, адептов. Ё-моё, чё происходит-то? Давай, тащи камбэк 3-3. Нужно нам. Срочно, сейчас. Так, до варпы адептов идут. Ещё. Адептов уже реально много. Криптумеры вперёд идут, нужно отменять. Криптумеры можно разводить. Сейчас скалит, пытаться. Так, маслинги там пошли. Видит сан, что это улыбн. Видит 100%. До варп сан 3 идёт. Первый эморт заказан. Даркшайн пошёл. Да поздно, ё-моё, Даркшайн. Стеночку заблочил. Ну, блин, как он всё грамотно делает, блин. Прям стеночки блочит. Ну, сейчас просто придут роучеры, реводжеры, ГГВП, блин. Королевы вперёд лезут. Фатонки нет, фотонок нет. Нифига здесь нету. Гейты достроятся. Не успевают просто физически. Сверху вижу гейты, добавляются. Варпы новые и новые проходят. Скалит, пробивает камни. Скалит, в спину собирается зайти. Санна может спасти. Это сейчас очень. Почему? Потому что лейра-то нету. Ой-ой-ой. А Даркшайн-то подстраивается. Это очень круто. Сейчас Даркшайн почти готов. 43.71. Ещё плюс адептики варпятся. Два оставляет. Здесь сразу понимают, что может с этого направления улыбнуть. Есть робот. А, Сентри этих, простите, обсерверов нету. Потому что имморталы строятся по КДшечке сейчас. Забежали линги. Всё, отлично. Линги забежали. Ничего не спалил. Лейр Скалит заказывает. Ну всё, Сану сейчас с макро у него всё хорошо будет на самом деле. Да не надо, Лей. Аккуратнее надо с лингами быть просто. Так, пытается Скалит Сану тут адепту подрезать. А адепты проходят просто на мейт сейчас, на изичах. Рабочих шатай. Скорей, Сан, шатай. Всё, здесь шатай. Иллюзии вниз запустить, конечно. Конечно, рабочие под ударом. Скалит идёт вперёд. Лейр ещё не готов. Здесь уже Дарки вперёд идут. Куда-то там фаерболы. Дарк проходит. Дарк сейчас будет кабину разламывать. Здесь 7, 8 дронов уничтожат. 21,42 парабам. Двукратное преимущество. Лейр почти готов. Фотолимер поддержал ваш канал на сумму 151 рубль. Спасибо, Фотолимер. Дарк заходит. Дарк начинает резать. Всё, что нужно Сану. Сейчас, смотрите, некуда заказать колоссов, по-моему, построить. Три оверсира делается. Сан замечает и уходит. Царь вообще. Вон, конечно, проход пробит. Сваливай отсюда просто. Можно с этого пилона вот здесь где-нибудь запилить. Вниз бы ворпануть или сюда. Куда-нибудь, я не знаю. Куда там ворпануть. Куда-то надо ворпануть. Дарков было бы. Так, фаерболы проходят по пилону. Скалит, пытается всё ещё улынить. В наглую вообще идёт вперёд. Блин, ну тут надо принимать. Где филды-то вообще? Филдов нету. Сан так долго под фаерболами-то не походишь. Ему надо что-то делать. Действовать как-то надо. Так, дестабилизатор первый сейчас будет готов. Дестабилизатор готов. Залп по королевам проходит. Минут две королевы. Неплохо склеил их сейчас сан этими дестабилизаторами. Подшатнул их, покосил немножечко. Так, новый пилон добавляется. Ещё один оверчаж выставляется. Гейт падает номер один. Нексус строится третью сана. Здесь никакой контратаки нет. Вот сюда можно ворпануть. И вот через этот проход вот сюда провести, например. Адарк здесь и стоит. Но скалит, есть оверсирь, здесь всё в порядке. Так, заходит скалит, фокушен был. Где стабилизатор? Циан пытается нагнать. Нагонит же адептами. Сейчас, смотрите, королевы уж точно не уйдут никуда. Так, адепт чуть на фаербулы не попали. Ну чуть не считается. Не попали. Королева минус. Ещё раз циан вперёд всё посылает. Три слингов за окан. Здесь стабилизатор сзади. Всё, это сзади подходит сейчас. Ну скалит на двух базах против трёх Нексусов. Всё здесь, 3-3, ребята. Решающая игра нам нужна. А решающая игра это всегда круто. Два полуфинала по 3-3 сегодня. От финала жду не меньших вообще событий просто я... А то как же без финала крутого мы тут будем. Так, адепт, этот, дестабилизатор молоко сейчас стреляет. Тут циан наверх слишком лезет, конечно, сильно. Отступает. Один фаербольчик попал, второй не попал. Свой криптумер скалит подбревает вместе с филдом. Сейчас только что. Третий Нексус готов. Рабов маловато. С мейна надо переводить. Золото надо переводить. Здесь уже золото-то кончилось, ё-моё. Кстати, уже прогрыз проход сюда циан. Уже можно обойти с другой стороны. Апсервера, блин, вот. Хвалю, хвалю Протса. А он апсервера не может, чёртова, построить. Да постой-то апсервера-то, он говна сколько здесь. Надо всё чистить, ё-моё, не видно ничего, блин. Не строит пока. Вот, наконец-то заказал. Молодец. Так, забегание от скалит идёт. Неприятное. Линги заходят вместе с реводжером. Есть... Так, мазеркор с фаербулами. Здесь сан заходит через рампу. Позицию за счёт дестабилизатора пытается отжать. Залп по реводжерам. Вообще два залпа в молоко. Хотя второй-то хорошо патрон летел. Куда он вообще летел? И опять-чего-то никуда. Патрон падает этот. 413-479. Пинг у меня что-то повышаться стал сейчас. Так, пока не выхожу. ГГ пишет Скарлетт сейчас. Суциан побеждает. И даже в игре я был, ребят. Что-то у меня залагало. А что с пингом-то сейчас случилось только что? Суциан побеждает. Так, что-то... КП... КП King. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну надеюсь, что такой фигни больше не будет на самом деле С пингом я имею ввиду Ну что, 3-3, ребята Либо ЗВЗ скалит против Снута Либо Циан будет царем и будет ПВЗ у нас в финале Хотя ЗВЗ скалит против Снута Вот я так думаю, что ЗВЗ скалит против Снута Может быть реально даже интереснее вообще, чем это ПВЗ Но это в том случае, если Снут в хлам Циан развалит Но что-то мне подсказывает, что если он так соскалит и играет То Снуту тоже будет явно непросто Так, спасибо всем еще раз за поддержку 250 тысяч на китайском стриме Ну а как еще, е-мое, ребят Китайский игрок плюс Китай и аудитории совершенно другие Это факт Что-то не нравится мне, как отсчет идет, честно говоря Ну все, ребят, слава богу, все окей Вроде как Счет равный, но уйдите Сберкарты, кстати, большая, очень макрокарта такая жирная ЗВЗ у скалит слабая всегда была Я бы не сказал, что ЗВЗ у скалит всегда слабая была ЗВЗ у скалит всегда нормальная была Потому что она играла с командой с Нерчом в Вейсер все время из Блайн А как вы понимаете, с ними можно и макро и против Чузов натрениться Так что я не припоминаю, что пускалит какая-то была слабая ЗВЗ И Циан, посмотрите, рисковый китайчик Циан Он играет первый Нексус в решающей игре Ну молодец, так и надо А что жалеть-то тут? Что бояться-то? Скалит тоже перестраховывается, бывает Ну да, скалит Ну, на самом деле, ничего не рисковывает Он все правильно делает, логично Почему? Потому что, ну, не станет скалит пул первой в решающей игре делать Она здесь фаворит Это факт, на самом деле И с 1-3, посмотрите, повторяются сюжеты Вообще, китайцы там что, проплатили, что ли? Я не понял Только недавно было 1-3 Ютермал против Снута И тут уже 1-3 было Циан против Скалит И тоже закомбечил, что самое интересное Но только в предыдущей игре Снут все-таки собрал волю в кулак И довел дело до конца Дожал 4-3 выиграл Здесь же что будет, посмотрим Так, ну а я вас всех приветствую Людей много 220 там с чем-то на Твиче На ГГ-плеере 1400, там почти 1500 иногда подскакивает Вот Короче, народа много, ребят Всем за внимание, спасибо Короче, я выхожу, что-то у меня пинг жестко подскочил Вот Будем рестрим достримливать через рестрим, ребят К сожалению Я выхожу, все-таки это финал ланового турнира Когда нужно перезайти Какая-то печаль случилась вообще Час, срак Я думаю, что он русский кастер, Фракскис Да, хорошо И он оставил его Что-то, как Кока, он тоже живет Скарлетт немного с Кока Нет, Кока очень хороший парень Все, кто-то знает Кока Он как Фаркка-джиньер Да Баби Фанка Баби Фанка Кока тоже лагает Я вижу, но это не отменяет того, что у меня пинг подскочил до 700 Так, ребят, ну тут я ничего поделать не могу с этим, к сожалению Давайте рестрим посмотрим Ну а что тут делать? В следующую игру, конечно, я зайду Старкрафт уже перезашел Надеюсь, что все нормально дальше будет Ну а что, что поделать можно тут? Игрокам мешать нельзя Да нет, пинг прыгает на Азии Это не первый раз уже такое было Это и Варди говорил, что я просто спрашивал у буржуйских многих Типа прыгает пинг, да? Иногда бывает просто на батлнетом что-то происходит Как бы, может быть, что-то качается, начинается Как бы, вот Просто, ну, как бы Это нормально, что пинг прыгает Уже не раз у меня было И не только у меня такое бывало Игрокам мешать Ну что, ребят, Феникс и Уциана Третий Нексу ставит Все пока достаточно четко Ну, Скарлет впереди по рабочим Так, Старкрафт зашел Да, Старкрафт зашел Ну, что-то, я не знаю, что-то Да нет, это не у всех и всегда он прыгает почему-то, я вообще не знаю почему он прыгает Если был бы виноват их тема, то может быть он и у всех бы прыгал бы, а у всех он не прыгает Так, 8 гейтов, это улын адепт Адепт улын, прошу прощения Да, Надя разлетели, потому что другой захват Идет Сан вперед, готовы ли Скалет? Я не уверен, что-то лимита маловато боевого явно здесь 81 дрон у Скалет и только линги против адептов, ребята, это жесть, я не знаю сколько бейлингов нужно, чтобы тут зарешать, короче, где там призма летает, пока тоже не вижу Ну масс масс линги строятся сейчас, масс масс линги, фениксы летают Фениксами нужно бейлингов стараться поднимать, а адептов все больше и больше, адепты пытаются зайти Ну куда ты, ё-моё, там пошли? Сплит-то где против бейнов надо сплит сейчас, да, пошел сплит, поднимает Сан пару бейлингов А адепты лингов просто в мясо сейчас забревают вообще всех Врывается дальше Сан там Бейлинги здесь есть, сплит нужен адептам, новенькие адепты, нужен товар сплита нет практически У часа они телепортируются в минеральную линию, уже королевы пазу, 121, 113 по лимиту, но масс линги у Скалет в продакшне Масс масс линги, от бейлингов нужен сплит, сейчас Сан не сплитится, что ты делаешь, тормоз, ты ё-моё Какой же он тормоз, ё-моё, элементарно на 2 куска разведи, на 3 куска разведи, он все в куче держит в одной, блин Что ты творишь вообще, игру можно взять, сейчас у Скалет, что-то в ЗВЗ финала не было Он что-то тут фигню какую-то делает, адепты заходят, адепты тут бомбят, до варп новых пошел Бейлинги пытаются ворваться, Феникс и бейлингов неплохо поднимают, адепты в призму садятся, всех забрать не получается Разгружаются из призмы, бейлинг всего лишь 1-102 на 89-88 Кажется, Сан 4-3 Скалет пошатал просто Ребятки, вот это да Даже без крутого сплита Сан здесь зарешал вообще Адепты новые варпятся, здесь бейлингов принимают, сверху 4-ю базу Сан убивает уже Пишем ГГ, выходим, ребят, это 4-3 Сан, Сан против Снута Вообще никто не ожидал, что он сможет показать такое, я не знаю сколько там зрителей Вот реально в Китае подъем Старкрафта будет, 100% Сан взял, всех же шатал Посмотрим сколько Скалет денег получит Так, все, меняю захват, ребят Так, все, меняю захват, ребят, ребят Так, ну что, финала ждем мы, ребята Сцену, я не знаю, показывают там сцену-то у нас У меня этот плеер просто провально, честно говоря, работает Так, все, меняю захват, ребят, 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 ребят Так, все, меняю захват, ребят, ребят После игр показывают Ну сейчас я вижу только комментаторы сидят уже, в принципе, никого нету Ну что же, нежданчик, нежданчик, ребята Ну посмотрим, что снуд, что снуд, сможет он здесь зашатать или нет Суцианов финал поставили Так, Скалет столько, сколько и у термал 6750 бакинских получает Блин, Санта завозит, ребят, на кипбете ставочки есть, кому это интересно На снуд-то еще лучше коэффициент Смотрите, ну как на Сана может быть 4К, а он такие игры демонстрирует Я не знаю, ну смотрите, по картам нету здесь ничего Ну не знаю, как бы, я не рекомендую прям на Сана пилить Но вот это, ну Он уже доказал, что он вообще не промах совсем То есть он убил партинга, он убил Скарлетт Так что думайте сами решать Сами я ячейку заварю, пожалуй, что-то Что-то как-то горло у меня запершило даже Ждем, ну посмотрим, посмотрим, что Сан сможет со снудом побиться или нет Ожидаем финала Продолжение следует... 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 Так, ребят, я вижу, что TakeTV, Наруто там или кто от них стримит, спрашивает, что один час типа перерыв, что ли? А что, в натуре один час перерыв? Продолжение следует... Какой-то шоу-матч там будет. Ну, давайте будем шоу-матч смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, ждем шоу-матч перед финалом-то, что делать-то как бы еще? Делать нечего, ребят. А вы помните, что надо поддерживать меня и мой канал, естественно. По реквизитам в описании, через плеер. Вот. Продолжение следует... 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 И будем его сейчас смотреть, ребят. Не расходитесь, впереди финал. Снут против Цана. Но сначала будет шоу-матч и только потом... Продолжение. Сколько этот матч пойдет, я без понятия. Продолжение следует... Так, а что, их в натуре три человека всего, что ли? Нет, пять человек. Пока четыре. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три, четыре. Продолжение следует... 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 Может, Тиму им дали? Нет, они пилят друг друга на автомате То есть здесь просто точка сбора стоит так, чтобы не атаковал никто Сейчас чел прилетит удивиться Два разных игрока тут живет просто Видите, они стреляют друг по другу То есть они все-таки фрифорол играют Видите, автоматом атакуют друг друга юниты просто Ну что, здесь какие-то депушечки пошли Плюс бараки у оранжевого тирана, цешечка добывается Здесь тоже плюс бараки пошли Здесь еще 30 цешечки Какой-то вот этот какой-то самый наглый, красный Ну а я чиху пока Попью, ребят Пристройка завершена Такс, 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 ну что тут Вторая база Здесь пока базы нету Зато на хэга есть базы Игра приостановлена Паузу просят оранжевый Понял, что там какая-то халтура что ли Я чуть не понял Такс, 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 такс Такс, такс Такс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Что-то долго, какая-то пауза, я чуть не понял, что там происходит даже Игра возобновлена Так, зелененького поставлю ДимаTorzok Так, вот Пускай от Ютермалу уже давно понятно, уже опубликовали призовой фон, что там одинаковый Строятся, я не понимаю, как вот эти воевать собираются, посмотрите То есть они сейчас отстроятся и на оклике друг на друга попрут, кто победит, тот молодец, что ли? Так, оранжевому СС уничтожены Здесь еще и красные летают, посмотрите, двойные дропы с двух сторон Так, еще СС пошла, третья Попытки дропнуться Два Сенсор Торо, где третья СС-ка-то уже давно была третья СС-ка, по-моему Здесь у нас два-два, а, здесь один-один, два-два, здесь уже два-два делают, смотрю, грейды И здесь два-два заказаны Танк без полетка приехал, начал стрелять Так, ну и пошел выход Что-то много сканов сюда идет Кстати, три скана идет От разных игроков Что-то соседом не воевает Не знаю, что не воевает Может, это не девушка играет, на самом деле, просто никнейм Я без понятия, кто здесь играет Но друг на друга не нападают, тем не менее Так, зеленые нападают Побеждают на оранжевую сейчас танки из пепелю Тут просто сламп Опасный очень прессинг идет Больше никто в данный момент не воюет А как вы знаете, я думаю, многие во фри-фороле побеждают Тот, кто меньше всех воюет, на самом деле, поначалу Не всегда, конечно, но зачастую, чаще всего так происходит Так, четыре танка на ХГ уже там Оранжевый почему-то вообще не хочет драться А, здесь другой дроп Да они вообще охренели, что это за фри-форол такой? Вдвоем здесь поселились, посмотрите И одного шатают вдвоем просто Ну, это же вообще не дело Ну, с другой стороны, с респами так получилось, что вот так вот респы здесь Я надеюсь, красный зашатает их в хлам А то слишком нагло как-то Ну, это красный тормозной Ты думаешь, видите, никто тебя не трогает Да третью, четвертую ставь Что это тормозит, что ступор-то, ё-моё Здесь уже разожрались Так, да, оранжевый тут отбился Ну, а раньше его вообще затрепали беднягу То есть он там еле живой вообще Ну, здесь раскачиваются Все, то есть 3-3 уже грейды пошли Посмотрите, вот это Маюки, которые, я говорю, девушка дает Наверное, не девушка, что-то как-то прям тут все четко Так, я вижу фьюжн-кор, но для чего? Я бы на месте вот этого красного, которого не трогают Просто туре так бы обнес бы сейчас батлов У меня б уже батлы в 2-2 бы строились бы, я не знаю Тут в батлов надо выходить Нет, ребят, финал еще не прошел Не волнуйтесь, финал еще только будет Так, вот этого Все пытаются оранжевого зажать Но оранжевый нормально отсиделся 3-3 уже делает Зеленый какой-то мертвый игрок На самом деле, смотрите, у него вторая атака только заказана 1-1, вообще грейды ни о чем У красного в 2-х арморе воздушные грейды Но ничего не строится вообще Он тысячу лет собирается во что-то переходить Но непонятно, у вас какие-то медиваки строят Третью ЦЦшечку не может занять Вот красный мертвый просто Ну то есть у него миллиард ЦЦшек Базы все кончились, занять не может вообще Снута подкупают Я уверен, что снута даже если при всем желании не подкупить Почему? Потому что он Как человек не вызывает у меня Не вызывает Точнее, не видно по нему Что он, во-первых, какой-то хитрожопый Он совершенно другого склада человек Во-вторых, он победить, я уверен, больше хочет Потому что 4 года 3 или 4 года он без топ-1 только топ-2 берет То есть у него проблемы вообще-то с победами на турнирах присутствуют явные Ну что, красного минус нули, батлкрузеры отменяются ЦЦшки взрываются, оранжевые Вот я не понимаю, ну да, убили этих, а здесь-то как? Здесь-то как? Сейчас просто вот этот убьет вот этого и все Так, здесь на стим не заходит Что-то красный все увел сейчас Все, что у него есть, это один батлкрузер Оранжевый ожил, но шансов тут нет практически Так, здесь Ту-7, здесь почти 200 А здесь сколько у нас? Здесь тоже почти 200, кстати Ну тут очевидно, что вот этот, если он будет убивать зеленого, то он убьет И он вообще победитель Самец-медведи здесь на центре Потому что зеленый стягивается в центр Вот это тут цвета непонятного То ли желтого, то ли какого-то блевотного цвета Тоже что-то тут бегает рядом Так, что, дожимать идут, что ли? И главное, вдвоем идут Чуть-чуть покоцал своего типа союзника И расплитились сейчас один пошел наверх Этот оранжевого будет убивать Ну убивать-то он будет его или сидеть будет, не могу понять Блин, 3-3 ждет, что он ждет, вообще непонятно, что ждет Красного марики на 3-3 заходит Ну это просто катастрофа Тут все моментально просто падает На это время и зеленый заходит тоже Ну все, оранжевого добивают, красного добивают Там мне сказания осталось Ну я не знаю, будут эти-то друг с другом драться Им надо драться как бы друг с другом А как еще? Ну здесь батл-крузеры уже С витингами, смотрю, с ныканами Ну без грейдов вообще их маленькие на 3-3 Просто изорвут на самом деле Все красного уничтожили Оранжевого улетел Надо терем друг с другом подраться А потом оранжевого кто-то найдет, кто победит Собственно и все Все начали друг с другом вместиться Все-таки в итоге Зеленый-то разбирает Ну здесь 3 батл-крузера плюс строятся Батл-крузерами так просто не справятся Но они 0-0 против мариков 3-3, ребят Ну какой это вообще Вообще бред А оранжевый-то тут напрягает Вот этого с батл-крузерами Товарищ одним мариком еще Посмотрите У него вообще тут масс-бараки И много ресурсов вообще Я не знаю на что он рассчитывает На то, что батл-крузеры с 0-0 Убьют мариков 3-3 Нет, они ничего не убьют Спешу разочаровать и вас тоже 5-8 батл-крузеров Не, это сила конечно Но 0-0 против 3-3 мариков Таких количеств Просто забейте Если ты делаешь свитч При таком запасе ресурсов При экономике вот таких юнитов Сразу 2 армия и грыды просто и все Какой-то полетел батл-крузерами Так, что-то батлы Туда-сюда летают Не, ну батлы может с мариками Конечно, получится что-то им сделать Но я даже в этой ситуации Сомневаюсь, что получится что-то сделать Потому что там танков масс То есть марики сразу же погибнут Продолжение следует... Продолжение следует... Так, оранжевый тут, смотрите-ка 100 с лишним лимита отстроил Мариков достаточно много Поэтому хочет лететь Главное, лететь-то собрался Хотя у лоб здесь драться тоже прохладно Сейчас надо в спину ударить Вот этому зеленому Пока оранжевый месяц Здесь они грубо ловить Так, будет развязка-то у нас Ну, это, ну Хорош союзничать-то уже Пора добивать Ну, такой фрифурол неинтересно Смотреть просто, как кто-то, ну Кто-то с кем-то союзник Как бы это, ну, вообще Смысл Вот китайцы хитражопые Союзнички, ё-моё Китайцами вообще надо ухо востро Так-то, если Даже по игре видно Так, тут циклоны какие-то добавляются О, циклоны против ботлов Кстати, интересно Клонами можно ботлов Хлам убить, кстати говоря Особенно вот с этим драйдом С тремя атаками Со всеми делами Марики на 3-3 просто Куда ты побежал, дебил? Чё они делают вообще? Ну, блин Заканчивайте это вообще Блин, мне бесит уже Всё, мне начинает бесить Короче, вот эта Тянучка вот этого Времени просто Тут даже, ну Ка-та-ка-ка Честно идёт Фрифорол Можно покомментировать Здесь тоже Тут уже и комментировать-то нечего Ну, чё они Полудохлого оранжевого убивают? Делитесь друг с другом-то вообще Ботовы по нулям летают Ботовы по нулям летают Ну всё, оранжевого-то нету уже Ё-моё, ну что они летают? Так, за кого я хоть поставить? База атакована За этого? Давайте за этого посмотрим Наши КСМ атакованы Оп, циклоны поехали Лотлов ловить Давайте посмотрим Чё там циклоны-то КОНЕЦ Так, здесь зелёные моряками С ним приходят Здесь чё-то тоже моряки бегают Без медиваков вообще, кстати, они Ну а батлами сюда Телепортнуться И против моряков подраться Ядерка куда-то полетела Опа-то оранжевые, кстати, здесь Бомбить-то, между прочим Так, зелёных всё больше и больше Здесь с батлами ещё и победит сейчас У него моряки плюс батлы Батлы с 0-0 грейдами, правда, вообще По красоте На себя бросай, чё там Боишься на себя, ну Так, батла захватили Прям на этих телепорт Прям под захват Смотрите, как унижают батлов Просто Просто унижают циклоны с грейдом батлов Ну там 0-0 батлы, правда Так Батлкрут Грузер такой большой Почему я не могу в него закрузить всю армию Люцифер Мэл А тебе сколько лет? Наверное, много Ты вот вроде тоже большой Как бы Должен быть умным А тупые вопросы задаёшь какие-то Ну Что Что тут поделаешь? Ха-ха-ха Вот так вот Так 129 на 136 Чуть непонятное происходит Туда-всюда Всё летает Батлы бьются Циклоны Тут батлов пытаются минуснуть И, кстати, минуснёт сейчас батлов Циклонами Вот этот товарищ зелёный Мариков позахватывал Здесь всё позахватывал Батлы вообще моментально падают все Какая-то жесть Падают бомбы От зелёного марика Почему-то вперёд идёт А что вот этот Жёлтенький? Да ничего У него ничего нету Ещё и оранжевый живой Там Ядерки кидает Короче, строит ядерки И кидает их просто Постоянно Я не знаю Закончится ли этот бред Тогда Либо вообще Если это Если не одна игра Будет шоу-матч То я Я тогда Ливаю Ребята Просто Я имел в виду Но это вообще Задолбало Оружие Всё Зелёные разваливают Конечно Так Бумба ядерная Что-то отовсюду падает А где гост? А вот он сверху стоит Рабов никто Не особо Не контролит Я не понимаю Чё этот зелёный Бегает Зад Вперёд Добей Вот этого Пошли небольшую Группу Наверх К оранжевому Всё Задолбало Так Опять Пинг Чё-то Подскочил Выхожу Короче Из игры Вот Ну ждём Конца Этого Шоу-матча Я думаю Недолго Осталось Опять Пинг Подскочил Я не знаю Чё за хрень Этот Китай Азиатский Сервер На нём Постоян На самом деле Пинг Прыгает Подскочил Так Ну чё Битва Продолжается Я надеюсь У меня Отпустит Пока Эта хрень С пингом Не хотелось бы На финале Чтоб так Было Вот Очень Не хотелось бы Отпустит Субтитры сделал DimaTorzok 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 И надеюсь, что... Что это неожиданно? Ну а что неожиданно? Давно что-то никто не поддерживает. Вот и неожиданно. У меня аж не установлен вход сотка или пятихатка. Так, пошел инвайт, захожу. Так, у меня все там, где нужно, то и стоит. Да не, в принципе. На самом деле, все, кто смотрят, те и смотрят. Обычно, как бы... Хотя, да, наверное, осенью получше будет. Но все поддерживатели, вон, коронованные, смотри. Все сидят тут, смотри. Аж целых шесть человек. А еще ледоколы БМС. Привет всем. С ножами, как у Крипа в доте. А я просто желтый со звездой. Ганжа. Нет, я песни за донат не ставлю. Ну, я не знаю, как бы. Я когда-то думал, что такое придумать, не обязательно песни. Но потом подумал, блин, терпеть какое-нибудь дерьмо, блин. За донат там, ну, это не очень хорошо, на самом деле. А просто тоже не ставлю. И StarCraft. Потому что людей много, вкусы разные у всех. Финал еще не начинался, ребят. Поэтому все в порядке. Но главное, чтобы все с пингом было. Все в порядке. Итак. Продолжение следует... 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 Так, ну что, ждем начала Четыре минуты, короче, там до начала Как так получилось? Как-то получилось Смотреть ничего не будем Будем ждать начала, будем смотреть финал Что скажу про СК-2ТВ, а что говорить? Точнее, когда я начинал стримить, автоматом плеер был мой на СК-2ТВ на бутгейм Что в СНГ было, там, какие сайты в СНГ были, там, собственно, и начал стримить Так что, ну... А что про китайцы рассказывать? Можно все посмотреть на Ликвиде Я сам, честно говоря, особо про него еще не знаю Сейчас вот посмотрю 92-го года рождения Уже немолодой такой игрок 24 года ему достаточно Первый StarCraft, видимо, не играл Не припоминаю Хотя, может быть, даже и играл Короче, мало о нем инфы, честно говоря До свидания There's a lot here Так, ну что, пока не стартануло, у меня что-то чай попер, через секунду буду. Продолжение следует... Так, ну всё, я здесь. Так, ну всё. Ну что, ребят, поехали. Так, голосовалочку создал, новую голосуйте. Так, пилончик пошёл на лоу-граунде от Сана. Снут играет в стандартную хату, я так понимаю. Или нет? Да, рабочий заказ, ну вроде пул не собирается строить пока. Хотя непонятно, ещё может и в пулгаз сыграть или газпул там какой-нибудь. Ну всё-таки в хатку играется. Ганжи, ну когда-то играл, да. Когда-то играл и сам. Да не так давно это и было. Так, чё гейт добавляется. Сейчас я кое-что гляну, ребят. Чё там у нас происходит? На гол-го-гоэскат. Гонер чё отлетел от гуру. Тарантиус в финале. На гол-гоэскат всё равно не успеваем уже, это факт. На патруле пробочка на третий, то есть там хочется увидеть, когда уснута третья база будет. Нексус достраивается, здесь кибернатчика гейт второй, то есть халявный билд на самом деле отца нам очень здесь такой был, очень даже халявный, уснута четыре линго. Так, мух на половине, королевы строятся, третья королевы заказана, пока что-то третью не собирается, а вот дрончик выезжает вперед, ну как-то сам будет блочить, соответственно, эту хату пытаться, уснута. Странно оверы летят, ни одного с этого направления, два сзади залетают. Ну, сталкерам нужно по мейну здесь контролить будет врыв оверов, если вдруг будет залетать, причем как контролить, лучше пилон здесь поставить, а сталкера где-то здесь держать, потому что если овер подальше пролетит, то ты будешь знать, что ему нечего полить. нужно его запустить немножечко, чтобы наверняка сбить, да, как бы. Ну, еще один пилон пошел, стенку закрывает сам сейчас. Здесь проход стрёмный такой, здесь линги могут протолкнуться, если повезет зергу. Ну, будет ли вообще врываться куда-нибудь у нас сам пробку отдал, точнее снуд будет ли куда-нибудь врываться. Третья хата пилится. Не, ну, если снуд проиграет даже китайцу здесь, кто-то его должен остановить наконец-таки, то это тогда будет вообще для снуду проклятие какое-то, я не знаю, а китаец-то будет просто царем, потому что и так он зашатал два матча никто не ожидал, и партинга, и скарлетт, и всех-всех-всех. Ну что, два дрона циан минусует, минус, там несколько лингов было сделано. Снута Роуч Ворн, видите, Оракул как бы прилетает, уже первый. На четыре королевы куда-то летит что-то, на четыре королевы прилетел, удаёт. Так. Ну всё, Оракул это ничего не сделал, две пробки тут гибнет на третьей базе. Улетает Оракул адептам помогать, но помогает неплохо, я не думаю, что скарлетт сильнее Снута, во-первых, во-вторых, даже если скарлетт сильнее Снута, это не значит, что скарлетт, проигравшая Цану, проиграла Цану и Снут обязательно должен ему проиграть. Так, ну что, плюс пилонщики пошли, ещё здесь два адепта, ещё не против лингов есть здесь оборона, два Оракула висят, а они вообще рабочих не убили, правда, Снуту практически. Снут сразу же четвёртую ставят, Снут халявит, вообще жёстко. Макрохата, ещё и четвёртый одновременно крип вперёд распространяет, чуть-чуть по одному криптуморчику, вот, и дронов мастит очень-очень жёстко. Оракула прилетает, три дрона забирать, но хоть что-то китаец забирает, это правильно, нужно, нужно харасить и каких-то юнитов забирать, ещё здесь пробка гейты ставят сейчас. И назад сразу выезжают. Илончик здесь надо, чтобы никто не забегал. Ревелэйшн на мейн, видит лейр, видит макрохату, видит Роучворен Цануна. Что будет делать Снут, интересно. Фред шайба. Спасибо тебе. Так, Immortal Lab Link, вторую робу добавляется у Цана сейчас. И, кстати, в предыдущих тыграх он второй робу. Не, у него было второй робу, но он обычно его позже как-то добавлял. Если колоссов делали, дестабилизаторов. Что тут роба Immortal прямо будет? Ну, не знаю. Роба Б пока не наблюдается. Возможно, да, роба Immortal даже будет. 107, 117 полиамид. У Оракула висят. Четвертая у Снута вообще не раскачивается. У Снута шпиль. У Снута есть шпиль, но на мэне газа нет, на второй нет одного. На третьей нет. То есть по одному газу. Три газа все, Снут добывает. А что это значит? Это не мутка будет стопроцентно. Иначе бы уже и здесь газ пилился, и здесь весь бы добывался бы тоже. И Циан делает какой-то выход интересный. В общем, он выход делает для подпуша. То есть это никакой не улын вообще. Даже нету здесь этого мазеркора. Ну, нет. Хату можно в легкую забрать сейчас. Можно и рабу забрать. Хату забирай, что ты творишь-то, ё-моё. Вообще не понимаю. Ну, ты фокусил Хату, фокуси дальше. Зачем ты на лингов-то переагрился? Хату не сфокусил, четвертая у Снута в итоге выжила. И как-то так. Сам четвертый Нексу ставит, но тут Снута забегание идет неплохо. Так. Встречаю Снут лингов Сана. Несколько лингов уничтожено. Сразу же практически. И Снут отступает, кстати. Здесь филдов нету. Ничего особо нет. Мне кажется, линги могли бы зашатать на самом деле. Зачем макро-хата? Чтобы было куда королевые инъекции кидать для личинок. Одна хата имеет определенное количество конечной личинок. Так. Здесь Талкер выходит наверх. 150-164. Очень даже достойно, я вам скажу. Цан бьется пока что. Оракулы летают. Кидают ревелэйшны. Постоянные. Врубленный дэмэдж. Здесь немножечко пожег реводжеров у нас. Цанчик Снуту. Ну, далеко не надо лететь, иначе будет минус Оракул. Один минус, второй будет живой. Пока здесь попытка забежать лингами. Но здесь есть везде оборона. Имморталов добавляет масс-масс-масс. Сталкеры блинкают вперед. Против бейлингов собирается затанковать Цан. Но тут линга-бейлинги со всех сторон Оракул подходит. Разблинкивают сталкеров, чтобы сплэш минимизировать. Сплэш минимизируют вроде как. Но Нексус может потерять сейчас Цан или нет? Нет, не потеряет даже Нексус. Нужно пилонов здесь наштамповать. Доварпить новых Сентрей. Либо Архонов микс включить, и все нормально будет. Одна... Вот очень большой косяк сейчас, посмотрите. У Снуто два когтя есть. У Сана, блин, одна атака есть. И все, он грейды перестал делать. Здесь адепты на четвертую прилетели. Напрягли минеральную линию добычи. Куда-то идет вперед Сан. У Снуто там 20 бейлингов морфится. Он вообще без пилдов. Это ошибка. Лезет без пилдов вперед. Центрей бы доварпил, тогда бы лез. Ладно еще. Телепорт домой пошел. Ну, кстати, бейлингов пересагрил много и телепортнулся. Но телепортнулся не на четвертую, а на третью. За это будет четвертая минус. Вот куда надо телепортнуться было. Короче, тормозной сейчас какую-то игру Сан демонстрирует. Он мог спокойно сейчас штормнуть, я не знаю, даже в конце концов. И нормально все сделать. Так, филды пошли. Снуто бьется. Тут линги просто. Кладбище лингов. Но два Аймортла уничтожено было тоже. Здесь все еще Харас идет с айграунда. Сан дропается прямо в минеральную линию сейчас адептами. Три дрона подбревает. Надо улететь. Не надо их отдавать. Улетает. Аккуратнее с призмой надо быть. Может опасно быть. Идет Снут вперед. Знаете, и все еще без филдов китайчик бьется. Ну куда ты без филдов прешь-то вообще? Адептов недостаточно. Филдов недостаточно. Адепты падают. Заходят Снут своими линго-беллингами. Сан еле-еле держится. Но у Сан это три Нексуса. А у Снута пять баз сейчас. То есть просто сейчас Снут отмакрится и все. Мазеркор уверчаж выставляет. Ну уж четвертый Нексус. Ну то есть это ненужные потери для процесса. Зерк лингов теряет. Ну да, беллинги там стоят ресурсов. Но эти юниты гораздо менее дорогие, чем у Сан. Вот этот микс. Так, плюс два Архона. Давным-давно нужно было уже Архонов микс в этот бы запилить. Адепты добавляются. Мазеркор есть. Уверчаж на рампу. Необходимо. Уверчаж выставляется. Кстати, помогает очень даже неплохо. И Сан очень даже неплохо. Он тоже здесь бьется. Кроме вот этого момента, когда он просто тупо гуляет по фаерболам. Заходят Бэйны. Ну тут сплетанулся неплохо. Архонов подставил. Ну вот Архонов тоже подставил-то подставил. Но они нужны, чтобы не только танковать. Они и для демеджа нужны. Архон такой юнит двоякий. То есть он не играет роли какой-то определенной. Он и уничтожает зергов круто и танкует. Он жирный очень. Так, отбивается Сан. Все-таки на четверт некс пытается выйти. Но, смотрите, здесь мейн кончился почти. Здесь тоже кончается. То есть, как бы, если сейчас четвертый он нормально не займет, то это катастрофа просто. И продолжает все строить имморталов. Имморталы, как бы, неплохо танкуют. Но бонуса у них нет ни по кому. Сейчас тут, конечно, гораздо лучше бы было бы Цану, мне кажется, сетов. Чуть поменьше архончиков делать, побольше адептов с архонами. Поменьше имморталов, чуть побольше адептов с архонами. Вот камни пробить можно. Вот чего камни-то не пробить? Пусть с одной стороны выходит, либо грызет. А пока грызет, можно настрелять немножечко. Ведь у него милишный там микс очень такой. Так, здесь бейлинги просто по имморталам бегут. А еще один архон сливается. Снут заходит в тыл Цану, он с двух сторон собирается напрягать его. Смотрите, но Цан видит. Побежали линги все. Хорошо бой принял. То есть, одну группу разгромил, потом на вторую перекинулся по лимиту. Уже, между прочим, в плюсе. Сплит очень неплохой. И микс зря я критиковал. Имморталы здесь роучи у Снута появляются. Имморталы очень даже в тему. Ребятки. Не переворот ли в этой игре? Неужели Цан сейчас так Снута развалит, как и в предыдущих играх всех? Скалет разваливал, а не только. По-моему, очень неплохо. Он смотрится сейчас. Заходит на ХГ. Нужно добавлять. Так, сталкеры миксуют. Интересно, кстати. То сталкеров, то еще что-то добавляют. Здесь камни развалил. Мазеркорд. Есть уверчаж. Реакцию великолепную демонстрируют с уверчажем сейчас. Будет атаковать. Пошла атака. Но в кучи лезет. Надо ли лезть-то сейчас вообще? Куда? В бейлинге едет. Все есть. Филды нужны. Пошли филды. Архон один впереди. Остальные юниты за филдами ныкаются. Но против лингов на крипе. Без филдов. Без большого количества архонов. Ну это катастрофа же. Так драться. Ну куда ж ты прешь-то? Да я ему. Нексус не занял еще. А уже лезет. Раскачай ты Нексус. Газ там раскачай. Ну и то тут чудом каким-то Цан Снут умудряется шатать. Снут там пилит бейнов. Вот эту хату бы запокусить и все. Здесь две полудоглых хаты. Призму бы сейчас Цану. Я не знаю. Чего-нибудь Цану такое. Так. И все продолжает лезть. Чего прям его прет-то улынить куда так, а? Это ж фактически улын получается у нас. Отступает назад сталкеров. Сплетить пытается Цану. Но линги из-за этого окружают все. Вгрызаются в ценнейших имморталов. Вгрызаются во всех юнитов. И 100 на 111 по лимиту. Ну вот прет куда ты прет Цану. Да не надо переть так. Все. Потерял миг свой и все. Здесь два иммортала еще. Ну хотя еще не конец, ребята. Как вы видите. То есть грейды одинаковые. Два когти, две атаки. Ээээ. Два газа добавляется. Ну вот сейчас, когда он с нута прогнал и занял четвертую. Ни в коем случае ему не надо. Так было стремно лезть. Ему нужно было просто раскачать четвертую. Сначала газы поставить. Какую-то оборону сделать. Абсолютно равная игра. Я абсолютно согласен. Сейчас идет абсолютно равная игра. Цан демонстрирует, что он вообще очень неплох. Я вам скажу. У него какой-то просто, я не знаю. Я даже не знаю как это назвать. У него просто второе дыхание. У него вдохновение что ли какое-то на этом турнире появилось. Не замечал, что... Ну там... Ну как бы в принципе на онлайн-турнирах более-менее выступал. Ну чтобы там прямо вот с уверенностью сказать, что он зашатает скалитов, партингов. И со снутом на равных он играть будет. Вот Мазеркор потерял. Правда сейчас нелепо. Заходит снут на хг. Нельзя четвертый некстус терять. Ну, даже нет ни одного вообще. Филдатсан только сплитом решил драться. Ну а только сплитом драться, это всех рабов называется. Потерять просто и все. Так, сзади ринги пытаются эморталов. Здесь не получается. По лимиту снут вырывается очень сильно вперед. Сейчас последует атака видимо от сана какая-то улыновая и все. Вот если бы, если бы. Но если бы до кабы, сами знаете что. Но все-таки нужно сказать. Если бы сан вот здесь закрепился бы и сделал бы шторм бы просто. Снут бы развалился. Вот я не знаю, просто там надо штурм микс стараться добавлять против такого микса. Так, бейлинги врываются. Жесточайший куча сан сейчас просто стоит. Ну кстати, тут архуны неплохо дерутся. Но все-таки слишком много снута и фаерболы заходят. И королева здесь и это гг, ребятки. 1-0 снут. Но игра была равная. Игра была равная, как ни крути. Ну то ошибка почему-то АПМ только у сана показана. Странно. Но играlit на п modes . Иук案, закрыванный. Скоро наоборот гплотов. Уads. Игра пи Northern New broadcast. Ивана становится незвенцем компом-санцеем. И пишем. Ждем хост. Продолжение следует... 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 Блин, что-то сегодня, конечно, косяки с этим, короче, с этой хренью, с этими дропами постоянными. Ну что, тут игра пока идет, ну, против Сана, вот. Так, музыку можно отключить. Ну что, третий Нексус у Санчика по лимиту, все ровно. Парабам, ровно более-менее. Два рабочих Санчика подрезал. Так, какая-то попытка пушина. Не пуша, под пуша от Сана идет, но это на самом деле не какой-то не ауленд, просто не скадет, входит для контроля, заходит вперед. У Снут их видит прекрасно на самом деле сейчас и не сильно переживает по этому поводу. У Снута такой же абсолютно стиль. Я не знаю, если Сан как бы готов, то он подстроится под Снута. Смотрите, Снут то же самое абсолютно делает. Опять эти милишные грейды Коготь, опять эти ручи-реведжеры и бейлинги слингами. Ну, стиль сильный. Так, реклама Lenovo не должна быть кликабельна на самом деле. Продолжение следует... Вот, но на самом деле прикол в чем? Смотрите, Сан уже строит архивы темпларов. Сан уже атаку первую сделал, нужно вторую заказывать побыстрее. Четвертый Nexus и карта-то гигантская. То есть, крипа здесь нету столько, как на предыдущей. Здесь нету такого момента, что крип прямо рядом с базой четвертой пропства. То есть, Снута будет тяжелее прессовать на самом деле. Так, Lenovo наушники. Добавляют срывы. Да, плюс два пошло по скорости атаки адептам. Идет чаш зилкам. То есть, смотрите, Сан не боится свитча в мутку никакого сейчас. А ведь свитч может быть. Так, плюс два архончика еще делается. Призма. И в этот раз, видите, Сан-то голову умеет включать, оказывается. А почему я вот так удивлен? На самом деле, неспроста он до финала дошел. Шторм у Циана делается. Шторм час плюс два. Сейчас надо блин заказать, чтобы все твайлайтовые игры были готовы. Да заказать штормячков побольше. Но Снут сейчас, кажется, собирается проатаковать. И, возможно, он до готовности к шторму вообще проатакует. Циану обязательно нужно отбиться этот врыв. Обязательно ему нужен доварп сейчас. А, у него соплай-блок, какой неприятный соплай-блок. Снут идет вперед. Как же неудачно вообще сейчас все складывается. Для пробуса китайского отступи, не принимай бой. Куда же ты лезешь-то? Пошел вперед. Хотя филды неплохие, но фаерболами Снут все сбивает. Просто Циан отступает. Короче, Снут приходит. Какой-то странный тайминг. И все в хлам убивает. У Циана ни шторм не готов, ничего. В чем это случайно абсолютно получилось? Снут ничего не видел. То есть он просто зашел и на халявку сейчас пробрил оппонента своего. Но еще здесь Циан отобьется. У него шансы еще, конечно, есть. Но я боюсь, что здесь тяжеловато ему будет отбиться-то. Так, зелки доварпливаются. Часть зелков вообще на медленный пилон. Ой-ой-ой, какой фейл. 101-146. Призма вообще зависла. Там почему-то вперед не летит. Ресурсов просто немерено. Роба в итоге нет. И просто простой сейчас начинается у Циана. 70 штормовичков добавляется. Но штормам нельзя копить. Их надо в архонов сливать сейчас обязательно. Вот в чем прикол. 3 архона. 2 архона сливает Циан. 2 штормовика. 3 штормовика оставил сейчас, по-моему. Призмой как не вырывался, так и не вырывается. Ресурсов 1000. Так, ну Снуд пытается вторую шатнуть. Блин, почему он призму не ведет? Там даже 4 зелка сейчас мейн понапрягают. Ешка. Вообще, штормовики есть, но они без энергии пока. Ой-ой-ой, шторм не смог Циан кинуть. Судя по всему, 2-0, ребята. Потому что громит Снуд все везде. В игру захожу. Ну, ждем инвайта. На самом деле, я надеюсь, что не будет пинг прыгать. Если еще раз так будет, короче, то я нафиг не буду даже туда врываться. Так, все, не хотят меня звать. Ну, ладно, порестримим, что делать. Что-то сегодня, да, как-то много раз прыгало. Ну, пофиг, ничего не поделаешь. Спасибо. 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 Ну что, чё-то у Цена ничего не выходит против Снуда? Непонятно почему Я за кого? Я за Снуто конечно, пусть европейцы выигрывают лучше Ну что, линги Снуто бегут вперед, будет передробчик видимо здесь даже какой-то, я так понимаю Снуто прибегает, начинает грызть кибернетку, ну сейчас адепт выйдет и отгонит Снуто лингов отсюда Выходит адепт, лингами надо озелка принять сейчас, адепт тоже Снуто пытается прогрызть Но лингов больше не строят, но адепта прогрызет, это факт, и может быть даже кибернетку получится Снуто сгрызть Нет, он предпочитает пилон сгрызть, кибернетка демодженная, но все-таки осталось, ну-ка ХП Так, гейт Снуто отключил, это катастрофа вообще для Протса сейчас Но достроился Мазеркор и все-таки Снуто смог прогнать Снуто сейчас китаец Но на самом деле начало так себе для Циана Так, выйду из Старкрафта я, пожалуй Продолжение следует... Так, скорость таки адепт, ну Снуто золото добывается, Снуто сейчас скачает третью За счет золота Снуто сейчас впереди на самом деле серьезно очень по экономике оказывается И я не знаю, как он будет действовать, но я вот вижу опять куготь Я думаю, он будет действовать, как и в предыдущих двух играх И за счет экономики даже сейчас, наверное, более успешно все будет получаться Мазаться, да я не знаю, мазаться, не мазаться, как хочешь Но Снуто здесь победить Я думаю Пока не вижу, как Циану выиграть Хотя на самом деле первая игра вообще близкая была Но лес, лес, слишком сильно лес, ошибался, проиграл Второй, казалось, вообще он подстроился идеально Шторм там все сделал Но опять ошибки, причем ошибки контроля какие-то странные И ИГГ Ну что, пошел адептами вперед у нас Циан Адептов много Восемь штук, это много на такой стадии Плюс у Снуто Беллинг Нест еще нигадо, что Беллингов не будет Обходят Линги, окружают адептов Блин, ну они сейчас телепортнутся за рабочих, за минеральную линию И это гигантский дэмэдж Снуто сейчас Линги просто все отдаются Роучи выходят, мягко говоря, поздновато как-то Рабочие возвращаются Пытаются Циан еще раз фокуснуть Четыре дрона погибло здесь Приятного мало, но Снуд отбивается Четвертая хата у него уже готова, по-моему Не строятся собаки новые То есть ему просто раскачивать Сейчас третью и четвертую Третью восстанавливать, четвертую раскачивать и все Снуд отбивается Так, передробочка на Майн от Снуто идет Ну есть здесь Так, сталкер один есть Доварпливаются еще пару сталкеров и пару адептов Хорошая реакция Нужно улететь лингами Так сейчас и Овер не улетит И линги все погибнут Ну ты уже решил их отдать на пофиг Там хорошие игры со Скарлетт были Ну вот что-то против Снуда пока не получается Усана отыграть так же Я тебе не должен Ну слава богу Ну что, вторая куголь доделывается Уснута по лимиту в плюсе 140, 153, 135 Пятая уже база пошла Ну Скарлетт как-то не получается Не получалось так, как уснута Вообще-то мастится по базам Идет вперед сам Нужен ли ему этот налом Вопрос Хорошо Фаерболы Так, по филдам Фаерболы Да, проломал Снуд филды Идет вперед 133, 143 Новые бейлинги Морфидс Здесь уже дестабилизаторы есть Блин, но дестабилизаторами Попробуй попади туда На самом деле В лингобейнов В этих всех Бейлинги Новые морфидсы Снуд опять же С трех сторон Пытается забегать Так, фаерболы Здесь линги Со всех сторон Забегают Снуд решил, что не будет Наламываться Я вижу, что уже Воздушный грейд На атаку пошел Ну это видимо Свич в перспективе В мутку планируется Надо газ-то начинать Добывать Снуд У него газа Крайне мало добывается Так, добычу газа Снуд пока не установил 200 лимитного 5 муталис Как вижу, заказано 5 это явно маловато Да, как бы Что тут и как Так, газ так Что-то и не начал добывать Свич в мутку Гигантского Не получится Вейлингов Новых морфит Здесь просто Гигантское Забегание Лингами идет На вторую И третью базу Сейчас грызет Ну тут Застройку Циана Судя по всему Адептов Окружает Начинает грызть Золото Начинает тоже грызть Но тут Правда Оверчаж Помогает С фотоночкой Отбиться И здесь Циан тоже Вроде как Отбивается И идет В контратаку Есть несколько Муталисков Что Снут делает Сейчас Вообще Понять не могу Построил Муталисков Меньше 10 штук Газ нигде не добывается Зачем ему Эти муталиски Вообще Делать так Свич Сразу штук 20 штук Выходило На такой Стадии С такого То Количества Баст Просто Газ Раскачать Нужно И все Так Заходит Снут Окружает Циана С трех Сторон Посмотрите Какой Великолепный Врыв Пошел Просто Громит Сейчас Проц Нету Телепорт Фаерболы Заходят Просто Идеальнейшим Образом Это Ребятки 3.0 Судя по всему В пользу Снута И Похоже Снут Разрывает Этот Финал Да Вообще Снут Разрывает Нет Сталкеры Уже Здесь Ничего Не Сделают Это Факт Минус Пилона Минус Все Здесь Гэгэр Ребята Похоже Нету Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снута показывали, вспотел бедняга Так, на чебушков этих пролистать немножечко Ждем пока игра начнется, то еще забанят Мне на ютубе видюху Из-за того, что там рестримы Кусман, да? Так, ну что, начинается игра ДимаTorzok Ну что, посмотрим, будет ли это 4-0 для Снута или нет Ну если так, то хорошо, потому что, блин, что-то, какие-то косяки с пингом сегодня на Азии Как бы, и все, начал яре стримить Субтитры сделал DimaTorzok Ну и лицан, как обычно, сегодня закамбэщит И как с партингом он закамбэщит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Впереди, как обычно, просто на такой стадии То же самое все это происходит Скорость атаки адептам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вижу роучи от Снута лингов У меня такое ощущение, ребят, что Снут какой-то пуш здесь планируют Почему-то Вижу спорочку одну Вижу эволюшн Ну, строятся дроны Нет, все-таки это не пуш, это оборонительные роучи, похоже Так, адепты пытаются ворваться, но не врываются естественно у нас Не врываются у нас сан Так, здесь уверчажи выманивают Снут на всех пилонах в итоге Они выставлены Все, здесь кончился, можно пилоны погрызть немножечко Здесь адепты не телепортируются Пилоны Снут тем временем сгрызает Хотя нет, решил почему-то этот оставить пилон Не знаю, почему решил Ну, тут сам пытается проникнуть на мейн Королевы чуть не фокуснули королевы призму там Снутовскую Здесь врыв адептов идет Реводжеров Снут добавляет Рабочих отводят Линги возвращаются назад Адепты пытаются отступить Дронов фокус я чуть не наблюдаю Но дронов тут и не собирается там фокусить Адепты перешли на третью базу И встречают королевы в это время призмы Где вообще? А, это с призмы они и прилетели, кстати говоря, адепты данные И призма погибла Снут отбивается Бой для контратака Выдвигается Снут вперед Роучер Ну, передумал атаковать Слэйр пошел Хочет макро выходить Для Циана это хорошо У него третий нексус-то давно уже добывается Слэйр пошел на третью базу Так, ну что, линги камешки сгрызают А, дживода Ну там Просто другой захват стоял Пока не буду менять экран на черный Поэтому в топе поддержки изменения произошли Не скопировал я из захвата, из игры сюда Так, какая разница против какого стиля я играю на ладере, если я не играю против Снута Потому что стиль Стиль может в руках работать только тех, которые его исполняют нормально Кто-то может сыграть хоть в тысячу раз более крутым, чем этот стиль Но ничего у него не получится Тут дело в том, что этот стиль работает у Снута Как корейцы подключатся к такому стилю-то, а, посмотрим Ну, корейцы что-то подобное играют на самом деле тоже Идет Снут вперед 149-162 имморталов подловил сейчас Снут Оппонент своему Но лингов на это много действий сливается на самом деле Пытается зайти дальше Передумал Снут Увидел, что чуть-чуть многовато Протса Отступает назад Шпиль делается В этот раз свитч мутку будет куда более смертоносной, чем в предыдущие разы Почему я так думаю? Да потому что ресурсов есть на многом у Талисков в этот раз Не на... Так, здесь реладжеры заблудились, не туда пошли В прошлый раз Снут что-то там 5-6 муталисков построил Ну, с 7, потом 8, без грейдов, без всего И ресурсов не было В этот же раз у него уже на 15 муталов ресурсы есть Одновременного до заказа При этом всем он на 4-й даже газ не добывает Почему он на 4-й газ не добывает, для меня это же загадка Да, я 15 муталисков сразу заказан Лимит 170 становится, плюс 30 боевого просто Ну, посмотрим, как мутка зарешает Сан там 4-й ставит, забегания какие-то пошли по разным направлениям Коготь второй готов У Сана вторая атака делается Я не знаю, если только прото сейчас... Вот для прото сейчас Нужно прийти и ударить прямо сейчас Сан это и делает Приходит и собирается ударить Но сталкеров здесь не так уж много, ребята Фаертакс Неплохо здесь Дестабилизаторы разрывают Снут армию Линги заходят Муталиски идут вперед Линги, Беллинги Все с разных сторон выходит Снут окружает Сана, фаербулы пошли Телепорты отсюда нет Сталкеры громятся просто лингами И муталиски вообще без потерь Тут наносят демэдж, ребятки Муталиски просто разрывает И кажется, это минус Сан все-таки Снут гонит вперед оппонент своего Ну, мутки часть потерял, конечно Но я думаю, что здесь достаточно Абсолютно юнитов у Снута Так, ребят, было бы круто Если бы кто-нибудь скинул ссылку На дую плеер на мейнстрим Мы бы там посмотрели Награждение чуть-чуть бы Снута Наконец-то Снут свой Свой этот Преодолел свое проклятие Второе место Он не занимает, а занимает первое Это не мейнстрим Так 129.86 по лимиту Я не знаю, покажут ли эти Может, и эти покажут Спасибо, Майкель Эс Сейчас открою Ну, ждем ГГ сейчас Потому что здесь уже точно ЦАН не выиграет Спасибо, Блайчик ГГ вайпе, пищи ЦАН Вот, Снута показывают Но здесь столько дерьма на экране Что просто жесть Это очень хорошо Это очень хорошо Я думаю, что это не ошибка Чего это я проиграл-то? Я не проиграл-то Это очень хорошо А, вот Все, понял Вот это все дело убрал Снут там сидит Чего там Девчонка его зовет Ведущая А Снут еще не вышел Так, это прикольно Он говорит, ни хрена не понимаешь Ни хрена не понимаешь, да? Ни хрена не понимаешь Ни хрена не понимаешь Ни хрена не понимаешь Так, я уверен Даже если у него есть Стратегия Так, короче, мини-интервью здесь Уже дали кубок Интервью до кубка надо Уже дали кубок Ни хрена не понимаешь Ни хрена не понимаешь Ни хрена не понимаешь Ну все, ребят Что-то тут все обрывается Короче Все, поздравляем Снута Поздравляем всех Спасибо всем за внимание Буду интернет на днях Я думаю Проводить Перекладывать Новые кабели А то что-то Может быть Это из-за провода Из-за Из-за пары Из-за этой витой Такая хрень Не знаю Короче, запись вы увидите На ютубе Все в порядке Вот Всем пока Завтра что у нас Завтра я, кстати Не знаю что А завтра у нас Так Андертокс Нет Сегодня Да ни хрена завтра Там нету особо А, вардиопен Там будет Что-то там Ну, может вардиопен Постримлю Не знаю Короче, разберемся, ребят Всем спасибо за внимание До встречи Спасибо за поддержку Большое, ребят Поддерживайте Меня и мой канал Смотрите Турниры по Старкрафту И не только ФП Тоже будет